Часть 2. Братство в паучьем царстве Глава 11. Ненависть и любовь. Этот мир – убийца. Жажда славы. Глава 11. Ненависть и любовь. Глава 11. Ненавидел их за неуемную жажду истребления человеческого рода, а любил в них идеал врага, в борьбе с которым дети Императора совершенствовали свое мастерство и полностью использовали свои возможности. «Нам всегда необходим соперник», – сказал как-то лорд Эйдолон, и эти слова врезались в память Тарвица. «Нужен настоящий противник, сильный и стойкий. Только в такой борьбе мы сможем показать свою храбрость». Но сейчас дело заключалось не только в добром имени Легиона, и Тарвис с горечью сознавал это. Братья Астартес попали в беду, и предстояла миссия, хотя никто и не осмеливался так назвать операцию, по их спасению. «Открыто предположить, что Кровавые Ангелы нуждаются в спасении, было бы совершенно неуместно». «Подкрепление». Именно это слово было приказано использовать, но трудно укрепить тех, кого невозможно отыскать. Они провели на поверхности убийцы 66 часов, и до сих пор не нашли никаких признаков присутствия 140-й экспедиции. Даже не могли найти друг друга. Лорд Эйдолон отправил на поверхность планеты сразу целую роту. Высадка прошла неудачно, даже хуже, чем их предупреждали перед отправкой, а предостережения звучали довольно мрачно. Кошмарная атмосфера, ощетинившись шторм с щитами, разбросала десантные капсулы, словно мягкие игрушки, и зашвырнула далеко от намеченных ориентиров. Тарвису казалось, что даже не все капсулы достигли поверхности. В итоге он оказался одним из двух капитанов, а под его командованием осталось немногим более 30 воинов. Приблизительно одна треть от сброшенного десанта, и это были все силы, оставшиеся после высадки. Из-за сплошных грозовых туч стало невозможно связаться с оставшейся на орбите флотилией, как невозможно было установить связь и с Эйдолоном, и с другими частями десанта. Если только Эйдолон, и еще кто-то из десантников еще оставался в живых. Вся эта ситуация попахивала полным провалом, а дети Императора не могли и не хотели с этим мириться. Чтобы исправить положение, ничего не оставалось, как только собрать уцелевшие силы, и воины рассредоточились на местности в поисках братьев, которым требовалась помощь. По пути, если удастся, можно будет собрать рассеянные части неудачного десанта, или даже определить свое географическое положение. Район приземления мало способствовал ориентированию. Под эмалево белым небом, смятым и раздираемым шторм-щитами мегарахнидов, простиралась холмистая равнина, покрытая слоем буро-красной пыли. А над ней поднималось море гигантских травянистых стеблей, серых и белосерых, словно сухой лед. Каждый такой стебель, жесткий, сухой и колючий, был толще закованного в броню человеческого бедра и поднимался вверх на два десятка метров. Растения слегка покачивались под радиоактивным ветерком, но даже эти небольшие колебания наполняли воздух беспрестранными скрипами и стонами. Космодесантники пробирались через тонущие заросли, словно жуки через пшеничное поле. Ко всему прочему, видимость была просто отвратительной. Осветительные ракеты взвивались над головами, но неуклонно упирались в низкое небо. Гигантские стебли по сторонам росли так густо, что взгляд не проникал дальше нескольких метров в любом направлении. Практически все стебли у самого основания были усыпаны раздувшимися черными личинками. Эти бесформенные создания размером с человеческую голову покрывали растения на высоту около метра над землей. Они ничего не делали, просто висели и, возможно, пили. В последнем случае личинки испускали шипящие и свистящие звуки, которые вплетались в и без того зловещую какафонию леса. Балли предположил, что личинки могли быть детенышами врагов, и в первые несколько часов воины систематически уничтожали все, что попадалось по пути, при помощи огнеметов и мечей. Но занятие оказалось слишком изнурительным и бесконечным. Личинок оказалось слишком много, и постепенно космодесантники предпочли не обращать внимания на эти свистящие мешки. Кроме того, брызги, вылетавшие из них зловонной жидкости, попадая на края доспехов, оставляли глубокие следы. Первое дерево обнаружил Люций, второй капитан и приятель Тарвица. Он подозвал остальных, чтобы осмотреть находку. Дерево намного превышало траву, а формой напоминало гриб с широкой шляпкой. Гигантский купол метров 50 в поперечнике опирался на крепкий ствол диаметром около 10 метров. Куполообразную крону составляли острые, похожие на кости шипы, еще и усеянные колючками в 2 или 3 метра длиной. «Интересно, для чего они?» – удивился Тарвиц. «Не для чего», – ответил Люций. «Это дерево. У него нет никаких целей». В этом случае Люций ошибался. Люций был моложе Тарвица, хотя оба они прожили достаточно долго, чтобы повидать немало чудес в своей жизни. Они были друзьями, но их дружба периодически подвергалась нешуточным испытаниям. Саул и Люций по характерам представляли собой два противоположных полюса легиона. Как и все дети императора, они стремились достичь совершенства в воинском искусстве. Но там, где Саул проявлял упорное прилежание, Люций действовал из честолюбивых побуждений. Саул Тарвиц уже давно понял, что Люций однажды обгонит его по числу наград и в табеле о ранге. Не исключено, что в будущем Люций дослужится до ранга лорда-командира и станет частью замкнутого кружка иерархической верхушки легиона. Его это ничуть не беспокоило. Тарвиц был прирожденным офицером, способным воином и не стремился к повышению. Он был вполне доволен тем, что на своем месте и с достойным прилежанием прославляет примарха и возлюбленного императора. Иногда Люций добродушно посмеивался над ним и утверждал, что отсутствие честолюбия Тарвица объясняется его неспособностью завоевать авторитет среди своих товарищей. Тарвиц тоже смеялся в ответ, зная, что его друг ошибается. Саул Тарвиц неуклонно следовал кодексу и гордился этим. Он знал, что с большей пользой будет служить в качестве боевого офицера. Требовать большего было бы проявлением самонадеянности и некомпетентности. Тарвиц придерживался собственных критериев и презирал всех, кто жертвовал ими ради достижения неуместных целей. Все это касалось понятий безупречности и превосходства. Воинам других легионов они были недоступны. Примерно через 15 минут после обнаружения первого дерева, первого среди многих, убеденных позже среди зарослей стонущей травы, им пришлось иметь дело с мегарахнидами. Приближение этих существ было отмечено тремя признаками. Все находящиеся поблизости личинки прекратили свистеть. Гигантские стебли травы стало сотрясать дрожь, словно от действия электрического тока. А потом астартес услышали странное чириканье. Во время той первой схватки Тарвиц едва успел увидеть вражеских воинов. С громким лязгом они выскочили из зарослей высоченной травы и двигались так быстро, что казались серебристыми расплывчатыми пятнами. Схватка продолжалась 12 хаотичных секунд и сопровождалась выстрелами, криками и странными, увесистыми толчками. А потом враги исчезли так же быстро, как и появились. Стебли травы прекратили дрожать, а личинки возобновили свист и шипение. «Ты видел их?» – спросил Керкат, перезаряжая болдом. «Я видел нечто», – ответил Тарвиц, занятый тем же. «Дарилан погиб, и Мартиус тоже», – без предисловий обронил подошедший Люций, держа в руке какой-то предмет. Тарвиц не сразу поверил услышанным словам. «Они мертвы?» – переспросил он Люция. «Схватка казалась слишком короткой, чтобы кто-то мог за это время одолеть двух ветеранов космического десанта». «Мертвы!» – кивнул Люций. «Если хочешь, можешь взглянуть на их трупы. Это вон там». Они оказались слишком медлительными. Тарвиц с оружием наперевес бросился через густые заросли травы. Несколько стеблей оказались сломанными от попадания болдерных снарядов. На красноватой земле среди упавших стеблей лежали два тела. Красивые, красные, с золотом доспехи были пробиты, и из-под них сочилась кровь. Он в отчаянии отвел взгляд. «Разыщи вораса!» – приказал он Керкарту, и тот убежал на поиски апотекария. «А мы убили кого-нибудь?» – спросил Балли. «Я задел кого-то», – гордо ответил Люций. «Только не могу найти тело. Осталось только это». Он поднял принесенный предмет. Это была конечность или часть конечности – длинная, тонкая, твердая. Большую часть обрубка составляла слегка изогнутое лезвие, около метра длиной, изготовленное из начищенного цинка или оцинкованного железа. Заканчивалось оно изумительно острым наконечником. Все лезвие было тонким, не шире запястья взрослого мужчины. К самому концу расширялось и крепилось к более толстому обрубку. Эта часть тоже была усилена вплавленным серым металлом, но резко обрывалась в том месте, где в нее попал снаряд из болтера Люция. Обрубленный конец на изломе открывал металлический кожух, прилегающий к оболочке из характерного для членостоногих хитина, а внутри него виднелась влажная розоватая плоть. «Это рука?» – спросил Балли. «Это меч!» – поправил его кац. «Меч на суставе?» – фыркнул Балли. «И с мясом внутри?» Люций схватил обрубок чуть повыше сустава и взмахнул им, словно саблей. Он выбрал целью ближайший стебель и перерубил его одним ударом. Массивный сухой стебель с резким треском накренился и стал падать, задевая соседнее растение. Люций засмеялся, но тотчас вскрикнул от боли и выронил обрубок. У самого сустава имелась такая острая кромка, что рассекла рукавицу доспеха. «Он порезал меня!» – пожаловался Люций, показывая прориху на рукавице. Тарвиц нагнулся и внимательно осмотрел неподвижно лежащий на красноватой земле обрубок. Удивительно, что они не разрезали нас всех в клочьях. Спустя полчаса, когда стебли снова задрожали, Тарвиц лицом к лицу встретился со своим первым мегарахнидом. Он убил противника, но несколько секунд они сражались на равных. После очередной схватки Саул Тарвиц начал понимать, почему Хитос Фром назвал этот мир убийцей. Огромный боевой корабль, словно всплывающий кит, вынырнул из вневременной мглы перехода и мягким толчком вернулся в безмолвный космос реального пространства. По корабельным часам прошло 12 недель, а корабль преодолел расстояние, требующее не менее 18 недель. Чтобы ускорить перенос, были приведены в действие неизмеримые силы, подвластные только воле воителя. Флагман по инерции пролетел еще 6 миллионов километров. Из-под его необъятной громады все еще тянулись светящиеся струи газов из плазменных двигателей. А затем мерцающие вспышки далеко за кормой возвестили о запоздалом появлении спутников. Десяти легких крейсеров и пяти тяжеловесных транспортных кораблей. Отставшие суда запустили двигатели для перемещения в реальном пространстве и стали постепенно догонять ушедший вперед флагман. Едва они окружили его, словно выводок тюленей своего могучего родителя, флагман тоже запустил двигатели и повел флотилию дальше. К 140-20. К убийце. Расположенные на носу детекторы резкими звуками оповестили об обнаружении магнитных и энергетических силуэтов судов, оставшихся на орбите четвертой планеты системы на расстоянии 80 миллионов километров. Здешнее солнце сияло горячим желтым светом и рассыпало вокруг себя активные заряженные частицы. По обычаю ведущего корабля флотилии, флагман транслировал стандартный текст приветствия через вокс-связь, вокс-пикты и астропатический канал. Это дух мщения 63-й экспедиции. Судно приближается с мирными намерениями в качестве посланника Империума Человечества. Спрячьте оружие и воздержитесь от военных действий. Подтвердите получение сигнала. На капитанском мостике духом мщения сидел в ожидании ответа командующий флотилией мастер Каменус. Учитывая немалые размеры помещения и большое количество персонала, на мостике было очень тихо. Раздавались только приглушенные до шепота голоса, до гудения аппаратуры. Зато был отчетливо слышен протест самого корабля. Неопределенные поскрипывания и легкое позвякивание исходили из самой сердцевины громадного сооружения и распространялись по палубам. Таким образом судно реагировало на ужасные перегрузки варп-перехода. Боусу Каменусу были знакомы почти все эти звуки, и он почти предугадывал их появление. Уже долгое время он был частью корабля и изучил его так, как изучают тело возлюбленной. Он напряженно прислушивался, не раздастся ли среди привычных звуков резкий сигнал тревоги. Пока все шло хорошо. Каменус взглянул на мастера вокс-связи, но тот покачал головой. Боус перевел взгляд на Инг Майя Син. Будучи слепой, она всегда чувствовала, когда на нее смотрят. «Ответа не было, мастер», — сказала она. «Повторите сигнал!» — приказал командующий флотилией. Он с большим нетерпением ожидал ответа, но еще сильнее, ему не терпелось приступить к ремонту. Стальные пальцы Каменуса забарабанили по приборной доске, и окружающие его офицеры напряженно замерли. Все они слишком хорошо знали и боялись этого нетерпеливого жеста. Наконец, из навигационной рубки торопливо выбежал адъютант с распечаткой в руке. Он уже готов был извиниться за задержку, но Каменус сверкнул на него увеличительными линзами, словно говоря, «Я не намерен тебя выслушивать». Адъютант все понял и молча протянул командующему листок с распечаткой. Каменус прочел донесение, кивнул и отдал листок обратно. «Ознакомь остальных и сделай копию для бортового журнала!» Адъютант задержался ровно настолько, чтобы один из офицеров в рубке снял копию для главного бортового журнала, а затем торопливо поднялся по узкой лесенке на стратегическую палубу. Там, не забыв отсалютовать дежурному мастеру, он передал донесение. Тот принял листок, развернулся, прошел 20 шагов до бронированных стеклянных дверей личного кабинета, где, в свою очередь, передал послание начальнику личной стражи. Массивный космодесантник в золотых доспехах почетного караула быстро прочел сводку, кивнул и открыл двери. Там уже поджидал хмурый малагарст, закутанный в плащ. Он тоже прочел донесение, кивнул и закрыл за собой двери. «Местоположение определено и занесено в бортовой журнал», объявил малагарст, зайдя в кабинет. «140-20!» Воитель, наблюдавший за видом звездного неба у самого окна, тяжело вздохнул, не поднимаясь из кресла с высокой спинкой. «Итак, место назначения достигнуто», — сказал он. «Отправьте подтверждение о получении донесения». Два десятка ожидавших поблизости писцов составили отчеты и с поклонами покинули кабинет. «Малагарст!» Воитель повернул голову и взглянул на своего советника. «Будь добр, передай боссу мои поздравления». «Да, мой господин». Воитель поднялся. Он был в полном парадном одеянии военачальника, в сверкающих бело-золотых доспехах и широкой кольчужной накидке пурпурного цвета на плечах. С нагрудной пластины взирало око Терры. Он повернулся к десяти собравшимся офицерам-космодесантникам, и каждый из воинов почувствовал, как этот глаз внимательно наблюдает за ним лично. «Мы ждем ваших приказов, господин», – произнес Абаддон. Как и все остальные, он был в полном боевом облачении, в длинной до пола накидке и держал шлем на сгибе левой руки. «Мы оказались там, куда и стремились», – добавил Таргаддон. «К тому же живыми, а это уже хорошее начало». Лицо воителя осветила широкая улыбка. «Ты прав, Тарик». Он поочередно заглянул в глаза каждого из офицеров. «Друзья мои, как мне кажется, нам предстоит война с чуждой расой. Мне это нравится. Как я не гордился бы нашими достижениями на 63-19, сражения там причиняли боль. Не могу испытывать настоящего удовлетворения от победы над представителями своей расы, как упрямы они не цеплялись бы за свою искаженную философию. «Это претит моему солдатскому духу и уменьшает радость победы. А все мы, вы и я – настоящие солдаты. Мы созданы для сражений. Созданы, тренированы и обучены дисциплине. Кроме вас двоих», – кивнул он в сторону Абаддона и Люка Сидере. «Вы убиваете до тех пор, пока я не прикажу остановиться». «И даже в этом случае вам частенько приходится повышать голос», – вставил Таргаддон. Большинство присутствующих смехом встретили его замечания. «Так что война с чужаками мне больше по вкусу», – продолжал воитель, не переставая улыбаться. «Неоспоримый и явный враг. Возможность идти в бой без огрузения совести, сомнений и сожалений. Давайте на время станем истинными и непреклонными воинами». «Верно, верно!» – воскликнул самый старший из офицеров по имени Яктан Круз, которого всегда беспокоило легкомыслие Таргаддона. Остальные девятеро воинов более сдержанно выразили свое одобрение. Хорус покинул личный кабинет и прошел на стратегическую палубу. Его сопровождали марневальцы и командиры рот. Сидире командовал 13-й ротой, Круз – 3-й, Таргаст – 7-й, Мар – 18-й, Мой – 19-й и Гошен – 25-й ротой. «Давайте выберем тактику», – предложил воитель. Малагарст уже ждал этого. Он тотчас тронул пульт, и в воздухе над возвышением замерцали подробные гололитические образы местности. Здесь были сведения о строении всей планетарной системы с обозначенными орбитами и местоположения обнаруженных кораблей. Хорус всмотрелся в гололитические графики и поднял руку. Встроенные в его рукавицу сенсоры позволяли воителю поворачивать изображение и увеличивать отдельные участки. «Двадцать девять кораблей», – произнес он. «А я считал, что в составе 140-й экспедиции только 18 судов». «Так нам было сказано, господин», – ответил Малагарст. После того, как они покинули кабинет, разговор пошел нахтонике, чтобы раньше времени не выдавать секреты стратегии находящемуся поблизости персоналу. Хотя Хорус и не воспитывался нахтонией, что довольно не характерно для примархов, и не обучался с детства родному языку своего легиона, все же свободно говорил на этом наречии. По правде говоря, он произносил слова с отривистым резким акцентом, характерным для обитателей дворца, и сокращал гласное, как было принято среди обитателей западного полушария, населенного самыми дикими и нецивилизованными племенами хтоний. Локену такое произношение всегда доставляло немалое удовольствие. Сначала он считал, что акцент появился во время обучения воителя, но со временем он стал в этом сомневаться. Локен решил, что простонародный выговор воителя был намеренным, чтобы стать ближе к своим воинам, по большей части выходцам из незнатных семей. Малагарст тем временем заглянул в рапорт, поданный одним из офицеров. «Я могу подтвердить, что в 140-й экспедиции было 18 кораблей». «Так откуда же взялись остальные?» – спросил Аксимант. «Вражеский флот?» «Мы ждем результатов детального анализа, капитан», – ответил Малагарст. Но на наши сигналы до сих пор не поступило никакого ответа. «Передай мастеру Каменусу, следует проявить больше настойчивости», – сказал воитель, обращаясь к своему советнику. «Должен ли я передать, чтобы он также построил наши корабли в боевой порядок?» – уточнил Малагарст. «Я подумаю над этим», – ответил Хорус. Малагарст заковылял по ступеням на капитанский мостик, чтобы лично поговорить с Боосом Каменусом. «Будем образовывать боевой строй», – спросил воитель у своих офицеров. «Возможно ли, что эти корабли были вражескими единицами?» – поинтересовался Круз. «Их расположение не похоже на боевой порядок, яхты», – заметил Аксимант. «И Фром ничего не говорил о вражеском флоте». «Это наши суда», – вмешался Локен. «Ты так считаешь, Гарви?» «Для меня это очевидно, сэр. Результаты предварительного осмотра показывают строй судов, стоящих на высоком якоре. Этот строй характерен для корабля Империума. Дополнительные суда могли быть присланы в качестве подкрепления». Локен внезапно умолк и смущенно улыбнулся. «Несомненно, вы и сами это прекрасно знаете, мой господин». «Я только хотел убедиться, что кто-то еще окажется настолько наблюдательным, чтобы распознать порядок построения», – с улыбкой сказал Хорус. Круз сконфуженно покачал головой и усмехнулся собственной оплошности. Воитель кивнул в сторону изображения. «Итак, что это за громадина? Вон там!» «Это боевая баржа». «Мизерикорд», – предположил Круз. «Нет, нет, мизерикорд немного дальше. А это что такое?» Хорус наклонился вперед и прикоснулся пальцами к световому изображению сигнала. «Выглядит словно музыка. Построение сигналов напоминает музыкальное произведение. Кто может транслировать музыку?» «Выносные станции», – ответил Абаддон после того, как заглянул в собственный электронный блокнот. «Маяки». В донесениях от 140-й упоминаются о 30 маяках в сетке системы. «Ксеносы». Их передачи постоянно повторяются и не поддаются расшифровке. «В самом деле?» «У них нет кораблей, но имеются внешние маяки?» Хорус снова поднял руку и внес изменения в изображение, чтобы укрупнить исследуемый отрезок сигналов. «И это считается нечитаемым?» «Так сообщили и 140-й», – сказал Абаддон. «И мы им поверили?» – спросил воитель. «Кажется, да», – ответил Абаддон. «В этом есть какой-то смысл», – решил Хорус, не отрывая взгляда от светящихся графиков. «Я намерен получить расшифровку. Надо разгадать эти сигналы. Начните со стандартных числовых блоков. При всем моем уважении к 140-й я не собираюсь верить им на слово. Похоже, им здесь здорово досталось». Абаддон кивнул и отошел в сторону, чтобы через поджидавшего офицера связи передать приказ воителя группе шифровальщиков. «Вы сказали, что это похоже на музыку», – заговорил Локин. «И что с того?» «Похоже на музыку», – повторил Локин. «Очень интересный выбор слова». Воитель пожал плечами. «Закономерность относится к математике, но в ней наблюдается определенный последовательный ритм. Это не так редко встречается. Музыка и математика, Гарви. Это две стороны одной монеты. Закономерность не является случайной. Один бог знает, какой идиот в 140-й экспедиции решил, что сигнал не поддается расшифровке». Локинг кивнул. «И вы заметили это так легко, с одного взгляда?» – спросил он. «Разве это не очевидно?» – воскликнул Хорус. В этот момент вернулся Малагарст. «Мастер Каменус подтверждает, что все корабли принадлежат имперским флотилиям», – доложил он, протягивая еще одну распечатку. «Дополнительные суда появились в этом районе несколько недель назад после просьбы о помощи. Большая их часть принадлежит армейскому подразделению, базирующемуся в окрестностях Королиса. А самое большое судно – это Гордое Сердце, Третий Легион, Дети Императора. Полная рота под командованием лорда Эйдолона». «Значит, они нас обставили. И как идут дела?» «Похоже, – пожал плечами Малагарст, – что не слишком хорошо, господин». В главном имперском регистре эта планета имела обозначение 140-20, как двадцатый по счету мир, приведенный к согласию 140-й экспедиции. Но здесь вкралась неточность, поскольку 140-я не добилась ничего, даже отдаленно напоминающего согласия. Тем не менее, Дети Императора оставили прежнее обозначение, чтобы не оскорбить честь Кровавых Ангелов. Незадолго до высадки, лорд Эйдолон всесторонне проинструктировал своих космодесантников. Первые доклады десанта 140-й были ясными и определенными. Уже через несколько дней после приземления на поверхность планеты, Хитас Фром, капитан трех род Кровавых Ангелов, которые составляли костяк 140-й, доложил о враждебности ксеносов. Он описал очень мощных созданий, похожих на прямоходящих жуков, но усиленных или закованных в металл. Каждое из существ ростом вдвое превосходит человека и очень агрессивно. Помощь может потребоваться в том случае, если количество врагов возрастет. После этого его донесения носили случайный и бессвязный характер. Схватки стали более частыми и ожесточенными, а ксеносы не уменьшаются в численности. Спустя неделю донесения стали более тревожными. Обнаружилась целая раса, которая оказывает нам сопротивление, и нам не удается полностью его преодолеть. Они отказываются от любых контактов и переговоров. Они сваливаются на нас прямо из своих берлог. Против своей воли я испытываю восхищение их отвагой, хотя они созданы совсем не такими, как мы. Их воинское мастерство выше всяких похвал. Это достойные противники, заслуживающие подробного описания в наших летописях. Еще через неделю послания от высланного десанта стали намного сдержаннее и были составлены уже не Фромом, а мастером флота. Мы встретили грозного превосходящего противника. Для покорения этого мира необходимы все силы легиона. В настоящий момент мы смиренно просим подкрепления. Последнее донесение Фрома, отправленное спустя две недели после высадки, представляло собой сплошной скрежет, совершенно не поддающийся дешифровке. Все звуки человеческой речи прорывались чудовищными искажениями, а слова теряли смысл. Удалось понять только последнее высказывание. Каждое слово в нем, казалось, было произнесено с нечеловеческими усилиями. Этот мир убийца. Так они его и назвали. Экспедиционный корпус детей императора был сравнительно мал. Одна рота легиона, поддерживаемая боевой баржей Гордое Сердце, под командованием лорда Эйдалона. После кратковременного и сравнительно мирного путешествия в недавно покоренные миры на поясе Сатира Ланкуса, они направлялись для воссоединения со своим примархом и остальными ротами легиона к звезде Королес, чтобы начать массовое наступление в скоплении Малый Бифоут. Но во время похода 140-я экспедиция запросила поддержки, а экспедиционный корпус оказался ближайшим к ней воинским подразделением имперских сил. Лорд Эйдалон немедленно запросил у своего примарха разрешение сменить курс и отправиться на помощь экспедиции. Фулгрим без промедления ответил согласием. Дети императора никогда не позволили бы себе оставить без поддержки своих братьев Астартес. Эйдалон получил кратковременное позволение и благословение примарха изменить маршрут и поддержать окруженную экспедицию. На помощь устремились и другие подразделения. Пришло сообщение о том, что Кровавые Ангелы уже в пути, а затем с 63-й экспедиции пришло и обещание солидного подкрепления от самого воителя. Группа лорда Эйдалона, первой прибывшая к месту событий, могла оказать временную поддержку в критической ситуации. Боевая баржа лорда Эйдалона присоединилась к судам 140-й экспедиции, стоящим на орбите 140-20. Эта флотилия была относительно небольшой и компактной. 18 транспортных судов, по большей части поддерживающих и эскортирующих величественную боевую баржу Мизерикорд. Боевые силы были представлены тремя ротами Кровавых Ангелов под командованием капитана Фрома и четырьмя тысячами солдат имперской армии, отлично вооруженных, но без поддержки механикумов. Матануил Август, командующий 140-й экспедицией, приветствовал лорда Эйдалона и его офицеров на борту Баркаса. Высокий, худощавый Август с раздвоенной белой бородкой выглядел раздражительным и нервным. «Я благодарен за ваш немедленный отклик, лорд Эйдалон», — сказал он. «А где Фром?» — прямо спросил Эйдалон. Август беспомощно пожал плечами. Где командир армейских дивизий, последовало еще одно неопределенное пожатие плечами. «Они все там, внизу». Внизу, на поверхности убийцы. Сверху мир казался серым туманным шаром с беспокойной атмосферой. 140-ю экспедицию к этой одиноко расположенной системе привлекли любопытные нечитаемые сигналы выносных маяков, неоспоримое и явное свидетельство разумной жизни. Особое внимание было нацелено на четвертую от Солнца планету, единственную среди всех обладавшую атмосферой. Беспилотные разведчики обнаружили многочисленные среды живых существ, но никаких откликов на посланные сигналы не поступало. В первую очередь на посадочных модулях приземлились 50 кровавых ангелов и бессредно пропали. Спокойное до сих пор состояние атмосферы в момент соприкосновения с корпусами спускаемых аппаратов сменилось яростными бурями, словно произошла аллергическая реакция. Из-за сильнейших штормов связь с поверхностью стала невозможной. Следующие 50 космодесантников спустились на поверхность, но и они словно испарились. Тогда Фром и другие офицеры флота заподозрили, что разумные существа каким-то образом управляют состоянием атмосферы 140-20 в целях самозащиты. Неистовые штормовые фронты, позже названные штормщитами, поднимаются навстречу спускаемым модулям и, возможно, уничтожают их. После этого Фром решил прибегнуть к помощи прыжковых ранцев, единственных приспособлений, которые выдерживали спуск на поверхность планеты. Третью группу он сам повел вниз, и впоследствии от него поступали только отрывочные донесения, хотя в группу входил и астропад, чтобы преодолеть искажения в окс-связи при прохождении через атмосферу. Ситуация с каждым днем становилась все тяжелее. Отряд за отрядом, команды армейских солдат и космодесантников по приказу Августа отправлялись на поверхность планеты в тщетных попытках удовлетворить бессвязные просьбы Фрома о помощи. Все они или были поглощены бурями, или бесследно исчезали под их непроницаемой пеленой. Однажды поднятые штормщиты не опускались. Не было получено ни одного отчетливого пикта с поверхности, ни детальной топографической карты местности, ни устойчивой голосовой или телепатической связи между поверхностью и орбитой. 140-20 была бездной, из которой никто не возвращался. «Нам придется действовать вслепую», — сказал Эйдолан своим офицерам. Спуск на прыжковых ранцах. «Господин, не лучше ли вам немного подождать?» — предложил Август. «Мы получили известие, что Кровавые Ангелы отправились в путь и спешат на помощь капитану Фрому. К тому же лунные волки находятся в четырех днях пути отсюда и тоже направляются к 140-20. Возможно, объединенными силами вам удастся...» Эта фраза решила все. Тарвиц прекрасно знал, что Эйдолан не намерен делиться славой с элитой воителя. Его командир с радостью решил продемонстрировать превосходство своей роты и спасти воинов легиона соперника, если термин «спасти» можно употребить в данном случае. Природа поступков и их цена говорили сами за себя. Эйдолан приказал готовиться к незамедлительной высадке. Глава 12. Естество врага. След. Предназначение деревьев. Воины мегарахниды обладали трехметровым ростом и восьмью конечностями. На нижних четырех они передвигались с ошеломительной скоростью, а четыре верхние конечности использовали как оружие. Их тела, по весу и размеру, составляющие примерно треть человеческого корпуса, были сегментированы подобно телам насекомых. Небольшое сухощавое брюшко свисало между четырех широко расставленных тонких двигательных конечностей. Массивный торс в прочной броне, от которого отходили все восемь конечностей, и плоская, широкая клинообразная голова, снабженная мощным ротовым аппаратом, издающим чирикающие звуки, тяжелым крепким гребнем над бровями и едва разречимыми глазами. Все четыре верхние конечности в точности повторяли трофей, добытый люцием в первой схватке. Металлизированное лезвие метровой длины, начинающееся сразу над суставом. Каждый участок тел мегарахнидов был надежно защищен гибкой, почти волокнистой броней серого цвета, кроме крепкого и окостеневшего хитинового гребня над головой, имевшего естественное происхождение. По мере продолжения боев, Тарвиц решил, что разгадал назначение этих гребней. Чем крупнее хитиновый нарост, тем старше и сильнее воин. Первого врага Тарвиц уничтожил выстрелами из болтера. Мегарахнид ринулся на них из зарослей внезапно задрожавшей травы и одним ударом верхней конечности обезглавил Керкарта. Даже в момент удара он казался гиперактивным пятном, словно его метаболизм и скорость жизненных процессов были гораздо быстрее, чем химические и физические процессы у генетически модифицированных воинов Кемоса. Тарвиц немедленно открыл огонь. Три заряда оставили вмятины на срединной линии, одетого броней торса, а четвертый превратил голову тваре в фонтан из белой мастики и обломков костяного гребну. Ноги мегарахнида подогнулись, царапнули землю, верхние конечности взмахнули лезвиями, и существо рухнуло. Но до этого раздался еще один звук падающего тела, обезглавленное тело Керкарта упало в красноватую пыль, а кровь еще продолжала толчками вытекать из рассеченной артерии. На этом скоротечный поединок закончился. Вся схватка заняла столько времени, сколько понадобилось несчастному Керкарту, чтобы упасть. Вслед за первым мегарахнидом появился второй. Верхние конечности неуловимым для глаз движением вырвали болтер из рук Тарвица и оставили глубокую царапину на нагрудной броне, перечеркнув изображение имперской аквилы. Это считалось страшным преступлением. Из всех легионов только детям императора, особым разрешением самого императора, было позволено носить на доспехах знак аквилы. Тарвиц отшатнулся. Вокруг него в зарослях гремели болтерные очереди и раздавались отчаянные крики, но горше всего было оскорбление. Он выхватил палаш, мгновенно активировал его и обеими руками нанес удар обидчику. Длинное тяжелое лезвие отскочило от гребня на голове чужака, и Тарвицу пришлось снова отступить, чтобы избежать столкновения с четырьмя острыми руками-лезвиями. Второй удар получился удачнее. Меч прошел рядом с гребнем и глубоко врезался в шею мегарахнида, в то место, где голова соединялась с корпусом. Грудная оболочка раскололась до самой середины, и из трещины выплюснулась блестящая струя белого ехора. Мегарахнит вздрогнул и покачнулся, чувствуя приближение гибели, а Тарвиц поспешно выдернул меч. Через мгновение мегарахнит был уже мертв. Дрожащие руки лезвия протянулись к голове Тарвица, и с обеих сторон обхватили его помертвевшее от ужаса лицо, прикрытое шлемом. Прикосновение было почти ласковым. Вовремя падения раздался отвратительный скрип, и на полированной поверхности визора появились четыре царапины от кончиков лезвий. Раздался чей-то отчаянный вопль. Болтер оглушительно палил беспрерывными очередями, и осколки расщепленных снарядами стеблей фонтанами взлетали в воздух. Третий враг выскочил из зарослей, но Тарвиц уже пришел в ярость. Развернувшись всем телом, он рассек мегарахнида в том месте, где верхняя часть туловища соединялась с нижней, между верхними и нижними конечностями. Белесая жидкость брызнула в стороны, и верхняя часть тела полетела на землю. Брюшко, болтавшееся между четырьмя ногами, продолжало двигаться вперед, пока не столкнулось с толстым стеблем и не упало. В этот момент бой закончился. Стебли травы прекратили паническую дрожь, а проклятые личинки возобновили свой свист и шипение. После 90 часов, проведенных на поверхности, они 28 раз столкнулись с мегарахнидами в зарослях гигантских трав, и семеро воинов были убиты или пропали. Они двигались вперед автоматически, словно в каком-то трансе. Не было ни руководящих указаний, ни стратегической линии. Они не смогли войти в контакт с кровавыми ангелами, как не смогли связаться со своим командиром или хоть какими-то частями экспедиции. Они просто продвигались вперед и через каждые несколько километров отражали атаки. По мнению Тарвитца, это была почти идеальная война. Она казалась простой и захватывающей, в полной мере испытывала их боевое искусство и физическую выдержку. Словно на тренировке, только под угрозой смерти. Уже через несколько дней он с удовольствием осознал, насколько повысилась концентрация его внимания с момента высоты. Его инстинкты приобрели остроту и отточенность, сравнимую с остротой вражеских рук лезвий. Каждое мгновение он был настороже, не имея возможности расслабиться или отвлечься, поскольку нападения мегарахнидов всегда были стремительными и яростными, враги появлялись словно из воздуха. Отряд шел и сражался, потом снова шел и снова сражался, не имея возможности отдохнуть или подумать. Ни раньше, ни потом Тарвицу не приходилось принимать участие в таком совершенном воинском противостоянии, не обремененном ни политикой, ни проблемами верований. Он и его товарищи были оружием императора, а мегарахниды представлялись им безусловной квинтэссенцией враждебного космоса, стоявшего на пути человечества. Почти все из оставшихся в живых Астартес теперь орудовали мечами. Для убийства мегарахнидов требовалось слишком много болтерных зарядов. Клинок оказался надежнее, если, конечно, его владелец был достаточно проворен, чтобы первым нанести удар, и достаточно силен, чтобы этот удар оказался смертельным. Не без некоторого удивления Тарвиц обнаружил, что его друг, капитан Люций, придерживается другого мнения. После очередного налета Люций похвалился, что играючи справился с врагом. «Это все равно, что сражаться сразу с четырьмя противниками», – похвалился он. Тарвиц знал, что Люций был непревзойденным мастером в бою на мечах. Там, где Тарвицу и остальным воинам приходилось трудиться изо всех сил, чтобы овладеть тем или иным приемом, Люций превращал тренировку в спектакль. К немалому разочарованию собратьев и его успехи во владении огнестрельным оружием позволяли Люцию не тратить время на стрельбище. Он с гордостью заявлял, что лично своим мечом истрепал четыре тренировочных стенда. Иногда другие мастера-фехтовальщики, вроде Экхелона и Бразенора, участвовали в его тренировках, чтобы улучшить свою технику. Говорили, что даже сам Эйдолан нередко выбирал Люция спарринг-партнером в тренировочных боях. Люций носил на поясе длинный древний меч, изготовленный в кузницах Уралса ремесленниками клана Терроват во времена Объединительных войн. Это было подлинное произведение искусства, идеально сбалансированное и закаленное. Как правило, Люций сражался в старинном стиле, надев на левую руку боевой щит. Витая рукоять меча была необычно длинной, что позволяло Люцию держать его как одной, так и двумя руками. Он то вращал мечом, словно палицей, то перехватывал меч, чтобы нанести мощный рубящий удар. Теперь он обычно привязывал щит на спину, а добытый в схватке обрубок конечности мегарахнида держал в левой руке в качестве второго меча. Острый край поверх сустава Люций обернул несколькими слоями стальной полоски, оторванной от щита, чтобы предохранить ладонь от повторного пореза. Опустив голову, он шел через бескрайние заросли гигантских трав, с радостью бросая вызов смерти. Во время двенадцатой по счету атаки Тарвиц впервые увидел, как сражается Люций. Он не отступил ни на шаг и провел серию ударов, умело блокируя все четыре лезвия мегарахнида своими двумя мечами. Тарвиц отметил три возможности нанесения прямых смертельных ударов, но Люций не то чтобы пропустил их, а намеренно не использовал. Он так надеялся на свое мастерство, что не хотел слишком быстро заканчивать бой. «Попозже мы схватим одного или двух мегарахнидов живыми», совершенно серьезно сказал он Тарвицу после схватки. «Я посажу их в тренировочные камеры. На занятиях эти существа принесут немалую пользу». «Они же ксеносы», угрюмо заметил Тарвиц. «Если я хочу хорошенько отточить свое мастерство, мне потребуется достойный противник. Мне нужна практика. Ты можешь назвать человека, который бы смог мне противостоять». «Ну это ксеносы», повторил Тарвиц. «Возможно, это проявление воли императора», предположил Люций. «Возможно, эти существа специально запущены в космос, чтобы мы могли улучшить свои боевые навыки». Тарвиц даже не пытался понять, какие мысли бродят в головах мегарахнидов, но он был совершенно уверен, что даже если у них и имеется какая-то высшая непостижимая цель, то она состоит не в роли тренажеров для людей. Лишь на короткое время он задумался, а есть ли у них язык или культура в том смысле, в каком их понимают люди? Искусство, науки, эмоции? Или все эти черты так надежно укрыты за высокотехнологичной броней, что люди не могут их ни заметить, ни различить? Есть ли у них хоть какие-то веские причины охотиться на детей императора, или они просто реагируют таким образом на посягательство на свою территорию, как бросается на обидчика пчелиный улей, если его потревожить палкой? Тарвицу даже пришло в голову, что мегарахниды могут атаковать людей и потому, что видят в представителях человечества враждебных чужаков. Ксеносов. Эта мысль ужаснула его. Не могут же мегарахниды не видеть превосходства человека по сравнению со своим собственным строением. Может, они сражаются из-за ревности? Люций ни на минуту не умолкал, подробно рассказывая о некоторых тонкостях, которым уже научился в схватках с мегарахнидами. Он даже продемонстрировал один прием, выбрав в качестве манекена стебель травы. Видишь? Подъем и поворот. Подъем и поворот. Удар наносится сверху и идет внутрь. Против человека он не пригодится, но здесь как раз подойдет. Я думаю, надо составить специальное руководство. Прием будет называться «Удар Люция». Как ты считаешь, неплохо звучит? Прекрасно, ответил Тарвиц. Я что-то нашел! Раздался голос на канале Вокс-связи. Это был голос Сакиана, и друзья поспешили к нему. В почти непроходимых зарослях гигантской травы он неожиданно обнаружил удивительную поляну. Толстые стебли раступились и открыли обширное пространство голой красноватой земли в несколько квадратных километров. «Что же это такое?» спросил Балли. Тарвиц хотел сказать, что поляна могла быть расчищена намеренно, но никаких признаков когда-либо росшей на ней травы не было заметно. Со всех сторон поляну окружал высокий шерестящий травяной лес. Один за другим Астартес вышли на открытое пространство. В густых зарослях было почти незаметно, что группа движется в каком-то направлении, поскольку местность со всех сторон казалась одинаковой. Эта прогалина оказалась нежданной отметиной, сбивающей с толку неожиданностью. «Смотрите сюда!» позвал их Сакиан. Он отошел метров на двадцать от края травы и опустился на колени, что-то рассматривая. Тарвиц понял, что их позвали не только из-за перемены в окружающем ландшафте. «Что там такое?» крикнул Тарвиц, торопливо приближаясь к Сакиану. «Капитан, кажется, я понял», — ответил Сакиан. «Но не хочу говорить. Я обнаружил это на земле». Сакиан поднял предмет, чтобы Тарвиц мог его хорошенько рассмотреть. Это был вогнутый кусок тонированного тройного стекла, слегка закругленный по краям, примерно по девять сантиметров с каждой стороны. Края были сплющены и явно обработаны машиной. Тарвиц сразу понял, что перед ним, поскольку смотрел через пару таких же приспособлений. Найденный предмет был частью визора и шлема космодесантника. Какая же сила смогла вырвать его из керамитовой оправы? «Это то, о чем ты подумал», — сказал Тарвиц. «Но это не наш». «Нет, думаю, что не наш. Контур немного отличается. Это Марк 3». «Значит, кровавых ангелов?» «Да, кровавые ангелы». Обнаружилось первое физическое доказательство чьего-то еще присутствия, кроме них. «Посмотрите вокруг», — приказал Тарвиц. «Внимательно поищите на земле». Отряд десять минут занимался поисками. Больше ничего не нашли. Над головами, словно привлеченный их остановкой, стал сгущаться особенно крупный штормщит. Ослепительные зигзаги молнии срывались с краев тяжелых туч. Свет стал желтоватым, а в наушниках вокс-связи запищали и затрещали грозовые помехи. «Мы здесь совершенно беззащитны», — пробормотал Балли. «Надо забираться обратно в лес». Тарвиц удивился. Балли серьезно считает, что в травяном лесу они находились в безопасности? Длинные разветвленные копии ослепительных желтовато-белых молний вонзались в почву и обжигали ее своими разрядами. Хотя каждая из них существовала всего доли секунды, они казались плотными и осязаемыми, как все физические предметы, как каменные грибы-деревья, усыпанные шипами. Молнии попали в троих космодесантников, включая и Люция. Доспехи Марк 4 выдержали, и разряды не причинили никакого вреда. Астартес встряхнулись от ощутимого толчка, а потом со смехом разглядывали гирлянды голубых потрескивающих огоньков, обвивавших доспехи еще несколько секунд после разряда. «Балли прав», — сказал Люций, и его голос на канале Вокс-связи после удара молнии на время стал едва слышным. «Я хочу обратно в лес, хочу охотиться, я уже 20 минут никого не убивал». Несколько стоявших рядом воинов шумно приветствовали намеренно задиристый тон боевого брата и застучали кулаками по доспехам. Тарвит снова попытался связаться с лордом Эйдоланом, или еще с кем-нибудь, но буря все еще блокировала передатчик. Он считал, что небольшой отряд оставшихся космодесантников не должен разделяться, но бравада Люция его насторожила. «Можете поступать так, как считаете нужным, капитан. Я собираюсь выяснить, что там такое». Раздраженно сказал он Люцию и махнул рукой. На противоположном конце поляны, в трех или четырех километрах, над зарослями виднелись большие белые шары. «Еще какие-то деревья», — бросил Люций. «Да, но...» «Ну, хорошо, хорошо», — уступил Люций. Под руководством Тарвитца и Люция теперь осталось всего 22 космодесантника. Они разошлись в свободную цепь и стали пересекать поляну. Открытое пространство, по крайней мере, давало возможность издали заметить приближение мегарахнитов. Тем временем буря все усиливалась. Еще пятеро получили удары молний. Одного, Улзараса, буквально сбило с ног. В тех местах, где молнии ударяли в землю, они видели оплавленные до состояния стеклократеры, словно после попадания боевых ракет. Шторм-щит, казалось, опускался на них громадной крышкой, спрессовывал воздух и сжимал воздушными тисками. Мегарахниды сначала выскакивали из зарослей по одному и по двое. Кац первым их заметил и окликнул братьев. Серые силуэты продолжали мелькать у края зарослей, то выбегая на поляну, то исчезая в траве. А затем все мегарахниды выскочили на открытое пространство и устремились к отряду Астартес. «Терра!» хрипло воскликнул Люций. «Вот это будет настоящий бой!» Ксеносов набралось не меньше сотни. Они с громким чириканьем сомкнули ряды и окружили космодесантников со всех сторон. Образовавшееся кольцо ощетинилось мелькающими руками лезвиями. «Встаем в круг!» спокойно скомандовал Тарвиц. «Болтеры на изготовку!» Он выхватил свой меч и воткнул его кончиком в землю у самых ног, а затем поднял Болтер. Остальные последовали его примеру. Боковым зрением Тарвиц отметил, что Люций продолжает сжимать в руках пару мечей. Поток мегарахнидов заслонил землю, серое кольцо сомкнулось вокруг горстки детей императора. «Всем приготовиться!» скомандовал Тарвиц. Люций, держа по бокам поднятые мечи, с радостью позволил приятелю командовать боем. Кольцо врагов смыкалось все туже, и теперь, кроме беспрестанно отривистого чириканья, люди услышали сухой треск, топот четырех сотен ног. Тарвиц кивнул Балли лучшему стрелку в отряде. «Очередь за тобой!» сказал он. «Спасибо, сэр!» Балли поднял болтер и прицелился. «С десяти метров!» скомандовал он. «Стрелять, пока не кончатся заряды!» «А потом перейдем на мечи», добавил Тарвиц. Едва сужающийся круг мегарахнидов приблизился на десять с половиной метров. Балли крикнул «Огонь!» и круг космодесантников словно взорвался. Залп, несмотря на бурю, прокатился оглушительным раскатистым громом. Первые ряды противников отбросило снарядами. Большая часть мегарахнидов попадала на землю. Кого-то из них разорвало пополам, кто-то просто разлетелся на куски. В воздух полетели поблескивающие цинком обломки оболочек. Как и было приказано, космодесантники стреляли до тех пор, пока не кончились заряды, а затем встретили натиск врага поднятыми мечами. Мегарахниды нахлынули, словно прилив на утес. Грохот выстрелов сменился резким металлическим лязгом скрестившихся клинков. На мгновение взгляд Тарвица выхватил Люция, ринувшегося навстречу врагам с поднятыми мечами. Отличный фехтовальщик ловко наносил удары то сверху, то сбоку. Весь бой длился не дольше трех минут. По интенсивности он мог сравниться с двухчасовым сражением. Еще пятеро космодесантников были убиты. На Красной Земле остались лежать десятки обезглавленных или разрубленных мегарахнидов. Позже, пытаясь восстановить ход битвы, Тарвиц не мог вспомнить ни одного отдельного эпизода. После того, как он бросил разряженный болтер и поднял палаш, все вокруг слилось в сплошное мелькание стали. Он напомнился от боли в натруженных руках и ногах с залитыми клейкой массой доспехами. Мегарахниды отпрянули и стали отступать. «Перегруппироваться! Перезарядить оружие!» Услышал Тарвиц собственный крик. «Вверх! Смотрите вверх!» Завопил Кац. Тарвиц поднял голову. Из тяжелых грозовых туч на них падали еще какие-то существа. Как оказалось, у мегарахнидов имелась еще одна биологическая разновидность. Летающие существа снижались на длинных блестящих крыльях, махая ими так часто, что казались размытыми пятнами и испускали резкий дребезжащий звук. Тела этих чудовищ имели черную окраску и были гораздо длиннее, чем у их пеших собратьев. Длинные тонкие ноги были опущены вниз наподобие железных шасси. Крылатые особи нападали на людей с воздуха. Они резко пикировали и цепкими крючьями на ногах хватали воинов за доспехи. Космодесантники отмахивались от них мечами, стреляли, пытались увернуться, но уже через несколько секунд четыре или пять кричащих и извивающихся солдат были подняты в штормовое небо. Единый строй был сломан. В попытках увернуться от падающих с неба врагов люди бросились в рассыпную. Тарвиц командовал, стараясь восстановить порядок, но и сам сознавал тщетность своих приказов. Гудение крыльев раздалось над его головой, и Тарвиц был вынужден припасть к самой земле, чтобы не попасть в лапы врага. Уголком глаза он успел заметить на черной голове гребень, оканчивающийся длинным острым крючком. Еще один летающий мегарахнит прожужжал мимо. Раздался выстрел Болтера. Тарвиц, все еще лежа на земле, попытался достать противника мечом. Дребежащее гудение крыльев было таким громким, что у космодесантника завибрировала диафрагма. Он поднялся и ткнул мечом вверх, так что летающее существо перевернулось и беспомощно ударилось о землю. В следующий миг оно неуловимым движением перевернулось, взлетело, и острые когти унесли в небо ближайшего воина. Очередной противник вцепился в Люция. Он подлетел сзади, вцепился в спину и уже поднимал капитана над землей. Тарвиц с поднятым мечом бросился на выручку, но летающий мегарахнит нанес удар одной из ног, и оружие, кувыркаясь, полетело на землю. Тарвиц вцепился в Люция. «Прыгай! Прыгай!» завопил Люций. Когти мегарахнида вонзились в привязанный за спиной щит, и Тарвиц, извернувшись, достал одной рукой кинжал и ударил лезвием по креплению. Ремни лопнули, и Люций с Тарвицем рухнули на красную землю с 10-ти метровой высоты. Летающие мегарахниды повернули назад, унося с собой девятерых космодесантников. Они направлялись к белым шарам, выделявшимся на фоне зарослей. Тарвицу не пришлось отдавать приказ. Все оставшиеся воины с предельной скоростью ринулись вслед за удалявшимися точками. Они догнали их на дальнем краю поляны. Белые шары, образованные длинными шипами, были не просто деревьями, и теперь Люцию стало понятно их назначение. Тела схваченных космодесантников были насажены на шипы, и крепко удерживались в неподвижном состоянии, давая возможность мегарахнидам спокойно поесть. Существа непринужденно расселись на каменных деревьях. Их крылья остановились, и можно было увидеть блестящие прозрачные полоски, сложенные вдоль тела, словно пластины слегка окрашенного стекла. Мегарахниды при помощи крючев на голове вскрывали доспехи и выедали плоть. Тарвиц и его товарищи в ужасе остановились, и беспомощно смотрели на эту сцену. Алая кровь капала с белых шипов и стекала под толстым известковым стволом. На страшных деревьях были не только их братья. Там были и другие тела, уже объеденные и высохшие до состояния мумий. Обломки красных доспехов покачивались на шипах и валялись под деревьями. Наконец они узнали, что произошло с Кровавыми Ангелами. Глава 13. Во время перехода плохая поэзия, секреты. За 12 недель перехода от 63.19 к 140.20 Локен пришел к выводу, что Зиндерман его избегает. Он полностью погрузился в изучение бесчисленных материалов третьего зала архива. Итератор почти все время проводил в металлическом кресле-подъемнике за чтением древних текстов, хранившихся на верхних полках самого темного бокового крыла архива. Здесь не было заметно никаких признаков активной деятельности. Даже сервиторы, разносящие книги, редко заглядывали в этот угол. Из чего Локен мог заключить, что составленные здесь материалы не представляют большого интереса для рядового ученого. Зиндерман не слышал шагов капитана. Его вниманием полностью завладел хрупкий старинный манускрипт, освещенный встроенной в спинку кресла лампой. «Привет», – прошептал Локен. Зиндерман поднял голову и увидел Локена. Он даже немного поморгал, словно очнувшись от глубокого сна. «Гарвель», – прошептал он. «Подожди минутку». Зиндерман отложил манускрипт обратно на полку, но несколько других книг так и осталось лежать в кармане кресла. Локен заметил, что руки итератора дрожали, пока он ставил манускрипт на место. Наконец он передвинул латунный рычаг на подлокотнике, и металлические ножки кресла с негромким шипением сложились, опустив сидение на обычный уровень. Локен шагнул вперед и помог итератору подняться. «Спасибо, Гарвель. Что вы здесь делаете так долго?» – спросил Локен. «Ты и сам знаешь. Читаю. Что вы читаете?» Зиндерман скользнул виноватым, как показалось Локену, взглядом по стопке книг, оставленных в боковом кармане кресла. То ли виноватым, то ли смущенным. «Признаюсь», – отвечал Зиндерман, – «что искал утешение в некоторых безнадежно устаревших текстах. Это были фантастические произведения до объединительного периода и кое-какие стихи. Просто разрозненные обрывки, ведь от тех времен мало что осталось. Но за их чтением я обрел некоторое спокойствие». «Можно посмотреть?» – спросил Локен. «Конечно», – кивнул Зиндерман. Локен присел на латунное кресло, жалобно скрипнувшее под его весом. Достал из бокового кармана несколько старых книг и стал их рассматривать. Книги выглядели потрепанными и пожелтевшими, хотя было заметно, что некоторые из них переплетены и подшиты заново, перед тем, как отправиться в хранилище. «Золотой век суматуранской поэзии», – прочитал Локен. «Народное сказание старой Москвы. Что это? Хроники Урша. Необузданные фантазии и кровавые истории с небольшими вкраплениями прекрасных лирических стихов». Локен достал еще один, очень тяжелый фолиант. «Тирания пан-пасифика». Прочел он заглавие и перевернул обложку, чтобы посмотреть на титульный лист. Эпическая поэма в девяти песнях, воспевающая правление Нартона Дума. Звучит довольно скучно. Поэма действительно заумная и требует некоторых усилий при чтении, а местами и вовсе не пристойная. Произведение экзальтированного автора, который пытался представить историю в своей собственной интерпретации и выдать желаемое за действительность. Мне она очень понравилась. В детстве я часто читал такие книги, словно волшебные сказки из другого времени. Из лучшего времени». Зиндерман качнул головой. «О, Терра, нет, конечно, из ужасного, жестокого и озлобленного века, когда мы погружались в омут невежества и не знали, что скоро придет Император и остановит наше падение. Но они успокаивают вас? Они напоминают мне о детстве, что и приносит спокойствие». «А вы нуждаетесь в успокоении?» – спросил Локен, укладывая книги обратно в карман и заглядывая в глаза пожилого Итератора. «Я почти не видел вас с тех пор. Как мы встречались в горах?» С печальной улыбкой закончил за него Зиндерман. «Верно. Я посетил несколько занятий, чтобы послушать, как вы поучаете молодых Итераторов. Но всякий раз вместо вас выступал кто-то другой. Как вы себя чувствуете?» «Признаю», – пожал плечами Зиндерман, «бывали времена и получше». «Ваши раны еще...» «Мое тело исцелилось, Гарвель, но...» Зиндерман искривленным пальцем потер висок. «Я в растерянности. Даже не знаю, как это объяснить. Огонь в моей душе погас, но он снова разгорится. А пока я довольствуюсь своим собственным обществом и стараюсь понравиться». Локен окинул старого Итератора внимательным взглядом. Он казался таким хрупким, словно птенец, бледный с тонкой длинной шеей. С момента сражения в шепчущих вершинах прошло девять недель, и большую часть этого времени занял переход через вар. Локен начал примиряться с тем, что произошло тогда, но при виде Итератора боль тотчас напомнила о себе. Он мог заставить себя забыть о ней. Он был Астартес, но Зиндерман простой смертный и не так легко восстанавливается. «Я бы хотел вам…» Зиндерман поднял руку. «Прошу тебя, сам Воитель был так добр, что лично поговорил со мной о том случае. Я понял, что там произошло, и стал мудрее». Локен поднялся с кресла и предоставил Зиндерману занять его место. Итератор с благодарностью опустился на сидение. «Он держит меня при себе», — сказал Локен. «Кто держит?» «Воитель». «Он взял с собой меня и десятую роту в ту экспедицию, чтобы держать меня поблизости. Так он может за мной наблюдать». «А почему?» «Потому что я видел то, чего кроме меня не видел почти никто. Я видел, что может варп сотворить с человеком, если не соблюдать осторожность». «Тогда наш любимый командир очень мудро поступает, Гарви. Он не только предоставил тебе возможность занять мысли чем-то другим, но и позволил снова обрести былую уверенность в бою. Зиндерман снова поднялся с кресла и заковылял вдоль ряда полок, легонько касаясь корешков книг тонкой рукой. По его походке Локен понял, что до полного исцеления тела еще далеко, хотя Зиндерман и утверждал обратное. Итератор, похоже, снова полностью увлекся книгами. Локен немного подождал. «Я должен идти», — наконец произнес он. «Надо еще кое-что сделать». Зиндерман улыбнулся и на прощание помахал Локену кончиками пальцев. «Я рад был повидать вас», — сказал Локен. «Мы слишком долго не общались». «Да, долго». «Через день или два я снова приду. Возможно, послушаю ваше выступление». «Я хорошенько подготовлюсь». Локен вынул книгу из корзины. «Так вы говорите, они успокаивают?» «Да. Можно я возьму одну на время?» «Если только обещаешь принести обратно». «Что ты вытащил?» Зиндерман взял книгу из рук Локена. «Суматуранская поэзия?» «Не думаю, что тебя устроит». «Возьми лучшее». Зиндерман вытащил другой том. «Хроники Урша». «Сорок глав, и во всех описывается жестокое правление Калагана». «Тебе понравится?» «Кровавое сражение с множеством погибших». «А поэзию оставь мне». Локен взглянул на книгу и сунул ее под мышку. «Спасибо за совет. Если вам нравится поэзия, у меня кое-что имеется». «В самом деле?» «Один из ретописцев». «Ах, да», – кивнул Зиндерман. «Каркази, мне говорили, что ты проявлял к нему интерес». «Это была услуга другу». «А под другом ты подразумеваешь Мерсади Олитон?» Локен рассмеялся. «Вы говорили, что несколько недель довольствуетесь собственным обществом, однако знаете все и обо всех. Это моя работа. Младшие собратья не дают мне отстать. Как я понял, ты немного приблизил ее к себе, в качестве личного летописца. Это плохо?» «Нет, что ты», – Зиндерман улыбнулся. «Так и должно быть. Используй ее, Гарвель, и пусть она использует тебя. Возможно, когда-нибудь в имперском архиве появятся книги получше, чем эти жалкие реликвии. Каркази должны были отправить обратно. Я поручился за него, и теперь мне приходится просматривать все его работы. А я в этом ничего не смыслю. «Поэзия – это не мое занятие. Могу я принести его стихи вам?» «Конечно». Локен повернулся, чтобы уйти. «А что за книгу вы поставили на полку?» – спросил он напоследок. «Что?» «Когда я подошел, эти книги уже лежали в кармане кресла, а вы, как мне показалось, изучали какой-то другой том. Вы поставили его на полку. Что это было?» «Плохая поэзия», – ответил Зиндерман. Для перехода к убийце флотилия снялась с якоря раньше, чем через неделю после событий в шепчущих вершинах. Просьбы о помощи к тому времени стали такими настойчивыми, что вопрос о следующем пункте назначения 63-й экспедиции стал неуместным. Воитель настоял на немедленной отправке десяти род под его личным руководством, а Варваруса оставил командовать уходом с 63-19 основных сил флотилии. Поскольку в число избранных подразделений входила и 10-я рота, мысли Локена были слишком заняты приготовлениями к переходу, чтобы надолго останавливаться на произошедшем несчастье. Такая занятость казалась облегчением. В некоторых подразделениях необходимо было сменить командира, где-то требовалось пополнение из числа скаутов легиона и запасных добровольцев. Локен должен был восполнить потери, понесенные отделениями Хелебора и Брейкспура, а это означало поиск новых кандидатов и принятие решений, которые могли полностью изменить жизнь человека. Кто из них лучший? Кому предоставить шанс получить полный статус Астартес? В этих важных занятиях Локену помогали Таргадон и Оксимант, и он был очень благодарен им за поддержку и советы. Маленький Хорус, к примеру, имел отличное чутье на кандидатов. Там, где Локен не замечал ничего особенного, он распознавал внутреннюю силу человека и, наоборот, замечал скрытые недостатки, если ему случалось что-то пропустить. Локен стал подозревать, что избрание Аксиманда в Марниваль во многом произошло благодаря его удивительным аналитическим способностям. Локен вызвался лично разобрать вещи в спальнях погибших воинов. «Мы с Випусом и сами с этим справимся», – предложил Таргадон. «Не стоит тебе лишний раз расстраиваться». «Я хочу этим заняться», – возразил Локен. «Это мой долг». «Оставь его, Тарик», – вступился Оксимант. «Он прав. Он сам должен это сделать». Впервые Локен ощутил теплое чувство по отношению к маленькому Хорусу. Ему и в голову никогда не приходило, что они могут сблизиться. То, что поначалу казалось ему безразличием, упрямством и скрытностью, на деле оказалось спокойствием, мудростью и настойчивостью. Во время уборки в чистых и паспартанских скромных спальнях воинов Локен сделал одно открытие. Там почти не было личных вещей. Немного одежды, несколько трофеев, да небольшие, туго свернутые листки с особыми обетами, которые обычно хранились в полотненных футлярах под жесткими койками. Среди скудных пожитков к Совье Джубала Локен обнаружил маленький серебряный медальон, не привязанный ни к цепочке, ни даже к простому шнурку. Размером он был с монету, и на одной стороне была выгравирована волчья голова на фоне полумесяца. «Что это?» – спросил Локен, пришедшего вместе с ним Нера. «Я не могу сказать, Гарви. Мне кажется, я знаю», – заметил Локен, слегка разочарованный и равнодушным ответом приятеля. «И думаю, ты тоже знаешь». «Я не могу сказать, правда». «Тогда догадайся», – бросил Локен. Випус внезапно очень заинтересовался, насколько удачно приживается недавно имплантированная кисть. «Нера». «Возможно, это медальон братства, Гарви», – смущенно ответил Випус. «Я не могу сказать точно». «Вот и я так думаю», – сказал Локен, подбрасывая медальон на ладони. «Значит, Джубал был членом братства, не так ли?» «Ну и что с того?» «Ты знаешь мое отношение к этим вопросам», – заметил Локен. Официально адептус Астартес не объединялись ни в какие ложи или братства. Все знали, что подобные общества были не по вкусу императору. Он считал, что мелкие замкнутые организации слишком близки к культовым течениям, и от них всего один шаг до таких сект, как кредо императора или божественное откровение, которые пытались возвести возлюбленного императора в ранг божества. Но разного рода тайные и скрытые общества все же существовали в легионах космодесанта. Ходили слухи, что довольно долго они были очень активными в 16-м легионе. Лет 60 назад лунные волки вместе с 17-м легионом Несущих Слово участвовали в покорении мира под названием Давин. Этот дикий мир находился под контролем удивительной касты военных, чье жестокое благородство заслужило уважение космодесантников, посланных на усмирение враждующих между собой кланов. Воины-давиниты правили населением при помощи целой системы воинских лож, религиозных объединений, посвященных различным хищникам того мира. При невольном культурном обмене между представителями двух миров, такая практика почти полностью была воспринята некоторыми регионами. Как-то раз Локен спросил Зиндермана об этих ложах. «Они достаточно безвредны», — ответил ему итератор. «Воины часто объединяются в разного рода братства. Они пытаются противопоставить товарищеские отношения командной иерархии, независимо от ранга и должности. Что-то вроде внутренних связей, основа верности, которая действует вне зависимости от официальных отношений». Локен вряд ли мог с уверенностью сказать, что понимает наличие каких-то отношений, которые могут не согласовываться с официальной иерархией, но само это понятие ему было неприятным. Это было неправильно, если не сказать больше. В самой скрытности этих организаций могли появиться ростки предательства. Да и одного неодобрения императора было достаточно, чтобы считать неофициальные братства вредными. «Конечно», — добавил тогда Зиндерман, «я не могу с уверенностью утверждать, что ложи существуют и сейчас». Вредно это или нет, но Локен всегда давал понять, что ни один Астартес, который намерен служить в его роте, не должен иметь ничего общего с тайными обществами. До сих пор в Десятой роте не было никаких признаков тайных обществ. А теперь вот всплыл этот медальон. Медальон ложи, принадлежавший воину, который превратился в демона и убил своих братьев. Открытие сильно встревожило Локена. Випусу он приказал довести до сведения каждого солдата в роте, что в случае обладания хоть малейшей информацией о деятельности ложь, человек должен подойти и поговорить с ним. Если понадобится, то с глазу на глаз. На следующий день, когда он вернулся в спальню, чтобы закончить разборку собранных личных вещей, обнаружилось, что медальон исчез. В последние дни перед началом очередного похода, Мерсаде Олитон несколько раз подходила к Локену с просьбой разобраться в случае с Каркази. Он помнил ее обращение с той же проблемой в день возвращения из рейда по шепчущим вершинам, но тогда он был слишком расстроен, чтобы что-то предпринять. Локена ничуть не беспокоила судьба Литописца, да еще настолько глупого, чтобы навлечь на себя недовольство со стороны командования. Но проблема предоставляла возможность отвлечься, а Локену только это и было надо. После консультации с Малагарстом он сообщил Мерсаде, что постарается выполнить ее просьбу. Игнаций Каркази был поэтом и, как выяснилось, законченным глупцом. Он не понимал, когда необходимо заткнуться. Во время посещения 63-19 он улизнул из разрешенного для осмотра района, напился вдрызг и распустил язык настолько, что был почти до смерти избит солдатами армии императора из похоронной команды. «Его обещали выслать», — сказала Мерсаде, «с позором отправить обратно на Терру и лишить сертификата. Так нельзя, капитан, Игнаций хороший человек». «В самом деле?» «Нет, вы правы, он несчастный человек, грубый, упрямый, раздражительный, но он великий поэт, несмотря на все его недостатки, и он никогда не лжет, даже когда его бьют». Даже после того, как Игнаций Карказин настолько оправился от побоев, что был переведен из реанимации корабельного госпиталя в обычную палату, он представлял поучительное, хоть и неприятное зрелище. При виде вошедшего Локена он поднялся, и следы побоев стали видны особенно отчетливо. «Капитан, сэр», — заговорил Игнаций, «я благодарен, что вы заинтересовались моей ничтожной персоной». «У вас очень настойчивые друзья», — ответил Локен. «Оритон и Кейлер тоже». «Капитан Локен, я и не подозревал, что у меня есть настойчивые друзья. Вернее сказать, я вообще не имел понятия, что у меня имеются хоть какие-то друзья. Мерсаде очень добра, и я уверен, вы и сами это поняли. Эуфратия, я слышал, она попала в какую-то неприятную историю». «Так и было». «Как она? Не пострадала?» «С ней все в порядке», — ответил Локен, хотя не имел ни малейшего представления о состоянии Кейлера. Он не виделся с ней, только получил записку с просьбой помочь в деле Каркази. Локен подозревал, что это заслуга Мерсаде. Игнаций Каркази обладал внушительной фигурой, но он перенес жестокое нападение. Лицо все еще оставалось опухшим, а заживающие кровоподтеки раскрасили его желтыми пятнами под леопарда. Набрякшие кровью веки не поднимались до конца, оставляя глаза полузакрытыми. Было очевидно, что каждое движение дается ему с трудом и причиняет боль. «Насколько я понял, вы привыкли говорить откровенно», — сказал Локен. «Пытаетесь бороться с предрассудками?» «Да, да», — покачивая головой, согласился Каркази. «Но я постараюсь с этим справиться, обещаю вам». «От вас решили избавиться. Вас хотят отослать домой, поскольку начальство считает, будто вы позорите Орден Летописцев. Капитан, я способен опозорить кого угодно, если даже просто встану рядом». Локен не удержался от улыбки. Этот человек начинал ему нравиться. «Я разговаривал о вас с советником воителя», — продолжил он. «Есть возможность взять вас на поруки. Если кто-то из старших Астартес вроде меня согласится за вас поручиться, вы сможете остаться в экспедиции». «Есть еще какие-то условия?» — спросил Каркази. «Конечно, есть. Но сначала я бы хотел услышать, есть ли у вас желание остаться». «Я хочу остаться. Великая терра, капитан. Я совершил ошибку, но я не хочу покидать флотилию. Я хочу стать частью происходящего». Локен кивнул. Мерсади так и говорила. «Малагарс тоже, по-видимому, питает к вам слабость. По-моему, ему нравятся неудачники». «Сэр, большего неудачника, чем я, вряд ли можно отыскать». «А теперь обговорим условия», — сказал Локен. «Постарайтесь их выполнить, иначе я отзову свое поручительство, и следующие сорок месяцев вы проведете на транспорте по дороге к Терри. Во-первых, вам придется пересмотреть свои привычки». «Я сделаю это, сэр, обязательно». «Во-вторых, каждые три дня, если позволят мои обязанности, вы будете передо мной отчитываться и предоставлять копию всего, что написали». «Всего, понятно?» «Как произведений, предназначенных для печати, так и всех прочих заметок». «Ни одно слово не должно пройти мимо меня. Вам придется регулярно выворачивать передо мной в свою душу». «Я обещаю вам это, капитан, хотя должен предупредить, впечатление будет ужасным. Душа у меня косоглазая, горбатая и косолапая». «Я видел много ужасного», – заверил его Локен. «И третье условие. У вас есть привычка лгать?» «Нет, сэр, чего нет, того нет». «Вот это я и надеялся услышать. Вы должны говорить неправду, непреукрашенную и неотретушированную. За это вас считают негодяем. Вы говорите то, о чем остальные сказать не осмеливаются». Каркази пожал плечами и тотчас застонал от боли. «Капитан, я в растерянности. Если я соглашусь, это не уменьшит мои шансы остаться. Сначала придется ответить». «Капитан Локен, я всегда, всегда говорю то, что думаю, хотя иногда за это довольно сильно бьют. Но я от души презираю тех, кто намеренно лжет или не договаривает всей правды». Локен снова кивнул. «Так что же вы такого наговорили, летописец? Чем вы так сильно вывели из себя честных имперских солдат, что они набросились на вас с кулаками?» Каркази откашлялся и поморщился. «Я сказал, сэр, я сказал, что империум не будет существовать вечно. Я говорил, что ни одно сооружение не может стоять вечно, независимо от того, насколько крепко оно построено. Я говорил, что ради выживания нам всегда придется сражаться». Локен молчал. Каркази поднялся на ноги. «Сэр, это был правильный ответ?» «А есть ли вообще правильные ответы?» Спросил Локен. «Мне знакома эта ситуация. Не так давно один из офицеров имперских кулаков заявил мне примерно то же самое. Он воспользовался другими словами, но смысл был тот же самый. Но его не отослали на терру. Локен усмехнулся своим мыслям. «Теперь, когда я об этом вспомнил, он действительно на пути домой, но совершенно по другой причине». Взгляд Локена снова обратился к Каркази. «Так вот мое третье условие. Я поручусь за вас и возьму под свое покровительство, но взамен вы будете по-прежнему говорить правду». «Вот как? А вы уверены, что вам этого хочется?» «Правда – это все, что у нас есть в Карказе. Только способность сознавать истину отличает нас от ксеносов и предателей. Как будут судить о нас потомки, если не смогут прочесть правдивых книг?» «Насколько я слышал, именно ради этого был основан Орден Летописцев. Пока вы будете говорить мне уродливую и неприятную правду, я буду оказывать вам покровительство». После странного и смущающего разговора с Кириллом Зиндерманом в архиве, Локен по галерее направился к средней части корабля, где обычно собирались летописцы. Каркази, как обычно, поджидал его под высокой аркой у самого входа. Это было их привычное место встреч. Из открывающегося за аркой зала доносили звуки голосов, смех и музыка. Под аркой то и дело проходили люди, в основном летописцы, но также и кое-кто из военных и обслуживающего персонала. Частенько все они образовывали шумные группы и на ходу что-то оживленно обсуждали. Обширное помещение, далеко не единственное на огромном флагманском корабле, первоначально было предназначено для общих собраний, официальных выступлений и воинских церемоний. Но как только командование осознало, что летописцев невозможно исключить из общественной жизни экспедиции, этот зал был отдан для их сборищ. Общество собиралось самое недисциплинированное и неорганизованное, словно под строгими сводами главного военного судна развернулся небольшой карнавал. Во всем империуме были отмечены подобные нововведения, как только стало понятно, что командованию военных флотилий придется смириться с неудобствами, причиняемыми множеством свободномыслящих служителей искусств. По самой своей природе, летописцы не могли подчиняться царившей на судах строгой воинской дисциплине. Они испытывали непреодолимое желание встречаться, спорить и пьянствовать. Предоставив им для этих целей помещение, командиры надеялись хотя бы локализовать их активность в определенном месте. Этот зал постепенно стали называть убежищем, а проводимые в нем собрания приобрели сомнительную репутацию. Локен никогда не испытывал желания входить внутрь и настоял на том, чтобы карказе ждал у входа. Капитану было непривычно слышать в торжественных глубинах духомщения, взрывы непринужденного смеха и изысканную музыку. При виде подошедшего капитана карказе приветливо кивнул. За семь недель, прошедших с начала перехода, его раны почти полностью зажили и синяков уже не было заметно. Летописец протянул Локену лист бумаги с отпечатанным текстом. Остальные летописцы, проходя мимо, посматривали на капитана космодесантников с удивлением и любопытством. «Моя последняя работа», – произнес карказе, – «как мы и договаривались». «Спасибо, встретимся через три дня». «Капитан, есть кое-что еще», – остановил его карказе и протянул электронный блокнот. Летописец включил устройство, и на экране появились пикты. Красиво скомпонованные снимки самого Локена и его десятой роты, готовой к погрузке на штурмкатер. «Знамя, шеренги воинов, а вот и он сам, приносящий особый обед перед Таргостом и Сидире, марнивальцы». «Эуфратия попросила меня передать вам», – сказал карказе. «Как она?» – спросил Локен. «Не знаю, капитан», – ответил карказе. «Никто из нас давно ее не видел. Она стала слишком замкнутой после...» «После?» «После шепчущих вершин». «Что она об этом рассказывала?» «Ничего, сэр. Она говорит, что рассказывать не о чем. Она сказала, что первый капитан велел ей ничего не рассказывать». «В этом она права. А снимки отличные. Поблагодари ее, Игнаций. Передай мою благодарность, Кииллер. Я с радостью сохраню эти пикты». Карказе слегка поклонился и направился в убежище. «Карказе, сэр, прошу тебя, присмотри за Кииллер. Ради меня. И ты, и Олитон. Последите, чтобы она не оставалась в одиночестве слишком часто». «Хорошо, капитан. Я постараюсь». На шестой неделе перехода, когда Локен гонял новобранцев по тренировочному залу, к нему подошел Аксимант. Хроники Урша удивленно пробормотал он, заглянув в открытую книгу, оставленную Локеном возле тренировочного мата. «Мне нравится», – отозвался Локен. «Я с удовольствием прочел ее в детстве», – сказал Аксимант. «Хотя, должен сказать, это довольно вульгарное произведение». «Надо думать, потому оно мне и нравится», – ответил Локен. «Чем я могу тебе помочь?» «Хотел с тобой поговорить», – сказал Аксимант. «О личном деле». Локен нахмурился. Аксимант протянул ему открытую ладонь, а на ней блеснул серебряный медальон. «Я бы хотел, чтобы ты беспристрастно во всем разобрался», – продолжил Аксимант, когда они закрылись в личной оружейной Локене. «Окажи мне такую услугу». «Тебе известно мое отношение к деятельности любых лож?» «Да, меня об этом предупредили. Я восхищаюсь твоей безупречностью, но в ложах нет никакого скрытого злого умысла. В этом я даю тебе слово, и надеюсь, это что-то для тебя значит». «Ты прав. А кто рассказал тебе о моей находке?» «Не могу сказать. Гарвель, сегодня вечером назначена встреча членов ложи, и я хочу пригласить тебя в качестве моего гостя. Мы с радостью примем тебя в наше братство». «Не уверен, что я этого хочу». Аксимант кивнул. «Понимаю, на тебя не налагаются никакие обязательства. Приходи, наблюдай, смотри сам и решай сам». Локен ничего не ответил. «Это просто встреча братьев», – продолжал Аксимант. «Братство воинов, последователей двух течений и без учета званий». «Мне так и говорили. После несчастья в шепчущих вершинах у нас появилось свободное место. Мы бы хотели, чтобы ты его занял». «Свободное место?» – переспросил Локен. «Ты имеешь в виду Джубала?» «Я видел его медальон». «Ты пойдешь со мной?» – настаивал Аксимант. «Только потому, что приглашение исходит от тебя», – ответил Локен. Глава четырнадцатая. «Рубка деревьев-убийц. Индустрия мегарахнидов. Счастлив познакомиться». Висящие на деревьях братья были обречены. И спасти их уже невозможно, но Тарвиц не мог оставить воинов неотмщенные. Вид их беспомощных распятых тел застилал глаза ненавистью и подрывал честь региона. Тарвиц собрал все оставшиеся заряды у выживших солдат и вместе с Балли и Сакианом направился к деревьям. Люций остался на месте. «Ты собираешься сделать глупость», – сказал он Тарвицу. «Эти заряды еще могут нам пригодиться». «Для чего?» – спросил Тарвиц. «Нам еще предстоит выиграть эту войну», – пожимая плечами, ответил Люций. От этих слов Тарвиц едва не рассмеялся. Он хотел сказать, что все они уже почти мертвы. Убийца уже поглотил кровавых ангелов, а теперь, благодаря стремлению Эйдолана прославиться, готов уничтожить и их отряд. Пути назад нет. Тарвиц не знал, сколько еще живых солдат осталось на поверхности планеты. Но если и другие группы понесли потери, сопоставимые с потерями его отряда, то общее количество выживших не могло превышать пяти десятков. Пятьдесят человек, даже пятьдесят космодесантников против целого мира, кишащего бесчисленными врагами. Эту войну невозможно выиграть. Им предстояло последнее противостояние, в котором, во славу императора, они должны унести с собой в могилу столько врагов, сколько смогут, пока не упадут мертвыми. Он не стал говорить от эволюции, но только из-за того, что их разговор могли услышать остальные воины. Отвага Люция опровергала любую реальность, и если попытаться объяснить ему сложившуюся ситуацию, это приведет лишь к долгим спорам. А солдатам меньше всего сейчас надо наблюдать за распрями их командиров. «Я не могу оставить эти деревья», — только я ответил Тарвиц. Вместе с Балли и Сакианом, пригнувшись, они подбежали к каменным белым деревьям, пока не оказались в мрачной тени их ужасных крон. Крылатые мегарахниды, сидящие на ветвях, не обращали на них внимания. Воины слышали треск и пощелкивание ужасных насекомых, да случайные шлепки, почерневшие крови, падающие на красную землю. Тарвиц разделил заряды на три равные части и укрепил их на стволах деревьев. Балли установил таймер на 40 секунд. Трое воинов побежали обратно, как вдруг увидели, что Люций и все остальные солдаты поспешно попадали на землю. «Двигайся, Саул!» — сквозь треск помех прорвался голос Люция. Тарвиц не ответил. «Двигайся, поторопись и не оглядывайся!» Тарвиц на бегу повернул голову. Двое крылатых чудовищ оставили трапезу и поднялись в воздух. Их быстро мелькающие крылья опять превратились в размытые пятна на фоне желтоватого воздуха, а отблески молний очерчивали блестящие черные тела. Крылатые мегарахниды сделали круг над деревьями и повернули вслед трем бегущим фигурам. Треск крыльев был подобен жужжанию москитов, выросших до невероятных, колоссальных размеров. «Бегите!» — крикнул Тарвиц. Сакиан все же оглянулся. Он потерял равновесие и упал. Тарвиц резко остановился и, развернувшись, помог ему подняться. Балли продолжал бежать. «Двенадцать секунд!» — крикнул он, поднимая на ходу болтер. Затем он развернулся и продолжал пятиться, наведя оружие на подлетающие силуэты. «Не стойте!» — завопил он, открывая стрельбу. «Падайте! Падайте!» Сакиан рывком дернул на себя Тарвиц, и они оба распростерлись на земле. В то же мгновение низко над их головами пронеслась крылатая тварь, и от стремительных движений жужжащих крыльев в воздух поднялись облачка красноватой пыль. Крылатый хищник взмыл в воздух и полетел к Балли, но тот дважды выстрелил из своего болтера, и мегарахнит свернул в сторону. Тарвиц посмотрел вверх. Второй мегарахнит падал на них почти отвесно. Такие вертикальные атаки чуть раньше унесли многих его товарищей. Он попытался откатиться в сторону, но мегарахнит уже заслонил с собой все небо. Внезапно раздался грохот болтера. Это Сакиан выхватил оружие и стрелял вверх, почти не целясь. Снаряды взорвались в брюхе гигантского насекомого и выбросили фонтаны Ихора и хитиновых осколков. Чудовище рухнуло и придавило их своим весом. В смертельной агонии мегарахнит корчился и извивался, и Тарвиц услышал, как Сакиан вскрикнул от боли. Тарвиц отчаянно пытался спихнуть тушу липкими от Ихора руками. В этот момент взорвались заложенные снаряды. Взрывная волна пламенем разошлась по красной земле во все стороны. Она опалила края травяного леса, опрокинув множество стеблей, и подняла в воздух Тарвица и Сакиана вместе с упавшим на них мегарахнитом. Волна сбила с ног Балли и опрокинула его на спину. А крылатое чудовище потоком воздуха сбило с курса и занесло в чащу леса. Все три каменных дерева были разрушены. Они рухнули разом, как падают взорванные дома или башни, и исчезли в клубах огня и белой известковой пыли. Два или три мегарахнида сумели взлететь, но сильный жар мгновенно опалил крылья, и чудовища исчезли в языках пламени. Тарвиц встал на ноги. Деревья превратились в груды белых, охваченных огнем обломков. Над местом взрыва поднялась густая пелена светлого пепла и дыма. Горячие дымящиеся частицы, словно после извержения вулкана, дождем падали на землю. Он помог подняться Сакиану. Упавший на них мегарахнит сломал ему правое плечо, а взрывная волна еще больше усугубила повреждения. Сакиан еще пошатывался, но генетически модифицированная физиология космодесантника уже мобилизовалась и начала компенсировать повреждения. Балли не пострадал и поднялся сам. Ожил и затрещал канал ВОКС-связи. «Ну что, теперь доволен?» – спросил Люций. Усилия Тарвица, помимо удовлетворения жажды мести, привели еще к двум неожиданным последствиям. Второй результат некоторое время себя не проявлял, но вот первый обнаружился уже через полчаса. Если ВОКС-связь оказалась бессильной, то объединить рассеянные части отряда помогли взрывы. Сразу две группы, одна под командованием капитана Антеуса и вторая, которой руководил сам Лорд Эйдолон, одновременно засекли взрывную волну и, ориентируясь на столб дыма, отыскали ее источник. Объединившиеся части отряда теперь насчитывали почти 50 космодесантников. «Доложи обо всем!» – сказал Лорд Эйдолон. Все воины собрались на краю поляны, приблизительно в полукилометре от взорванных деревьев, поблизости от опушки травяного леса. Открытое место давало возможность заранее заметить приближение пеших мегарахнидов, а в случае налета их крылатых собратьев, они могли быстро отступить в заросли и подготовиться к обороне. Тарвиц, коротко и ясно, насколько это было возможно, рассказал обо всем, что произошло с его группой после высадки. Лорд Эйдолон был старейшим из всех офицеров легиона, первым, кого примарх назначил на эту должность, и не допускал фамильярности даже со стороны таких заслуженных боевых офицеров, как Тарвиц. По поведению своего начальника, Саул мог сделать вывод, что Эйдолон буквально кипит от злости. Рейд проходил совсем не так, как планировалось. На мгновение Тарвиц даже решил, что Эйдолон сожалеет о своем поспешном приказе, но он тотчас отверг эту мысль. Лорд Эйдолон, как и большинство старших командиров детей Императора, превыше всего ставил свою гордость. «Повтори, что ты говорил о деревьях», — приказал Эйдолон. «Крылатые существа используют их для хранения своих жертв и в качестве кормушек», — сказал Тарвиц. «Это я понял», — буркнул Эйдолон. «Я тоже потерял несколько человек после атаки крылатых тварей и видел их тела на шипах. Но ты говорил, что там висели и другие трупы. Тела кровавых ангелов, господин», — кивнул Тарвиц. «И еще людей в мундирах Имперской армии». «А мы этого не видели», — вставил капитан Антеус. «Это может объяснить, что с ними произошло», — заметил Эйдолон. Капитан Антеус был одним из приближенных лорда Эйдолона и пользовался гораздо большим расположением, чем Тарвиц. «У тебя есть доказательства?» — спросил у Тарвица Антеус. «Я уничтожил деревья, как вам уже известно, сэр», — сказал Тарвиц. «Так значит, никаких доказательств нет?» «Доказательством могут служить мои слова», — ответил Тарвиц. «И для меня этого вполне достаточно», — вежливо кивнул Антеус. «Я не хотел тебя обидеть, брат». «Я не счел ваши слова обидными, сэр». «Ты истратил все заряды?» — снова задал вопрос Эйдолон. «Да, сэр». «Расточительство». Тарвиц хотел было ответить, но слова застряли у него в горле. «Если бы он не использовал таким образом заряды взрывчатки, они не смогли бы воссоединиться, и растерзанные тела прекрасных детей Императора самым бесчестным образом до сих пор висели бы на ветвях каменных деревьев». «Я говорил ему об этом, господин», — вставил Люций. «Что ты ему говорил?» «Что не стоило тратить на это оставшиеся заряды?» «А что это у вас в руке, капитан?» — спросил Эйдолон. Люций приподнял обрубок конечностями Горохнида. «Вы позорите нас!» — воскликнул Антеус. «Как не стыдно! Использовать руку врага вместо меча!» «Выбросьте эту мерзость!» — добавил Эйдолон. «Вы меня удивляете, капитан». «Слушаюсь, сэр». «Тарвиц?» «Да, сэр». «Кровавые ангелы потребуют доказательств гибели их товарищей. Какие-нибудь реликвии, которые они могли бы сохранить. Вы говорили, что на деревьях оставались обломки доспехов. Идите и отыщите что-нибудь подходящее. Люций вам поможет». «Но, сэр, разве я не должен?» «Капитан, я отдал приказ. Выполняйте его. Или вам недорога честь нашего славного легиона». «Я только подумал, что...» «Разве я спрашивал вашего совета? Разве вы состоите в ранге высшего командования?» «Нет, мой господин». «Тогда отправляйтесь, капитан». «И вы тоже, Люций. Ваши люди могут идти вместе с вами». Очередной штормщит исчерпал свою ярость. Небо над обширной поляной стало удивительно чистым и бледным, словно уже приближалась ночь. Никакого представления о суточных циклах убийцы у Тарвиса до сих пор не было. Конечно, с момента их высадки день сменялся ночью, но в травяном лесу, освещенном вспышками молний, эти перемены были незаметны. Теперь стало прохладнее и тише. Небо было ясным, серовато-желтым, с мелкими остатками темных облаков по краям. Ветер улегся, и отблески молний сверкали где-то за много километров от поляны. Тарвиц был уверен, что на самых темных участках небосклона можно рассмотреть звезды. Он вел свою группу к развалинам деревьев. Люций не переставал ворчать, словно это задание было получено по вине Тарвица. — Заткнись, Люций, — сказал ему Тарвиц, используя закрытый канал связи. — Можешь считать эту прогулку платой за твой подхалимаш по отношению к лорду-командиру. — О чем ты толкуешь? — удивился Люций. — Я говорил ему об этом, господин, — передразнил Тарвиц. — Но я действительно тебе об этом говорил. — Конечно, говорил, но есть еще понятие солидарности. Я думал, мы были друзьями. — Мы и сейчас, друзья, — обиженно произнес Люций. — И это, по-твоему, проявление дружбы? — Мы же дети Императора, — серьезно ответил Люций. — Мы стремимся к совершенству и не скрываем своих ошибок. Ты совершил ошибку. Признание своих неудач — это еще один шаг на пути к совершенству. Разве ли этому учил нас примарх? Тарвиц нахмурился. Люций был прав. Примарх Фулгрим учил, что подвести Императора они могут лишь в результате собственного несовершенства, и что лишь признание своих неудач поможет исправить ошибки. Тарвиц только пожалел, что никто не напомнит об этой ключевой заповеди их легиона лорду Эйдолону. — Я тоже совершил ошибку, — признался Люций. — Я использовал этот обрубок в качестве меча и делал это с удовольствием. А это оружие Ксеноса. Лорд Эйдолон по праву указал мне на проступок. — Я тоже говорил, что это Ксенос. — Дважды. — Да, верно. И я приношу тебе свои извинения. Ты был прав, Саул, и я сожалею. — Не обращай внимания. Люций положил руку на броню Тарвицца и остановил его. — Нет, это неправильно. Я настроен серьезно поговорить. Ты всегда такой замкнутый, Саул. Я знаю, я частенько подшучиваю над этим. Извини. Надеюсь, мы остались друзьями. — Конечно. Твой непреклонный характер — прекрасное достоинство, — продолжал Люций. — Я иногда бываю навязчивым, особенно когда заведусь. Я знаю, это мой большой недостаток. Может быть, ты мог бы помочь мне от него избавиться? Я способен перенять у тебя что-то хорошее. В голосе Люция появились интонации маленького мальчика, за что Тарвиц и любил своего приятеля. — Кроме того, — добавил Люций, — ты спас мне жизнь. Я еще так и не поблагодарил тебя за это. — Нет, не поблагодарил. Но в этом нет необходимости, брат. — Значит, все как прежде, а? Идущие впереди солдаты остановились и ждали, пока их командиры закончат свои личные разговоры по закрытому ВОКС-каналу. Двое приятелей поторопились к ним присоединиться. Эйдолан сам подобрал людей для этого задания. С Тарвицем, кроме Люция, отправились Балли, Феррест, Ладаратон и Тукис. Все они были из группы Тарвица. Эйдолан как будто хотел наказать всех, кто был с ним, и Тарвиц переживал, что из-за его ополы людям приходится страдать. Кроме того, Тарвиц подозревал, что их наказывают не за растрату взрывчатки. Причина крылась в неудачах самого Эйдолана и в том, что их группа после высадки десанта достигла большего, чем все остальные. Они подошли к остаткам деревьев и начали разбирать кучи раскаленных белых осколков. Сломанные шипы, местами почерневшие от огня, торчали, словно рога матерого оленя. — Что мы тут делаем? — спросил Тукис. Тарвиц со вздохом опустился на колени и стал разгребать известняковые завалы латной рукавицей. — Выполняем приказ, — ответил он. Так они проработали час или два. Наступило что-то вроде ночи, и как только свет на небе погас, температура резко упала. Появились звезды. Редкие далекие разряды молний вспыхивали за травяным лесом, обступившим поляну. Из центра известковой кучи исходил сильный жар, и от этого холодный воздух заметно мерцал. Просеивая пыльные обломки, кусок за куском, они обнаружили две погнутые нагрудные пластины, обе от доспехов кровавых ангелов, и еще фуражку армейского образца. — Может, этого достаточно? — спросил Ладаратон. — Продолжайте поиски! — приказал Тарвиц. Он посмотрел на противоположный край поляны, где был разбит лагерь Эйдолана. Еще часок, а потом закончим. Люций отыскал шлем одного из кровавых ангелов. В нем еще держался осколок черепа. Тукис обнаружил нагрудную пластину доспехов детей Императора. — Это тоже возьмем с собой, — сказал Тарвиц. А потом Феррес нашел нечто такое, что едва не стоило ему жизни. Это был один из крылатых мегарахнидов, обгоревший, засыпанный обломками, но еще живой. Едва Феррес отодвинул большой кусок известняка, как бескрылое и побитое чудовище ринулось на него и ударило окостеневшим гребнем. Феррес пошатнулся, упал и съехал на спине со склона груды обломков. Мегарахнид, волоча исковерканное туловище, ринулся за ним, и обгоревшие остатки крыльев бессильно задергались. Тарвиц поспешил на выручку и добил ужасное насекомое своим мечом. Мегарахнид был настолько близок к смерти, что хитиновая оболочка треснула словно картон под резвием меча, и из-под нее вытекла слабая струйка и хора. — Ты в порядке? — спросил Тарвиц. — Он застал меня врасплох! — засмеялся над своей оплошностью Феррест. — Внимательнее смотрите себе под ноги! — предупредил Тарвиц всех остальных. — Вы слышите? — вдруг воскликнул Люций. Стало совсем темно и тихо, как настоящей ночью. Включив усиление акустической системы в шлемах, все услышали громкое чириканье, привлекшее внимание Люция. На краю травяного леса свет звезд блеснул на металлизированных фигурах. — Они возвращаются! — сказал Люций, оборачиваясь к Тарвицу. — Тарвиц основной партии! — передал он по вокс-связи. — Противник замечен на опушке леса. — Мы видим их, капитан! — мгновенно отозвался Эйдолон. — Удерживайте вашу позицию, пока мы... Связь оборвалась, словно кто-то выключил передачи. — Надо отступать! — сказал Люций. — Да, — согласился Тарвиц. От внезапного грохота и света все вздрогнули. Основной отряд, находившийся на расстоянии полукилометра, открыл огонь. Через открытое пространство им были хорошо видны яркие в ночной темноте вспышки выстрелов. А грохот болтеров сливался в один оглушительный гул. В прерывистом свете выстрелов было заметно, как мелькали цинково-серые тела воинов-мигорахнидов. Лагерь Эйдолона атаковали. — Бежим! — крикнул Люций. — Куда? — спросил его Тарвиц. — Подожди и оглянись! Все шесть разобрались в углубление на одном из склонов развалин. От края леса к ним приближались мегарахниды. Их серые тела были бы незаметны в темноте, если бы не случайные отблески звездных лучей и отдаленные зорницы молнии. К кургану из обломков деревьев двигались сотни врагов, марширующих стройными, аккуратными шеренгами. На фоне общей массы были заметны и незнакомые до сих пор особи. Более крупные существа. Еще одна разновидность мегарахнидов. Группа Тарвиц спустилась со известкового холма и стала отступать на открытое место. Все шестеро низко пригибались к самой земле. Справа от них не утихал шум яростной битвы в лагере Эйдолона. «Что они делают?» – спросил Балли. «Смотри!» – прошептал Тарвиц. Колонны мегарахнидов стали подниматься по склону холма. Воины, вооруженные четырьмя конечностями мечами, отделились и встали на страже вокруг основания. Остальные забрались наверх и стали с нечеловеческой скоростью и эффективностью разбирать завалы. До сих пор Тарвицу приходилось видеть действия воинов-мегарахнидов, как пеших, так и летающих, но таких с лопотообразными конечностями вместо лезвий он еще не встречал. С поразительной четкостью они начали разбирать обломки и уносить мелкие куски в заросли травяного леса. Вскоре от кургана обломков до кромки леса протянулись длинные движущиеся цепочки носильщиков. Более крупные особи, которых Тарвиц тоже видел впервые, приступили к работе. Это были могучие существа с короткими толстыми ногами и непропорционально раздутым брюшком. Их движения были намного медленнее, чем у воинов. Непомерно большими, устрашающими челюстями тяжеловесы стали разгрызать и заглатывать отдельные куски известняка. Мелкие мегарахниды замельтешели между громоздкими фигурами. Удивительно осторожными и плавными движениями верхних конечностей они стали сматывать выползающие из брюшных отверстий тяжеловесов нити белого вещества. Этот волокнистый, быстро застывающий материал уносили на быстро расчищаемую площадку и соединяли в одно целое. «Они восстанавливают деревья!» шепнул Балли. Зрелище было поразительным. Громоздкие создания, ткачи, перерабатывали обломки разрушенных тарвицем деревьев и превращали их в новый строительный материал, похожий на густеющий цемент. Мелкие юркие строители забирали полученную массу и укладывали из нее основание нового сооружения на площадке, расчищенной их собратьями. Через каких-нибудь 10 минут большая часть площадки была полностью освобождена от мусора и на ней стали расти стволы трех новых деревьев. Юркие строители на своих лопатках приносили все новые порции белого вещества, затем срыгивали на него собственную влагу и перемешивали словно цемент. Их сплющенные и закругленные по краям верхние конечности двигались совершенно так же, как мастерки каменщиков. Шум битвы за спинами не затихал, и Люций нетерпеливо оглянулся на вспышки выстрелов. «Надо возвращаться!» – прошептал он. «Лорду Эйдолону нужна наша помощь!» «Если он не может отбить нападение без нашей шестерки,» – сказал Тарвиц, «то и мы ничем ему не поможем. Я свалил эти деревья и не могу видеть, как их строят заново. Кто со мной?» Балли ответил согласием. Ферост, Ладаратон и Тукис его поддержали. «Прекрасно!» – сказал Люций. «С чего начнем?» Но Тарвиц уже обнажил свой широкий меч и шагнул навстречу рабочим мегарахнидам. Последовавшая за этим битва была полным безумием. Под холодным ночным небом шестеро космодесантников с болтерами наперевес и обнаженными мечами ринулись на толпы строителей и завязали бой. Воины мегарахниды, образующие внешнее кольцо охраны, первыми заметили нападение и бросились на защиту строителей. Люций и Балли встретили их и уничтожили, а Тарвиц и Тукис прорвались дальше и устремились к главной строительной площадке. Ферост и Ладаратон шли следом и огнем болтеров прикрывали фланги. Тарвиц атаковал огромного ткача, одного из основных строителей, и мощным ударом рассек его брюхо. Жидкий цемент хлынул на землю, словно гной из нарыва, а опрокинутое чудовище беспомощно царапало воздух короткими толстыми лапами. Через его огромную тушу навстречу космодесантникам стали перепрыгивать воины с противоположной стороны площадки. Тукис застрелил двоих, не дав им даже приземлиться, а третьего, подскочившего слишком близко, успел обезглавить. Мегарахниды были повсюду, и мельтишели, словно муравьи. Ладаратон зарубил восьмерых врагов, включая еще одного ткача, но затем воин Мегарахнид ударом лезвия снес ему голову. Словно неудовлетворенный смертью противника, Мегарахнид не остановился, а продолжал терзать тело космодесантника всеми четырьмя руками лезвиями. В холодном воздухе разлетелись фрагменты плоти и кровавые брызги. Балли уничтожил разъяренного Мегарахнида единственным выстрелом из Болтера. Снаряд попал тому прямо в морду. Люций отчаянно прорубал себе путь сквозь внешнее кольцо охранников, которые сбегались к нему со всех сторон. Он ожесточенно размахивал мечом, забыв про игры и забавы. Этого количества противников было более чем достаточно. Люций успел уничтожить 16 Мегарахнидов, пока они его не одолели. Строитель с грузом белой массы в своих лопатках упал под ударом его меча, но перед смертью бросил в Люция свою ношу. Люций упал со склеенными руками и ногами. Он попытался освободиться, но органическое вещество стало быстро застывать и твердеть. В этот момент подоспел воин Мегарахнид и пронзил космодесантников всеми четырьмя лезвиями. Выстрелом сбоку Тарвит сбил Мегарахнида с ног и встал над Люцием, чтобы защитить от ужасного Ксеноса. Балли, не переставая стрелять и наносить удары ничем, пробился к ним и встал рядом. Ферос тоже попытался пробиться к товарищам, но упал после того, как лезвие Мегарахнида проткнуло сзади его тело насквозь. Тукис сумел подойти и встать позади Тарвитца. Трое оставшихся детей Императора яростно отбивали атаки, сомкнувшихся вокруг них Мегарахнидов. У их ног лежал Люций и пытался освободиться от тела Мегарахнида, убитого Тарвитцем. «Саул, спихни его с меня!» крикнул он. Тарвитц хотел бы это сделать. Он очень хотел иметь возможность повернуться и освободить раненого собрата, но на это не было времени. Из свободного пространства. Со всех сторон мелькали острые лезвия злобно стрекочущих Мегарахнидов. Отвлечься хотя бы на одно мгновение и смерть неминуема. В чистом ночном небе внезапно раздался удар грома. Тарвитц, всецело занятый битвой, не обратил на это внимания. Просто на подходе еще один штормщит. Но он ошибался. Вокруг них на поляну метеорами падали тяжелые, докрасно раскаленные предметы и тяжело стукались в красную землю, оставляя оплавленные вмятины, словно удары молнии. Прыжковые ранцы. В шум битвы вплелись новые раскаты выстрелов. Грохотнули болтеры. Засвистело плазменное ружье. А с неба раскаленными бомбами продолжали падать все новые прыжковые капсулы. «Смотрите!» – закричал Балли. «Смотрите!» Мегарахниды продолжали напирать со всех сторон. Тарвитц потерял свой болтер и едва мог опустить широкий меч, настолько плотно обступили его враги. Постепенно он стал пятиться под натиском бесчисленных мегарахнидов. «Слышите меня!» – внезапно завопил Воксканал. «Что?» «Повторите!» «Я сказал, что мы имперские воины!» «Есть ли здесь наши собратья?» «Есть во имя Терры!» Грохот взрыва. Короткая очередь. Масса врагов дрогнула. «Следуй за мной!» – раздался голос, явно привыкший командовать. «Следуй за мной и оттесняй их назад!» Снова послышались раскаты взрывов. Стена серых тел разорвалась надвое. Появились языки пламени. В воздухе фейерверком завертелись оторванные конечности. Одна из конечностей так сильно шлепнула по визору Тарвица, что он не удержался и упал на спину. Содрогающийся в пламени мир на мгновение исчез. Навстречу Тарвицу протянулась чья-то рука. Она попала в поле зрения. Рукавица космодесантника. Белая с черной каймой. «Поднимайся, брат!» Тарвиц ухватился за протянутую руку и тотчас был поставлен на ноги. «Благодарю!» Выдохнул он, все еще не твердо держась на ногах. «Кто ты?» «Меня зовут Тарик, брат!» Ответил его спаситель. «Счастлив познакомиться!» Глава пятнадцатая. Неформальные формальности, ворчание бойцовых псов, не могу сказать. По мнению Локена это было жестоко. Кто-то, когда-то, а Локен подозревал, что не обошлось без участия Малагарста, не рассказал офицерам 140-й экспедиции о том, с кем им предстоит встретиться на борту флагмана. Дух мщения, сопровождаемый многочисленными вспомогательными судами, величественно занял место на стоянке рядом с кораблями 140-й экспедиции и другими, пришедшими ей на помощь. Затем от флагмана отделился массивный бронированный катер и причалил к борту боевой баржи Мизерикорд. Встречать катер на главную посадочную палубу вышел Матануил Август со всеми высшими офицерами, включая советника Эйдолана по имени Эшкерус. Всем было известно, что на катере прибудут командиры, присланного на помощь десанта, а это означало обязательное присутствие офицеров 16-го легиона. За исключением Эшкеруса, все немного нервничали. Прибытие лунных волков, воинов самого прославленного и внушающего страх подразделения космодесантников могло внушить тревогу любому человеку. Тяжелый катер остановился, выбросил трап, и появились 10 космодесантников. На палубе и до этого царила напряженная тишина, но она сменилась тревожными вздохами, когда встречающие увидели, что перед ними не 10 братьев капитанского почетного караула, а 10 капитанов в полных боевых доспехах. Первый капитан возглавил отряд и сотворил знамение Аквилы перед Матануилом Августом. «Я...» — начал он. «Я знаю, кто вы, господин», — сказал задрожавший Август и склонился в поклоне. «Мало кто во всем Империуме не знал и не боялся первого капитана Абаддона. Я приветствую вас и...» «Тише, мастер!» — прервал его Абаддон. «Еще не все вышли». Август, ничего не понимая, поднял голову. Абаддон занял свое место, и две шеренги замерзших неподвижно капитанов по пять с каждой стороны от трапа образовали почетный караул. Все они вытянулись в струнку, обратив визоры прямо перед собой, возложив руки на гарды мечей. Из катера появился воитель. Все, кроме десяти капитанов, им от Матануила Августа распростерлись на полу. Воитель неторопливо спустился по трапу. Одного его присутствия было достаточно, чтобы приковать к себе всеобщее и полное внимание. Но он явно намеренно усиливал эффект. Он не улыбался. Эшкерус, совершенно позеленевший от страха, подергал Августа за край одежды. «Поклонись, глупец!» — прошепел он. Август не мог пошевельнуться. Локен сомневался, чтобы мастер флота в этот момент был в состоянии вспомнить даже собственное имя. Хорус подошел ближе и навис над ним. «Сэр, вы не желаете поклониться?» — спросил он. Когда Август все же нашел в себе силы, чтобы ответить, его голос был едва слышен. «Я не могу», — почти прошептал он. «Я не могу вспомнить, как это делается». И Хорус в очередной раз продемонстрировал свое гениальное превосходство лидера. Он опустился на одно колено и отвесил поклон Августу. «Сэр, я пришел вам на помощь, как только смог», — произнес он и заключил Августа в объятия. Наконец-то воитель улыбнулся. «Люблю людей, у которых хватает гордости не склоняться передо мной», — добавил он. «Я бы склонился перед вами, если бы мог, мой господин», — произнес Август. Благодаря неофициальному поведению Хоруса, он немного оправился от смущения. «Прости, Матануил, я могу называть тебя по имени, а то мастер звучит слишком напыщенно. Прости, Матануил, что не предупредил о своем личном визите. Я не выношу церемонии и торжественных встреч, а если бы ты знал о моем прибытии, то непременно стал бы готовить официальную встречу. Солдаты в парадной форме, цереминальный оркестр, флаги, особенно сильно я не выношу праздничные гирлянды». Матануил Август рассмеялся. Хорус поднялся во весь рост и оглянулся на тела, распростертые по полу. «Поднимитесь, пожалуйста, прошу вас, встаньте на ноги. Мне вполне хватило бы приветственных криков и аплодисментов, а такое раболепие совершенно излишне». Офицеры флота поднялись и горячо зааплодировали, выкрикивая приветствие. «Он завоевал их», – подумал Локен. «Вот так просто завоевал их души, и теперь они навечно его подданы». Хорус прошел вперед, чтобы лично поздороваться с каждым офицером и командиром. Локен отметил фигуру эшкеруса в багряно-золотых одеждах и облегченных доспехах. Советник с поклоном ответил на приветствие воителя. Он был мрачен и определенно чем-то обеспокоен. «Шлемы!» – приказал Абаддон, и капитаны, сняв головные уборы, уже более раскованно двинулись за своим примархом через толпу аплодирующих людей. Во время приветствий, поцелуев и поклонов Хорус что-то шепнул на ухо Абаддону. Капитан кивнул в ответ, тронул переключатель в окс-связи, переходя на личный канал, и обратился к остальным марневальцам на наречиях Тони. «Военный совет состоится через 30 минут. Будьте готовы сыграть свои роли!» Все трое поняли, что это означает. Вслед за Абаддоном они влились в ликующую толпу. Совет собрался на стратегической палубе Мизерикорда, в массивной ротонде, расположенной позади капитанского мостика. Воитель занял место во главе длинного стола, а марневальцы вместе с Августом, Эшкерусом и девятью старшими офицерами флота и армии расселись по обе стороны от него. Остальные лунные волки заняли места в отделанной панелями галереи над основным залом. Для наглядного сопровождения своего короткого доклада, мастер Август включил гололитические изображения. Хорус внимательно рассматривал каждое из них и дважды попросил Августа вернуться назад, чтобы изучить все детали. «Значит, вы сбросили в этот смертельный капкан все силы, которые имелись в вашем распоряжении?» Спокойно начал Таргаддон, как только Август закончил свою речь. Август вздрогнул, словно от подщечины. «Сэр, я поступил как...» Воитель поднял руку. «Тарик, это слишком сурово, слишком жестко. Мастер Август просто делал так, как советовал ему капитан Фром. Мои извинения, сэр», — сказал Таргаддон. «Я не настаиваю на ответе». «А я не считаю, что Тарик неправ», — отрезал Абаддон. «Это колоссальное распыление живой силы. Целых три роты, не считая отрядов армии». «Будь я на его месте, такого бы не случилось», — пробормотал Таргаддон. Август быстро-быстро заморгал. Было очевидно, что он еле сдерживается. «Это непростительно», — заметил Аксимант. «Просто непростительно». «И все же мы его простим», — сказал Хорус. «Разве можно такое простить, мой господин?» — спросил Локен. «Мне случалось расстреливать людей из-за меньшей ошибки», — сказал Абаддон. «Прошу вас», — воскликнул мгновенно побледневший Август и вскочил на ноги. «Я заслуживаю наказание. Я умоляю вас». «Он не стоит и болтерного заряда», — проворчал Аксимант. «Достаточно», — успокоил их Хорус. «Мотануил совершил ошибку». «Ошибку командира». «Так, Мотануил?» «Да, сэр, наверное, так». «Он спускал свои силы по капле в опасную зону, пока они не иссякли», — продолжал Хорус. «Это печально. Иногда такое случается. Но теперь мы здесь, и этим все сказано. Мы исправим ситуацию». «А что было с детьми Императора?» — вставил Локен. «Неужели они не могли подождать?» «А чего им было ждать?» — воскликнул Эшкерус. «Нас», — с улыбкой ответил Аксимант. «Угроза нависла над всей экспедицией», — ответил Эшкерус, прищурив глаза. «Мы первыми оказались на месте, в критической ситуации. Мы бросились вслед за Кровавыми Ангелами, чтобы... Чтобы что? Тоже погибнуть?» — спросил Таргадон. «Но три роты Кровавых Ангелов уже...» «Возможно, уже погибли», — вмешался Аксимант. «Они показали, что за ловушкой ожидает вас на поверхности. Вы просто шагнули в нее». «Мы...» — не сдавался Эшкерус. «Или лорд Эйдолан так сильно стремился к славе!» Не дал ему договорить Таргадон. Эшкерус вскочил со своего места и уперся взглядом в Таргадоны. «Капитан, вы оскорбили честь детей Императора». «Да, возможно», — небрежно бросил Таргадон. «Тогда вы подлец! И ваше происхождение...» «Советник Эшкерус», — остановил его Локен. «Больше всего мы ценим в Таргадоне способность говорить правду. И сейчас он проявляет ее в большей степени, чем обычно». «Хватит, Гарвель!» — спокойно вмешался Хорус. «Всем нам надо успокоиться. Садитесь, советник. Мои лунные волки говорят немного резко, но их очень расстроила сложившаяся ситуация. Поражение имперских сил, гибель трех род космодесанта, безжалостные враги...» «Все это печалит и меня, и очень огорчит Императора, когда он об этом услышит». Хорус поднялся во весь рост. «В моем отчете Императору будут указаны все подробности. Капитан Фромт был прав, решив штурмовать этот мир, безошибочно распознав в нем гнездо ксеносов. Мы можем только рукоплескать его отваге. Мастер Август тоже был прав, когда оказал капитану поддержку, хотя при этом он и растратил все свои резервы. Капитан Эйдолон тоже был прав, когда ринулся на помощь, не ожидая подкрепления, поскольку под угрозой находились жизни многих солдат, и в противоположном случае его можно было бы обвинить в трусости. «Мне также хотелось бы поблагодарить всех офицеров, кто изменил свой маршрут и прибыл сюда с предложением поддержки. С этого момента мы справимся сами». «И как вы собираетесь решить эту проблему, господин?» – дерзко спросил Эшкерус. «Вы будете атаковать?» – присоединился к нему Август. «Мы обсудим наши возможности и своевременно известим вас. Это все». Офицеры стали покидать стратегическую палубу, и вместе со всеми вышли Исидире, Мар, Мой, Гошен, Таргаст и Круз, оставив воителя наедине с марневальцами. Убедившись, что они остались одни, Хорус окинул взглядом четверку. «Спасибо, друзья! Отлично сыграно!» Локин быстро осваивал метод воителя использовать общество марневаля в качестве политического оружия, а также стал сознавать, насколько искусным и хищным политиком был сам Хорус. Перед посадкой в катер духомщения, Оксимант коротко проинструктировал Локина по поводу линии их поведения на Совете. «Ситуация здесь сложилась крайне неприятная, и наш командир считает, что это произошло вследствие некомпетентности и ошибок на высшем уровне. Он хотел бы устроить им выволочку, чтобы они корчились от стыда, но 140-я экспедиция должна сохранить жизнеспособность и хоть какое-то самоуважение. Воителю необходимы их восхищение, уважение и безоговорочная верность. Ничего этого не останется, если он даст волю гневу и пустит в ход свое влияние». «Значит, выговор останется на долю марневаля?» «Так точно!» — усмехнулся Оксимант. «Лунные волки все равно внушают страх окружающим, так что пусть они нас боятся, пусть даже ненавидят. Мы станем рупором недовольства и разочарования. Все обвинения должны исходить от нас. Говори так прямо и откровенно, как захочешь. Заставь их ерзать от стыда. Они должны понять свои ошибки, но вместе с тем воитель предстанет милостивым миротворцем. Следовательно, мы — его бойцовые псы». Зато ему нет необходимости рычать самому. Все верно. Он хочет задать им трепку, сделать внушение, которое надолго запомнится, и из которого они смогут извлечь урок. Это позволит ему выступить в роли посредника. Остаться любимым, обожаемым рупором спокойствия и разума. В конце концов, если мы все сделаем правильно, они почувствуют свою вину, а заодно и доброту воителя, его милосердие. Будут благодарны за то, что он не дал нам воли. Все знают воителя как искуснейшего стратега, но никто не подозревает в нем таланта политика. Наблюдай за ними и учись, Гарвиль. Император не зря назначил его своим заместителем. «Отлично сыграно, честное слово», — с улыбкой сказал Хорус членам Марниваля. «Гарвиль, твое последнее замечание оказалось особенно удачным. Эшкерус был уничтожен». Локен кивнул. «С первого момента нашей встречи я заподозрил в нем человека, который стремится в первую очередь прикрыть свою задницу. Он давно понял, что допустил ошибку». «Да, он ошибся», — согласился Хорус. «Теперь не рассчитывайте на теплое отношение со стороны детей Императора. Они не страдают от недостатка гордости». Локен пожал плечами. «У меня и без того достаточно друзей, сэр», — сказал он. «Когда все это закончится, Август, Ташкерус и дюжина других офицеров могут получить взыскание за некомпетентность», — пренебрежительно заметил Хорус. «Но только тогда, когда все будет сделано. В данный момент моральный дух имеет огромное значение. Сейчас нам предстоит вести войну». Приблизительно через полчаса Август пригласил их на Капитанский мостик. В плотной завесе штормщитов Мира-14020 неожиданно появился разрыв. Атмосфера внезапно успокоилась, причем очень близко к месту предполагаемой высадки детей Императора. «Наконец-то», — произнес Август, — нашлась прориха в буре. «Будь у меня космодесантники, я бы непременно отправил их туда», — пробормотал себе под нос Ишкерус. «Но у вас их не осталось, не так ли?» — ехидно спросил Аксимант. Ишкерус в ответ окинул маленького Хоруса яростным взглядом. «Давайте воспользуемся», — предложил воителю Таргаддон. «Следующий дыры в тучах может не найтись еще очень долго. Этот разрыв в любой момент может снова сомкнуться», — заметил воитель, указывая на завитки циклонических вихрей в кололитической карте. «Вы хотите покорить этот мир, не так ли?» — снова заговорил Таргаддон. «Разрешите мне повести ударную группу». Жребий уже был брошен заранее. Штурмовать мир предстояло Таргаддону с его ротой и ротами Сидере, Моя и Таргасте. «Будет проведена бомбардировка с орбиты», — сказал Хорус, повторяя недавно принятое решение о наиболее подходящем варианте первого этапа. «Но люди, возможно, еще живы», — возразил Таргаддон. Воитель отвел их в сторону и заговорил нахтонике. «Если я дам приказ на высадку, я только повторю действия Августа и Эйдолона. Я не для того позволил вам задать им трепку, чтобы повторять их ошибки». «Это другое дело», — настаивал Таргаддон. «Они наслепую послали группу за группой. Не хочу защищать их глупость, но этот разрыв в шторм-щите...» «Если внизу еще остались живые братья», — вмешался маленький Хорус, «они заслуживают еще одного шанса на то, чтобы получить помощь». «Я спущусь на поверхность», — сказал Таргаддон. «Посмотрю, что удастся обнаружить. При малейших признаках перемены погоды я верну штурмовую группу, и тогда можно будет предоставить шанс судовым батареям». «Мне не дает покоя эта музыка», — сказал воитель. «Есть что-нибудь новое об этих сигналах?» «Передатчики все еще работают», — ответил Абаддон. Хорус повернулся к Таргаддону. «Тарик, твое сочувствие братьям меня восхищает, но я отвечаю твердым отказом. Я не собираюсь повторять уже совершенную ошибку и посылать солдат». «Господин», — Август торопливо подошел к их группе и протянул только что полученную сводку. Хорус взял электронный блокнот и прочел данные. «Это установлено точно?» «Да, воитель». Хорус обратился к марнивальцам. Мастер вокс-связи обнаружил в районе разрыва шторма характерные признаки переговоров по воксу. «Источник сигнала не отвечает на наши запросы, и его невозможно идентифицировать, но он действует и принадлежит Империуму. Это похоже на обмен информацией между двумя отрядами или между двумя братьями». «Значит, там еще остались живые люди!» — воскликнул Абаддон. «Хвала Терре и Императору! Кто-то сумел выжить!» Таргаддон пристально и молча посмотрел на воителя. Он уже все сказал раньше. «Хорошо», — кивнул ему Хорус. «Иди». На пятой взлетно-посадочной палубе духомщения рядами выстроились десантные капсулы, и воины уже пристегивались в креслах. Свинцовые двери, словно гигантские лепестки, смыкались за ними, так что капсулы становились похожими на черные семенные коробочки, готовые встретить осень. Прозвенел гудок сирены, вслед за ним ожили катушки пусковых установок. Раздался пронзительный вой, и в воздухе запахло озоном. Воитель, скрестив руки на груди, стоял в стороне и наблюдал за поспешными приготовлениями. «Сводку погоды», — бросил он. «Никаких изменений, разрыв остается прежним, мой господин», — ответил Малагарс, сверяясь с данными электронного блокнота. «Как долго он уже держится?» — спросил Хорус. «89 минут». «Они хорошо постарались, чтобы всех собрать за такое короткое время», — заметил Хорус. «Эзекиль, передай, пожалуйста, мои похвалы строевым офицерам. Скажи, что я ими горжусь». Абаддон кивнул. В бронированных рукавицах доспехов он держал листки с четырьмя особыми обетами. «Оксимант!» — окликнул он. Маленький Хорус подошел ближе. «Эзекиль», — произнес Локен. «Разреши мне». «Ты хочешь?» Люк и Сидере выслушали и засвидетельствовали мой обет перед высадкой в шепчущих вершинах. «Атарик, мой друг». Абаддон искоса глянул на воителя. Тот, в свою очередь, едва заметно кивнул. Абаддон протянул листки Локену. Вдвоем с Аксимантом они пересекли палубное пространство. Локен выслушал клятву четверых капитанов. Аксимант держал перед ними болтер, на котором присягали его товарищи. Когда обряд был завершен, Локен протянул каждому из них по листку с особым обетом. «Удачи вам», — сказал Локен. «И передайте благодарность командирам групп». Воитель лично выразил свое восхищение их работой. Вирулам мой сотворил знамение Аквилы. «Благодарю, капитан Локен», — ответил он и поспешил к своей капсуле, окликая на ходу своих командиров. Сергор Таргост улыбнулся Локену и скрестил большие пальцы своих бронированных рукавиц. Рядом с ним, как всегда приоткрыв рот, усмехался Люк Сидире, а в его яростных голубых глазах уже зажглась жажда сражений. «Если я не увижу тебя снова на этой палубе, — начал Сидире, — пусть это случится у подножия Императорского Трона», — закончил за него Локен. Сидире рассмеялся и с криком побежал к своей десантной капсуле. Таргост застегнул замок шлема и шагнул в противоположную сторону. «У Люка уже взыграла кровь», — обратился Локен к Таргаддону. «А как ты?» «Мои чувства там, где они должны быть», — ответил Таргаддон. Он обнял Локена, звякнув доспехами. Потом то же самое проделал с Оксимандом. «Луперкай!» — выкрикнул он, потрясая сжатым кулаком в воздухе, и побежал к ожидающему его аппарату. «Луперкай!» — крикнули вслед ему Локен и Оксиманд. Они повернулись и зашагали по палубе к Абаддону, Малагарсту и Воителю. «Я в таких случаях всегда немного завидую», — по пути сказал маленький Хорус. «Я тоже. Всегда хочется быть на их месте». «Понимаю. Особенно в таких случаях. Знаю, а еще я немного боюсь». «Чего, Гарвиль?» «Того, что мы не увидим их снова». «Увидим. Как ты можешь быть настолько уверен, Хорус?» — удивился Локен. «Не могу сказать», — с подчеркнутой иронией ответил Оксиманд, вызвав усмешку на губах Локена. Группа наблюдателей укрылась за противовзрывными щитами. Внезапное изменение давления известило об открытии наружных палубных шлюзов. Пусковые установки завыли еще громче и пронзительнее, набирая полную мощность. «Приказ отдан!» — закричал Абаддон, перекрывая рев машин. Одна за другой десантные капсулы с громкими ударами, словно пули, вылетали через палубные шлюзы. Впечатление было такое же, как при самой мощной бомбардировке. Выброс каждого аппарата сопровождался ощутимым содроганием палубы. Но вот все капсулы были отправлены, и внезапно стало совсем тихо. В черноте космоса можно было еще видеть крошечные металлические горошины, окутанные с полохами голубого огня. Они удалялись от корабля и падали на поверхность планеты. Я не могу сказать. Эти слова терзали Локена, начиная с шестой недели перехода к убийце. С тех пор, как по приглашению маленького Хоруса он посетил собрание ложек. Местом встречи было выбрано небольшое помещение в кормовом отсеке Трюма, в семи забытом уголке обширной корабельной структуры. Путь в этот закуток освещался мерцающими свечами. Локен отправился навстречу в своей обычной одежде, как и говорил Аксимант. Они встретились на четвертой палубе, и на автокаре отправились к самой задней части кормы, чтобы затем спуститься в темную вспомогательную шахту Трюма. «Расслабься», – не раз говорил по дороге Аксимант. Но Локен не мог. Ему всегда была не по душе сама идея существования тайных лож. И тот факт, что Джубал оказался членом одной из них, только усиливал его беспокойство. «Это совсем не то, что ты думаешь», – сказал Аксимант. «А что он об этом думал?» «Тайное собрание», «Культ Божественного Откровения», или еще хуже, «Ужасное сборище», «Червяк в бутоне», «Раковая опухоль в самом сердце легиона». Проходя по сумрачным металлическим коридорам, Локен отчасти надеялся, что его ожидает нечто зловещее и потустороннее. Шабаш. Тогда было бы очевидно, что Джубал еще до случая в Шепчучих Вершинах попал под влияние порождений варпа. Тогда источник зла стал бы очевиден, и против него можно было бы выступить в открытом бою. Но еще больше Локен внутренне противился этому. Частью этого собрания был маленький Хорус. Если дело в потустороннем влиянии, значит Аксимант тоже поражен заразой. Значит, чуждое наваждение проникло слишком глубоко. Локен не хотел противостоять Аксиманду. Если опасения оправдаются, через несколько минут ему придется насмерть сразиться с братом Помарнивалю. «Кто идет?» – раздался из темноты чей-то голос. Локен смог рассмотреть фигуру, по своему строению явно принадлежавшую космодесантнику, но закутанную в плач с капюшоном. «Два человека», – ответил Аксимант. «Ваши имена?» – последовал еще один вопрос. «Я не могу сказать». «Проходите, друзья». Наконец они добрались до трюма, и Локен нерешительно остановился. Просторное помещение с обитыми деревом стенами было ярко освещено множеством свечей и горевшим в металлическом контейнере костром. Вокруг стояли десятки фигур, также закутанные в плащи с капюшонами. По стенам и потолку метались причудливые тени, отбрасываемые пляшущими огоньками свечей. «Пришел новый друг», – провозгласил Аксимант. Люди повернулись в их сторону. «Пусть он покажет знак», – произнес один из присутствующих показавшимся ему знакомым голосом. «Покажи», – прошептал Аксимант. Локен медленно поднял руку с медальоном, который дал ему Аксимант. Серебро блеснуло в свете огня. Второй рукой он нащупал под одеждой рукоять боевого кинжала. «Пусть он покажет себя», – послышался тот же голос. Аксимант поднял руку и снял капюшон с головы Локена. «Добро пожаловать, брат воин», – раздался общий хор голосов. Маленький Хорус сбросил и свой капюшон. «Я ручаюсь за него», – сказал он. «Твое поручительство принятое. Пришел ли он по своей воле?» «Он пришел по моему приглашению». «Достаточно секретов», – объявил голос. Присутствующие откинули капюшоны и открыли свои лица свету. Локен изумленно заморгал. Здесь были Таргадон, Люксидире, Неровипус, Калус Акадон, Верулам Мой и еще два десятка старших и младших Астартес. А знакомый голос принадлежал Сергору Таргасту, очевидно, мастеру ложи. «Оружие тебе не понадобится», – мягко произнес Таргаст, шагнув вперед с вытянутой рукой. «Ты вправе беспрепятственно покинуть нас в любой момент. Разреши мне взять твой кинжал. На наших встречах не принято носить оружие». Локен вынул из ножен кинжал и отдал его Таргасту. Мастер ложи положил оружие на деревянную стойку недалеко от входа. Локен продолжал растерянно осматривать лица. Такого собрания он совсем не ожидал. «Тарик...» «Сарвель, мы ответим на все твои вопросы», – сказал Таргадон. «Для этого тебя и пригласили. Мы бы хотели, чтобы ты присоединился к нашему обществу», – добавил Аксимант. «Но если ты не захочешь, мы с уважением отнесемся к твоему отказу. В любом случае, все, о чем мы просим, это о соблюдении тайны. Не говори никому за пределами помещения о том, что здесь происходит, и о тех, кого ты увидел». Локен колебался. «Или...» «Это не угроза», – сказал Аксимант. «И даже не условие. Просто просьба с уважением отнестись к нашей тайне». «Нам давно известно», – продолжил Таргаст, «что ты не проявлял никакого интереса к воинским ложам». «Это еще мягко сказано», – вставил Локен. Таргаст пожал плечами. «Нам понятно твое отношение. Ты далеко не единственный космодесантник, испытывающий подобное чувство. Потому мы до сих пор и не делали попыток тебя привлечь». «А что же изменилось?» – спросил Локен. «Ты изменился», – ответил Аксимант. «Теперь ты не просто ротный капитан, но и член Марни Валя, и факт существования ложи попал в поле твоего зрения». «Медальон Джубала», – пробормотал Локен. «Медальон Джубала», – кивнул Аксимант. «Гибель Джубала – ужасное несчастье, и она глубоко опечалила всех нас, но на тебя произвела наибольшее впечатление. Мы видели, как ты стремишься к совершенству, как пытаешься сплотить свою роту в единое целое, как винишь себя. Когда обнаружился медальон, мы решили, что ты не оставишь этот факт без последствий. Ты мог начать открытые расспросы о деятельности ложи». «Так вы действуете в своих интересах?» – спросил Локен. «Вы думали, что можете надавить на меня и заставить молчать?» «Гарвель», – остановил его Люксидире. «Лунным волкам совершенно не нужно, чтобы честный и уважаемый капитан, да еще член Марни Валя, начал кампанию по обнаружению участников ложи. Это может разрушить весь регион. В самом деле...» «Конечно», – ответил Сидире. «Обвинения такого человека, как ты, вынудили бы Воителя принимать меры. А он этого совсем не хочет». «Так он знает?» – спросил Локен. «Тебя это потрясло?» – спросил Аксимант. «Неужели ты не был бы шокирован, если бы выяснилось, что Воитель не знает о секретном обществе внутри своего легиона? Он знает. Он всегда об этом знал, но закрывал глаза, поскольку наша деятельность оставалась скрытной и тайной». «Я не понимаю», – пробормотал Локен. «Вот почему ты и оказался здесь», – сказал мой. «Ты настроен против нас, поскольку не понимаешь. Если ты решишь и дальше противодействовать ложе, то, по крайней мере, будешь знать, против чего выступаешь». «Я услышал достаточно», – сказал Локен. «А теперь ухожу. Не беспокойтесь, я ничего не стану рассказывать. Я не буду поднимать шум, но все вы меня разочаровали. Мой кинжал можете вернуть завтра утром». «Пожалуйста», – попытался остановить его Аксимант. «Нет, Хорус! Вы встречаетесь тайно, а всякие тайны противоречат истине. Так нас учили. Истина – это все, что у нас есть. Вы скрываетесь, скрываете ваше общество и ваши лица. Для чего? Может, вы стыдитесь? Клыки преисподней, вам надо бы постыдиться. Сам Император, любыми всеми, осудил такое поведение. Он не одобряет деятельность подобного рода. «Потому что не понимает», – воскликнул Таргаддон. Локен, собравшийся уходить, развернулся и подошел вплотную к Таргаддону. «Я не могу поверить, что услышал от тебя такие слова», – бросил он. «Это правда», – не отступая, – подтвердил Таргаддон. «Император не бог, но мог бы им быть. Он так сильно отдалился от остального человечества. Единственный, уникальный. Кого он может назвать своим братом? Никого. Даже благословенные примархи приходятся ему только сыновьями. Император неизмеримо мудр, и мы любим его, и последуем за ним до самого края бездны. Но ему непонятны узы братства, а мы здесь встречаемся исключительно ради них». На несколько мгновений воцарилась тишина. Локен отвернулся, не желая смотреть в лицо Таргаддона. Все остальные обступили друзей плотным кольцом. «Все мы воины», – сказал Таргаддон. «Это все, что мы умеем и ради чего живем. Долг и война, война и долг. Так было с того момента, когда мы были созданы. Единственные связи, которые нам доступны, кроме долга, – это узы братства. Ради них и создана наша ложа», – продолжил Сидире. «Это единственное место, где мы можем свободно встречаться, разговаривать и общаться, вне зависимости от званий и воинских ограничений». «Человеку, решившему присоединиться к нашему тайному ордену, имеется лишь одно требование – он должен быть воином». «В нашем обществе, – сказал Таргаддон, – человек любого звания может свободно рассказывать о своих проблемах, трудностях и сомнениях, не опасаясь насмешек или взысканий со стороны старших офицеров. Этот принцип – святая святых нашего общества». «Посмотри вокруг», – вмешался Оксимант, обводя широким жестом всех собравшихся. «Гарвель, взгляни на эти лица. Здесь и ротные капитаны, и сержанты, и рядовые солдаты. Где еще могут поговорить на равных люди столь различных рангов? Наши чины мы оставляем за дверью перед тем, как войти. Здесь старший офицер может поговорить с новобранцем по-человечески, как равный с равным. Здесь ценятся знания, здесь обмениваются опытом, здесь циркулируют идеи, обнаруживаются общие склонности. Сергор носит звание Мастера Ложи только ради того, чтобы как-то координировать наши встречи». «Хорус прав», – кивнул Таргаддон, – «Гарвель, а тебе известно, сколько лет существует наш тайный орден?» Десятки лет. Нет, гораздо больше. Он старше на доброе тысячелетие. Ложи появились в легионах с момента их основания. Похожие общества создавались и в армии, и в других воинских структурах. История Ложи уходит в далекую древность. Она берет начало в период до объединительных войн. Это не культ, не религиозное течение. Просто братство воинов. В некоторых легионах таких образований не существует. В некоторых они есть. В нашем легионе Ложа всегда существовала. Она придаст нам сил. «Каким образом?» – спросил Локин. Ложа объединяет воинов независимо от их звания и положения. Она связывает людей, которые без нашего братства могли бы даже не узнать имени друг друга. Легион укрепляет твердая дисциплина, существующая благодаря официальной власти. И преданность, которая связывает всех, от командира до последнего солдата. Преданность отряду, преданность отделению, преданность роте. Ложа укрепляет легион благодаря связям между отрядами, между группами, между ротами. Можно сказать, что это наше дополнительное и секретное оружие. «Лунные волки славятся своей сплоченностью и связаны не только сверху донизу, но еще и стоят бок о бок друг с другом. Предположим, тебе надо нести десяток копий», – негромко заговорил Таргаддон. «Ты собираешь их древко к древку, наконечник к наконечнику, так легче удержать их в руках. Представь, насколько легче будет нести всю охапку, если она будет связана посередине». «Если это метафора, – фыркнул Локен, – то она здесь неуместна». «Дайте мне сказать», – раздался еще один голос. Это подошел Каллус Экаддон и встал напротив Локена. «Между нами вышла ссора», – ровным голосом произнес он. «Было такое». «Небольшая размолвка из-за соперничества в бою, я это признаю. После сражения за верхний город я ненавидел тебя всей душой. С тех пор, несмотря на то, что мы служим одному господину и исповедуем одни и те же истины, между нами возникали трения. Состязательность, верно?» «Думаю, я никогда не пытался поговорить с тобой», – продолжал Экаддон. «Мы редко встречались, но могу признаться, я ненавидел тебя еще сегодня вечером, с начала этой дружеской встречи. Затем я услышал, как ты горячо защищаешь свои принципы, как твердо отстаиваешь точку зрения, и я почувствовал уважение к тебе. Ты не боишься высказывать свои мысли, у тебя есть принципы. Завтра, независимо от твоего решения, Локен, я увижу тебя уже в другом свете. С этого момента тебе нечего опасаться с моей стороны, поскольку я узнал, каков ты на самом деле. Я понял, что ты за человек». Экаддон громко рассмеялся. «Это грубый пример, Локен, но и я грубый человек. Зато он показывает, что может сделать ложе». Он протянул руку, и Локен, немного помедлив, пожал ее. «Ну, хоть что-то получилось», – сказал Экаддон. «А теперь иди, если собирался уходить. У нас есть о чем поговорить за стаканом вина». «Или ты останешься?» – спросил Таргаддон. «Пока останусь», – сказал Локен. Встреча длилась около двух часов. Таргаддон принес с собой вина, а Сидере захватил с флагманского склада немного мяса и хлеба. Не было никаких грубых церемоний, ни демонических обрядов. Люди, братья, сидели за столами и, разделившись на небольшие группы, беседовали о самых разных вещах. Затем все прислушались к рассказу Оксиманда о сражениях против Ксеносов, в которых ему довелось принимать участие. Он надеялся, что эти истории дадут некоторое представление о грядущих битвах. В заключение Таргаддон рассказал несколько анекдотов, по большей части неприличных. Пока Таргаддон излагал очередную, особенно вульгарную побасенку, Оксиманд подошел к Локену. «Как ты считаешь?» – негромко обратился он к приятелю. «Откуда растут корни Марниваль?» «Отсюда?» – спросил Локен. Оксиманд кивнул. «У общества Марниваль тоже нет никаких официальных функций или полномочий. Это неформальное общество, но воителю без него не обойтись. Марниваль появился как видимое воплощение невидимой ложи, хотя это значение было утрачено давным-давно. Теперь это два отдельных органа, неотъемлемых для всей структуры жизни Легиона и нашей жизни. На благо всех нас, как мне хочется верить. Думая о ложах, я представлял себе различные ужасы», – признался Локен. «Я знаю, ты всегда отличался прямолинейностью, Гарви. За это мы тебя и любим, и ложа с радостью примет тебя в число своих членов. Потребуются какие-то официальные клятвы, вроде театральных эффектов преступлений в Марниваль». Оксиманд рассмеялся. «Нет, ничего подобного. Если ты здесь, то ты здесь. У нас очень простые правила. Нельзя говорить о том, что здесь происходит. Никому, кто не состоит в ложе. Мы приходим сюда в свое свободное время. Здесь мы не на службе. Наши братья, особенно младшего состава, должны быть уверены, что свободные разговоры не повлекут с собой никаких посредствий. Тебе полезно будет услышать, что они иногда рассказывают». «Думаю, это не будет лишним». «Вот и хорошо. Как я уже говорил, тебе выдадут серебряный медальон. И если кто-то спросит тебя о секретном обществе, ты должен сказать. Я не могу сказать». «Вот и все». «У меня сложилось неверное представление о ложах», – сказал Локен. «Я воображал себе нечто дьявольское, думал о самом худшем. Я понимаю, особенно если учесть несчастное происшествие с бедным Джубалом и твой непреклонный нрав». «Я должен заместить Джубала?» «Дело не в замещении», – ответил маленький Хорус. «И в любом случае ты не должен его замещать. Джубал был череном ложи, но годами не приходил на наши встречи. Вот почему мы забыли изъять его медальон до твоего прихода. Здесь мы просмотрели признак опасности Гарви. Дело не в том, что Джубал был членом ложи, а в том, что он редко посещал наши встречи. Если бы он поделился своими проблемами, возможно, удалось бы предотвратить несчастье в шепчущих вершинах». «Но ты говорил, что я должен кого-то заменить», – вспомнил Локин. «Да, Удана. Мы потеряли его». «Удан тоже был членом ложи». «Он давно стал нашим братом», – кивнул Аксимант. «Да, еще вот что. Постарайся поговорить с Випусом». Локин прошел к горящему в металлической бочке огню, рядом с которым стоял Випус. Подвижные языки желтоватого пламени взвивались вверх и посылали в темноту снопы искр. Нер оказался взволнованным и нервно поглаживал подживающий рубец на новой руке. «Неро, Гарвиль, я так переживал из-за этого». «Почему? Потому что... Ты ведь не хотел, чтобы кто-то из твоей роты...» «Насколько я понимаю», – заговорил Локин. «Извини, если я ошибусь. Ложа просто дает возможность свободно разговаривать и обмениваться мнениями. Ничего вредного». Неро улыбнулся и кивнул. «Членом ложи я стал задолго до того, как был назначен в твою роту. Я уважал твои желания, но и братство покинуть не мог. Я все держал в секрете. Иногда возникало желание все тебе рассказать и пригласить в ложу, но я боялся, что ты возненавидишь меня за это». «Ты мой лучший друг», – сказал Локин. «И я никогда не смогу тебя ненавидеть». «И в случае с Медальоном Джубала ты не стал поднимать шум, когда его обнаружил». «А ты, как истинный член братства, ответил только «я не могу сказать».» Неро негромко рассмеялся. «Да, кстати», – продолжил Локин, – «это ведь был ты». «Когда?» «Это ты забрал Медальон Джубала?» «Я рассказал капитану Оксиманду о твоем интересе к Медальону Гарви, но я его не брал». Когда собрание закончилось, Локин прошел по одному из длинных служебных проходов, пролегающих вдоль всего днища. С покрытых ржавым налетом перекладин капала вода, а в лужах под ногами переливалась радужная маслянистая пленка. Немного погодя его догнал Таргаддон. «Ну как?» – спросил он. «Я был удивлен, увидев там тебя», – сказал Локин. «И я был удивлен, увидев тебя», – в тон ему ответил Таргаддон. «Твою упрямую башку», – добавил он. Локин рассмеялся. Таргаддон, разбежавшись, подпрыгнул и хлопнул ладонью по трубе. И с плеском приземлился в лужу. Локин хихикнул, тряхнул головой и проделал то же самое. Его отпечаток оказался выше, чем у Таргаддона. Труба ответила на шлепки низким гулом, прокатившимся по туннелю. «Под инженерной палубой», – сказал Таргаддон. «Трубы вдвое выше, чем здесь, но я могу их достать». «Придумываешь. Могу доказать». «Посмотрим». Некоторое время они шли молча. Таргаддон стал громко и фальшиво насвистывать марш Легиона. «Ну что, нечего сказать?» – спросил он наконец. «О чем? Обо всем этом». «У меня были неверные сведения. Теперь я знаю больше». «И…» – Локен остановился и посмотрел в глаза Таргаддона. «Меня беспокоит только одно», – сказал он. «Ложа существует тайно, значит, рассуждая логически, этот секрет полезен. А у меня проблемы с сохранением секретов». «Какие проблемы?» «Если привыкнешь хранить секреты, кто знает, что еще можно сохранить в тайне». Некоторое время Таргаддон хранил серьезное выражение, но затем взорвался хохотом. «Напрасный труд», – выдохнул он. «Я ничего не могу с тобой поделать, ты слишком прямолинейен». Локен улыбнулся, но продолжил говорить серьезно. «Это ты не раз уже мне говорил, Тарик, но я имел в виду другое. Ложа сохраняет секрет своего существования. Все привыкают хранить эту тайну. Подумай, какие еще секреты можно сохранить в этом обществе, если захотеть». «Секрет твоего упрямства», – насмешливо спросил Таргаддон. «Я думал, что это давно всем известно». «Да уж, ты прав», – хихикнул Таргаддон. «Итак», – продолжил он после небольшой паузы, – «ты придешь на следующую встречу?» «Я не могу сказать», – ответил Локен. Глава шестнадцатая. Избранное орудие, редкие пикты, император защитит. Четыре полные роты лунных волков приземлились на поляне, и под их неудержимым натиском орды мегарахнидов рассеялись. Те, кто не успел укрыться среди дрожащих стеблей травы, пали от рук космодесантников. В холодном ночном воздухе повисло плотное и темное облако дыма, похожее на твердую скальную породу. Скрюченные, блестящие тела ксеносов металлической стружкой устилали поляну. «Капитан Таргадон!» – официально представился лунный волк и воспроизвел знамение Аквила. «Капитан Тарвиц!» – ответил Саул. «Примите мою благодарность за своевременное вмешательство». «Это честь для меня, Тарвиц!» – сказал Таргадон и окинул взглядом дымящееся поле. «Неужели вы бились здесь только в шестером?» «В нашей ситуации не было другого выбора», – ответил Тарвиц. «Балли поблизости освобождал Люция от слоев мегарахнитского цемента». «Ты жив?» – спросил Таргадон с высоты своего роста. Люций молча кивнул и сел в сторонке, чтобы как следует очистить великолепные доспехи от остатков застывшей массы. Таргадон некоторое время наблюдал за ним, потом его внимание снова привлекли голоса в устройстве вокс-связи. «Сколько с тобой еще воинов?» – спросил Тарвиц. «Штурмовый отряд», – ответил Таргадон. «Четыре роты. Подожди, пожалуйста». «Вторая рота, подтянитесь ко мне!» «Люк, охраняй периметр, собери технику!» «Сергор, прикрой левый фланг!» «Верулам, я жду!» «Спрями правое крыло!» Вокс-приемник снова затрещал. «Кто здесь командует?» – раздался голос. «Я командую», – ответил Таргадон и развернулся. «По насыпи дымящихся осколков известняка к ним приближалась величественная фигура лорда Эйдолона в сопровождении десятка детей императора». «Я Эйдолон!» – произнес он, обращаясь к Таргадону. «Таргадон!» «Учитывая обстоятельства, – продолжал Эйдолон, – я могу понять отсутствие поклона». «Не могу себе вообразить таких обстоятельств, при которых я стал бы кланяться», – ответил Таргадон. Тело хранителя Эйдолона выхватили свои боевые мечи. «Что ты сказал?» – воскликнул один из них. «Я сказал, что вам, мальчики, надо побыстрее спрятать свои вертела, пока я кого-нибудь ими не поранил». Эйдолон поднял руку, и его охранники спрятали оружие. «Я признателен за ваше вмешательство, Таргадон, поскольку ситуация складывалась угрожающе. Я также понимаю, что лунные волки воспитаны не так, как остальные люди, и не обучены хорошим манерам. Так что я не стану обращать внимания на ваши высказывания». «Капитан Таргадон!» – поправил его лунный волк. «Так или иначе, если я вас оскорбил, могу заверить, что сделал это намеренно». «Один на один со мной!» – взревел Эйдолон. Он сбросил шлем, принудив генно-биологическую систему приспособиться к климатическим условиям и радиоактивному ветру. Таргадон последовал его примеру. Они встали лицом к лицу и скрестили взгляды. Тарвис с растущим изумлением наблюдал за их противостоянием. На его памяти никто не осмеливался задевать лорда Эйдолона. Противники стояли, едва не касаясь друг друга нагрудниками доспехов. Эйдолон выигрывал в росте. Таргадон не переставал ухмыляться. «Эйдолон, чего ты добиваешься?» – насмешливо спросил Таргадон. «Может, ты хочешь отправиться домой с головой, засунутой в задницу?» «Ты – безродная дворняжка!» – прошипел Эйдолон. «Значит, это все, что ты знаешь», – ответил Таргадон. «А надо бы тебе разобраться получше. Я – безродная дворняжка и горжусь этим. Ты знаешь, что это такое?» Он показал вверх на одну из звезд. «Звезда?» – спросил моментально сбитый с толку Эйдолон. «Вероятно. Но я спрашивал не о том. Дело в том, что я назначен командиром десантного отряда лунных волков и пришел, чтобы спасти ваши несчастные задницы. Я делаю это по личному поручению самого воителя. Он там, наверху, на одной из звезд, и в настоящий момент думает о том, что ты – полный кретин. И при следующей встрече с Фулгримом непременно скажет ему об этом». «Не смей говорить о моем примархе так неуважительно, мерзавец! Хорус узнает!» «Ну вот опять!» – вздохнул Таргадон и двумя толчками кулаков в грудь лорда заставил Эйдолона отступить на шаг. «Он воитель!» – последовал еще толчок. «Воитель! Твой воитель! Изволь проявить некоторое уважение!» Эйдолон засомневался. «Я… Конечно, я признаю величие воителя!» «Признаешь? Правда, Эйдолон?» «Что ж, это прекрасно, потому что в настоящий момент я представляю его. Я – его избранное орудие в этом мире. И изволь обращаться ко мне, как будто перед тобой воите. Ты и мне должен оказывать почтение тоже. Воитель Хорус верит, что в этой военной операции ты наделал кучу непозволительных ошибок. Сколько братьев ты сюда сбросил? Роту? А сколько их осталось? Сэргар, дай сводку!» «В живых тридцать девять, Тарик!» – послышался голос на канале Вокс-связи. «Может быть больше. Многие тела еще не осмотрены. Тридцать девять. Ты так стремился к славе, что угробил больше половины роты. Если бы я был примархом Фулгримом, я бы приказал насадить твою голову на кол. Возможно, воитель сам распорядится насчет этого. Ну что, лорд Эйдолон, мы разобрались?» «Мы…» – протянул Эйдолон. «Мы разобрались, капитан». «Может, пора вернуться к солдатам и провести ревизию своих сил?» – предложил Таргаддон. «Враг скоро снова будет здесь, и я уверен в большем количестве». Несколько секунд Эйдолон пытался испепелить Таргаддона злобным взглядом, но затем надел на голову шлем. «Капитан, я не забуду этого оскорбления!» «Значит, путешествие было не напрасным!» Отрезал Таргаддон и тоже надел шлем. Эйдолон поплелся прочь, окликая на ходу своих рассеянных по поляне солдат. Таргаддон повернулся и встретился взглядом с Тарвицем. «Тарвиц, что у тебя на уме?» – спросил он. «Я давно ждал случая это сказать. Хотел бы произнести Тарвиц, но вслух только спросил. «Что я должен делать?» «Собери свой отряд и будь наготове. Когда появятся эти скоты, я бы хотел иметь вас поблизости». Тарвиц воспроизвел на своей груди знак Аквилы. «Можете на это рассчитывать. Но как вы догадались, куда сбрасывать десант?» Таргаддон ткнул пальцем в чистое небо. «Мы прыгнули туда, где не было шторма», – ответил он. Тарвиц поднял на ноги Люция. Тот все еще теребил свои пострадавшие доспехи. «Этот Таргаддон, гнусный грубиян», – сказал он. Люций слышал всю перебранку от начала и до конца. «И все же он мне нравится». «И как он разговаривал с нашим лордом?» «Как собака». «А мне нравятся собаки», – сказал Тарвиц. «За такую наглость я бы мог его убить». «Не вздумай», – предупредил его Тарвиц. «Это было бы неправильно, и в таком случае мне пришлось бы тебя наказать». Люций расхохотался, словно Тарвиц сказал нечто смешное. «Я серьезно», – добавил Тарвиц. Люций только громче рассмеялся. Сбор всех сил на поляне занял не больше часа. Через заброшенного с десантом астропата Таргаддон установил связь с флотилией. Над окружающими открытое пространство травяными лесами штормщиты бушевали с прежней яростью, но непосредственно над поляной небо по-прежнему оставалось спокойным. Тарвиц, выстраивая остатки своих солдат, наблюдал за ожесточенными дебатами между Таргаддоном и его капитанами с одной стороны, и лордом Эйдоланом и Антеусом с другой. Было очевидно, что в выборе последующего курса возникли непреодолимые разногласия. Спустя некоторое время Таргаддон покинул группу спорщиков. Как предположил Тарвиц, он решил не вызывать дальнейших ссор своими резкими замечаниями по адресу лорда Эйдолана. Таргаддон стал обходить пикеты, останавливаясь, чтобы перемолвиться несколькими словами со своими людьми, и вскоре добрался до позиции Тарвица. «Тарвиц, ты мне кажешься славным малым», — заметил он. «Как же ты выносишь своего лорда?» «Служить ему мой долг», — ответил Тарвиц. «Я обязан ему подчиняться. Он мой командир, и его послужной список достоин восхищения». «Сомневаюсь, что это мероприятие добавит блеска его триумфальному списку», — сказал Таргаддон. «Скажи, ты был согласен с его решением выбросить десант?» «Я не могу быть согласен или не согласен», — ответил Тарвиц. «Я обязан повиноваться. Это мой командир». «Это мне известно», — вздохнул Таргаддон. «Ладно, только между нами, как брат брату, Тарвиц. Тебе по душе такое решение?» «Я действительно...» «Ну, продолжай. Я только что спас тебе жизнь. Ответь честно на мой вопрос, и мы будем в расчете». Тарвиц колебался. «Я считал этот шаг несколько опрометчивым», — признался он. «Я думал, что решение обусловлено амбициями лорда и не имеет ничего общего с заботой о безопасности нашей роты или со спасением пропавших воинов». «Спасибо за откровенность». «Могу я и дальше говорить откровенно?» «Конечно. Сэр, я восхищен вами», — сказал Тарвиц, «и вашей храбростью и вашими прямолинейными высказываниями. Но прошу вас не забывать, что мы дети Императора и очень горды этим. Нам не нравится, когда нас разоблачают или недооценивают. Не любим мы и малейшего намека на унижение со стороны других космодесантников. Даже самых прославленных Легионов». «Говоря «мы», ты имел в виду Эйдолана?» «Нет, я имел в виду нас». «Очень тактично», — заметил Таргаддон. «В начале Великого Похода дети Императора некоторое время сражались с нами бок о бок. Это было до того, как ваш Легион достаточно вырос, чтобы действовать самостоятельно». «Я знаю, сэр. Я служил в то время, но тогда был еще рядовым солдатом». «Значит, тебе известно, с каким уважением относились к вашему Легиону Лунные Волки?» «Тогда я тоже был только младшим офицером, но прекрасно помню слова Хоруса». «А, как это?» «Да, он говорил, что дети Императора — это живое воплощение Адептус Астартес. С вашим примархом Хоруса связывают особые узы». «За время этого похода Лунным Волкам довелось сотрудничать почти со всеми Легионами. И до сих пор мы считаем ваш Легион одним из лучших, с которым пришлось сражаться бок о бок». «Мне приятно слышать это от вас, сэр», — ответил Тарвиц. «Тогда почему вы так сильно изменились?» «Спросил Таргадон. Неужели и остальные старшие офицеры вашего Легиона похожи на Лорда Эйдолана? Его высокомерие меня поражает. Такой заносчивый». «Наш характер обусловлен незаносчивостью, сэр. Наше превосходство в безупречности. Но один человек всегда может ошибиться относительно другого. Мы равняемся на Императора, возлюбленного всеми. И в стремлении быть на него похожими, мы можем показаться кому-то надменными и высокомерными». «А тебе никогда не приходило в голову?» — спросил Таргадон. «Что как бы ни было похвально стремление изо всех сил подражать Императору, есть одна вещь, которой вы не должны пытаться достигнуть. Его превосходство. Он ведь Император. Он единственный. Можно пытаться подражать ему во всех отношениях, но не стоит допускать и мысли, что можно оказаться на одном уровне с ним. Никто не может достичь его высоты. Никто не может с ним сравниться». «Наши легионы-то понимают», — сказал Тарвиц, «хотя иногда это не доходит до остальных». «Безупречность не подразумевает излишней гордости», — продолжал Таргадон. «В чувстве превосходства над другими и самоуверенности нет ничего достойного восхищения». «Мой лорд Эйделон понимает это. Хорошо бы он на деле доказал свое понимание. Он едва не погубил вас и даже не извинился за свои ошибки. Я уверен, в скором будущем он надлежащим образом выскажет вам благодарность за усилия по нашему спасению. И… Я не хочу никаких одолжений», — прервал его Таргадон. «Вы, наши братья, оказались в беде, и мы пришли на помощь. На этом все кончено». Но мне пришлось спорить с воителем, чтобы получить разрешение на высадку десанта, поскольку он считал безумием посылать очередную группу людей на верную гибель в неизвестное место, на встречу с неизвестным врагом. А Эйделон пошел на это, ради воинской чести и гордости, как мне кажется. «Как же вам удалось переубедить воителя?» — удивился Таргадон. «Это не моя заслуга», — сказал Таргадон. «А ваша. В этой местности прекратился шторм, и мы уловили ваши вокс-сигналы. Тем самым вы доказали, что еще живы, и воитель немедленно отдал приказ о выброске штурмовой роты. Надо же было вытащить вас отсюда». Таргадон перевел взгляд на мерцающие звезды. «Шторма — это их лучшее оружие», — пробормотал он. «Если мы собираемся привести этот мир к согласию, необходимо найти способ борьбы с ними». Эйделон высказал предположение, что ключом к их тайне могут быть деревья, что они могут служить генераторами или усилителями бурь. Он сказал, что как только он уничтожил деревья, шторм тотчас прекратился. Тарвиц немного помолчал. «Мой лорд так и сказал. Это единственное разумное высказывание, которое я от него услышал. Он сказал, что заложил под деревья заряды и взорвал их, и буря мгновенно ослабела. Это интересная теория. Воитель приказал использовать передышку между штормами, чтобы всех отсюда эвакуировать. Но Эйделон упорно настаивает на поиске и уничтожении других деревьев в надежде прорвать оборону противника. «Как ты думаешь?» «Я считаю, мой лорд очень мудр», – сказал Тарвиц. Стоящий неподалеку от них Балли слышал весь разговор и уже не мог больше сдерживаться. «Капитан, разрешите мне кое-что сказать», – заговорил он. «Не сейчас, Балли», – остановил его Тарвиц. «Сэр, я...» «Балли, ты слышал приказ», – поддакнул подошедший Люций. «Как твое имя, брат?» – спросил Таргадон. «Балли, сэр. Что ты хотел сказать?» «Это не важно», – фыркнул Люций. «Брат Балли лезет со своими разговорами без очереди». «А ты Люций, верно?» – спросил Таргадон. «Капитан Люций». «А Балли – один из тех, кто стоял подле тебя и сражался за твою жизнь?» «Это так. Я благодарен ему за службу». «Может, тогда стоит разрешить ему сказать?» – предложил Таргадон. «Это было бы неуместно», – упорствовал Люций. «Вот что я вам скажу», – решил Таргадон. «Как командир штурмовой группы, я здесь обладаю определенной властью, и я буду решать, кому говорить, а кому молчать. Балли, давай послушаем, что ты скажешь». Балли смущенно глянул на Тарвитса и Люции. «Это приказ», – подтолкнул его Таргадон. «Мой командир Эйдолан не взрывал эти деревья, сэр. Это сделал капитан Тарвитс. Он настоял на взрыве, а потом лорд Эйдолан отругал его за расточительность». «Это правда?» – спросил Таргадон. «Да», – ответил Тарвитс. «Почему ты это сделал?» «Мне показалось несправедливым оставить без возмездия такое надругательство над телами погибших братьев», – ответил Тарвитс. «И ты позволил Эйдолану приписать себе все заслуги, но не сказал ни слова?» «Он мой господин». «Спасибо, брат», – поблагодарил Таргадон Балли, потом бросил взгляд на Люция. «Попробуйте осудить его или наложить взыскание за правдивый рассказ, и я попрошу воителя лично лишить вас звания и заслуги». Затем Таргадон повернулся к Тарвитсу. «Забавно. Наверное, это не должно было иметь значения, но получается наоборот. Теперь, когда я знаю, что это ты разрушил деревья, мне больше нравится идея, высказанная Эйдолан». «Он умеет отличать нужные факты». «Что ж, давай срубим еще несколько деревьев, Тарвитс. Ты можешь показать мне, как это делается?» Таргадон отошел, выкрикивая на ходу приказ собраться и приготовиться к движению. Тарвитс и Люций обменялись долгими взглядами, и вслед за этим Люций ушел. Вооруженный отряд двинулся с открытого пространства снова в заросли травяного леса. И опять люди попали под удары штормщитов. Прокладывать путь Таргадон приказал отряду терминаторов. Люди-танки под командованием Трай-Сорока активировали тяжелые мечи и стали прорубать дорогу. Массивные стебли падали на соседние и освобождали путь людям. Несмотря на яростные порывы штормового ветра, они прошли около 20 километров. Мелкие отряды мегарахнидов дважды пытались атаковать колонну, но штормовая группа, пользуясь преимуществом очищенной от стеблей дороги, смыкала ряды и уничтожала противника болтерным огнем. Ландшафт постепенно изменялся. Похоже, люди подошли к краю обширного плато, и дальше начался крутой склон. Заросли стеблей становились все реже, между ними проглядывали свободные участки богатой железом каменистой почвы. Спуск закончился широкой долиной. В этой низине топкая почва была усыпана тысячами маленьких конических деревьев метров в десяти высотой, которые росли очень густо, словно выводки грибов. Твердые каменистые деревья состояли из того же молочно-белого цемента, что и деревья-убийцы. Спустившись в долину, Астартес обнаружили, что топкая и скользкая почва покрыта сетью длинных узких озер с оранжевой от окиси из железа водой. Вспышки непрекращающихся молний зажигали их ярким огнем, и длинные полоски воды казались кровавыми царапинами на поверхности земли. В душной долине кружились бесчисленные стайки жестких серых жуков. Более крупные летающие существа, похожие повадками на летучих мышей, охотились на жуков, совершая резкие зигзаги в воздухе. В устье долины космодесантники обнаружили еще шесть деревьев, превратившихся в мрачные могильники. На их шипах висели частично обглоданные трупы, отдельные куски плоти и обломки доспехов. Кровавые ангелы и имперская армия. Никаких признаков летающих мегарахнидов не было, хотя на расстоянии около 50 километров, на фоне сверкающего молниями неба, над травяными зарослями можно было заметить кружащие в воздухе черные тени. «Их надо похоронить», — сказал Таргадон. Мой кивнул и отправился собирать боеприпасы. «Отыщите капитана Тарвица!» — крикнул Таргадон. «Он покажет, как это делается!» После отправки штурмовой группы Локен еще три часа оставался на стратегической палубе, пока не пришел первый сигнал от Таргадона. Отряд расчистил от врага район приземления и объединился с остатками сил лорда Эйдолана. После этого атмосфера странным образом сгустилась. Все ожидали решения Таргадона относительно дальнейших шагов. Замкнутый и встревоженный, Абадон уже отдал приказ о подготовке штурмкатеров для эвакуации воинов с поверхности. Оксимант молча шагал взад и вперед. Воитель вместе с Малагарстом уединились в личных покоях Хоруса. Локен ненадолго прислонился к перилам палубы, бросил взгляд на суету капитанского мостика внизу и принялся обсуждать вопросы тактики с Тибальдом Марром. Марр и Мой оба были сыновьями Хоруса и настолько точно унаследовали его облик, что их можно было принять за близнецов. По той причине, что их было почти невозможно отличить друг от друга, в Легионе им дали уменьшительное прозвище «другой» и «иной». Трудно было разобраться, кто из них кто, настолько они казались одинаковыми. Оба, Марр и Мой, были боевыми офицерами, и одержанные ими победы могли стать предметом гордости любого воина, хотя до Сидере и Леобадона обоим было еще далеко. Оба они были умелыми, исполнительными и искусными командирами, но кроме того, они были лунными волками, и то, что считалось обычным умением в этом Легионе, в других подразделениях могло стать достойным подражания образцом. Из слов Марра, Локен пришел к выводу, что тот завидует назначению своего близнеца в эту экспедицию. Обычный Хорус посылал на задания либо их обоих, либо ни одного. Они хорошо работали вдвоем, дополняя друг друга, и, казалось, предугадывали взаимные действия. Но штурмовой отряд комплектовался в честной и демократичной жеребьевке. Мой получил место, а Марр – нет. Марр говорил безумолку, явно выплескивая на Локена свое беспокойство за судьбу брата. Вскоре к ним присоединился Круз. Яктон Круз был очевидным анахронизмом. Он занимал должность капитана с самого основания Легиона, и все остальные считали его старым и скучным. После возвращения императора на родину и возвышения Хоруса, блеск его былой славы еще больше потускнел. Круз был продуктом другой эпохи, атовизмом эры объединительных войн и мрачного прошлого, упрямым и слегка ворчаливым придирой, живым свидетельством нелегкого пути становления Легиона. «Братья!» – приветствовал Круз, подходя к перилам. Кроме всего прочего, у него сохранилась привычка ударять себя кулаком в грудь, вместо того, чтобы обеими руками творить знамение аквилы. Этот обычай тоже относился к древним временам до установления Союза. Длинное, обветренное лицо Круза украшало множество глубоких морщин и складок, а волосы давно уже стали совершенно седыми. Разговаривал он очень тихим голосом, заставляя собеседников напрягать слух, и верил, что именно эта привычка стала поводом для прозвища в пол-уха. Локен знал, что это далеко не так. Мысли Круза уже давно утратили былую остроту, и со своими советами и замечаниями он частенько запаздывал или попадал в просаг. Прозвище было дано из-за того, что окружающие предпочитали не слишком внимательно относиться к его высказываниям. Круз считал себя кем-то вроде мудрого наставника легиона, но никто не хотел злить старика и рассеять его заблуждение. Со стороны командования предпринимались вялые попытки отстранить его от руководства ротой, а Круз, в свою очередь, несколько раз выставлял свою кандидатуру на должность первого капитана. Он давно уже отслужил все положенные сроки. Локен считал, что воитель испытывает к старику нечто вроде жалости и не может решиться отправить его в отставку. Круз стал докучливой реликвией, которой относились с равной долей почтительности и раздражения, и он не мог понять, что легион окреп и возмужал без его участия. «Через день мы с этим покончим», – категорично заявил Круз, подойдя к Локену и Марру. «Попомните мои слова, молодые люди. Еще день, и командир прикажет эвакуировать всех». «Тарик неплохо справляется», – заметил Марр. «Тарик – мальчишка, которому сопутствует удача, но нельзя вечно полагаться на везение. Попомните мои слова. Еще день, и всех вернут обратно». «Хотелось бы мне быть там, внизу», – сказал Марр. «Глупое мечтание», – отрезал Круз. «Это всего лишь спасательная экспедиция. Не могу даже представить себе, о чем думали дети Императора, когда совались в это пекло. Знаете, в молодости мне приходилось с ними служить. Отличные ребята, сообразительные. Они научили лунных волков кое-каким правилам поведения. Спасибо им за это, образцовые солдаты. На восточной окраине они нас посрамили, но это было очень давно». «И все же это было», – вставил Локен. «Конечно было», – согласился Круз, не замечая иронии. «Не могу вообразить, почему здесь они так сплоховали». «Развязав войну», – предположил Локен, – Круз окинул его недоверчивым взглядом. «Гарвель, ты смеешься надо мной?» «Что вы, сэр, я никогда бы не посмел». «Я надеюсь, скоро и нам найдется дело внизу», – проворчал Марр. «Очень скоро». «Этого не случится», – заявил Круз. Он с довольным видом погладил кустистую бородку, украшавшую морщинистое лицо. Круз определенно не был сыном Хоруса. «У меня еще есть кое-какие дела», – сказал Локен. «Так что придется вас оставить, братья». Марр с досадой посмотрел на Локена, не желая оставаться наедине с Крузом. Локен незаметно подмигнул и ушел, слушая, как за его спиной начинается один из длинных и утомительных рассказов о былых днях. Локен спустился в казармы 10-й роты. Его люди томились в ожидании. Они были наполовину экипированы, а оружие пока оставалось на стойках. Подмастерья и сервиторы, толкая перед собой передвижные столики с инструментами, заканчивали последнее приготовление доспехов и снаряжения. Все было как обычно. Люди неделями сохраняли боевую готовность. Некоторое время Локен провел в беседе с Випусом и другими командирами, излагая им сложившиеся обстоятельства. Затем коротко переговорил с молодыми воспитанниками легиона, которые сопровождали воинов в экспедиции. Эти бойцы нервничали больше остальных. Мир-140-20 мог стал местом их первого боевого крещения в качестве полноценных астартес. Уединившись в своей личной оружейной, Локен немного посидел, занимаясь психологическими упражнениями, которые, как утверждалось, должны были помочь ему сосредоточиться и обрести ясность мышления. Вскоре это занятие ему наскучило, и он взялся за рекомендованную Зиндерманном книгу. За время перехода он прочел гораздо меньшую часть хроник Урша, чем намеревался. Командующий не давал ему скучать. Локен перелистал тяжелые пожелтевшие страницы и отыскал то место, на котором остановился. Как и обещал Зиндерман, хроники оказались грубыми и жестокими. Давно позабытые города постоянно разграбляли, сжигали, а то и вовсе стирали с лица земли ядерными взрывами. Моря регулярно окрашивались кровью, небеса темнели от пепла, а окрестности усеивались побелевшими костями побежденных. Если описывался марш армии, то в нем участвовали миллиарды солдат, и радиоактивный ветер развивал над их головами миллионы знамен. Битвы представлялись грандиозными водоворотами мечей и остроконечных черных шлемов. Происходили они под завывание рожков и при свете взрывов и пожаров. Страница за страницей содержала описание жестоких порядков и не менее жестокого характера деспота Калаганна. Чаще всего это забавляло Локена. Реальные факты переплетались с неудержимой фантазией. В хрониках описывались такие подвиги, которые воинам эпохи, предшествующей объединению, были явно не по плечу. Действующая в книге армия представляла собой орды тех самых техноварваров, ради подчинения которых и были созданы ранние образцы Астартес и их силовые доспехи. Описание главных генералов Калагана, Луртойса и Шангхала, а позднее и Куаладона во многом могли бы подойти современным примархам. В течение второй половины периода раздоров они по приказам Калагана покорили весьма обширные районы. Локен несколько раз заглядывал в конец книги и узнал, что последние главы посвящены описанию падения власти Калагана и окончательному завоеванию Урша войсками Союза. Он нашел описание вражеских воинов, вооруженных болтерами и с эмблемой молнии на груди, личного знака императора до того, как был официально признан Орел Империум. Воины отдавали честь, ударяя себя в грудь сжатым кулаком, символизирующим Союз, как до сих пор делал Круз, и были облачены в силовые доспехи. Локену стало интересно, попадется ли в книге упоминание о самом императоре, а заодно он хотел увидеть, не узнает ли среди персонажей ранних представителей Адептуса Стартус. Но основательное прочтение книги он оставил Кириллу Зиндерману, а сам вернулся к первоначальному порядку и отмеченному отрывку. Подробное описание нескольких последовательных кампаний Шангхала против конклавов Нордафрика быстро захватило Локена. Шангхал собрал несметное войско рекрутов из подвластных ему южных государств Урша и использовал его для поддержки вторжения своих главных сил, включающих копьеносов Тупелова и Красные машины. Технохраны Нордафрика на благо своих конклавов сберегли гораздо более совершенные технологии, чем те, что были в распоряжении Шангхала, так что главной причиной войны была обычная зависть. Каллаган жаждал заполучить прекрасные инструменты и механизмы Нордафрика. Вторжение Шангхала во владение Нордафрика было отмечено восемью грандиозными сражениями, и величайшим из них была битва при Ксазере. На протяжении девяти дней и ночей боевые колесницы красных машин утрамбовывали возделанные и засеянные земли, пока снова не обратили их в пустыню, из которой были созданы эти пастбища благодаря уходу и ирригации. Они пробили ограды, снабженные лазерными шинами, и украшенные драгоценными камнями стены наружного пояса, а затем сбросили заражающий все и всех ядерный заряд в самое сердце зоны управления. Вслед за машинами волна завывающих берсеркеров из армии копьеносцев ворвалась через пробитую брешь и покатилась по земному раю садов Ксазера, последнему кусочку Эдема на пораженной недугами планете. Несомненно, все сады были тотчас вытоптаны. Локен поймал себя на том, что снова заглядывает вперед, поскольку несколько страниц было занято немыслимым количеством хвалебных донесений и перечислений наград. Но вот его взгляд остановился на странной фразе, и Локен вернулся немного назад. В глубине зоны управления произошла последняя, девятая битва, отметившая окончание вторжения. Оставался невзятым один бастион, мурингон или укрепленный храм, где остались последние хиеропаты Конклава, занимающиеся, как утверждал текст, с циомагией при свете огня, сжигающего их царство. Шангхал, желая поскорее отправить донесения о свершившемся завоевании, посылал на штурм храма Анулта Кейзера. Кейзер, лорд-командир копьеносцев Тупелова, в силу своих обширных связей мог свободно призвать на службу эскадрилью наемных летчиков, чьи затейливо украшенные истребители, как говорили легенды, никогда не приземлялись и даже не касались почвы. Они жили только в небесах. Перед штурмом Мурингона, а нейрокритики Кейзера, под этим словом, как понял из текста Локен, подразумевались толкователи снов, предупредили об опасности с циомагии хиеропатов и их непредсказуемых действий. В самом начале битвы, как и предсказывали о нейрокритике, в бой вступила магия. В воздух взвилась туча насекомых, такая густая и огромная, что померк дневной свет. Она устремилась на войско Кейзера. Мелкие существа забивали воздухозаборные каналы, дуло орудий, визоры, уши и рты. Вода закипала безо всякого огня. Двигатели перегревались и взрывались. Люди каменели, или их кости превращались в желе, или их плоть покрывалась язвами и нарывами, а потом отваливалась целыми кусками. Некоторые солдаты сходили с ума, другие превратились в демонов и нападали на своих собратьев. Локен остановился и вернулся к последнему отрывку. Налетела тьма летучего гнуса, и кого он жалил, ума лишались, менялись в облике и превращались в ужасное подобие демонов, в нечистых тварей, покрытых язвами, подобных афритам, что живут в безлюдных пустыне. В таком обличье несчастные создания обращались противу своих сородичей и грызли окровавленные кости. Превращались в демонов и нападали на своих собратьев. Сам Аннулд Кейзер был убит одним из таких демонов, который всего несколько часов назад был его верным лейтенантом Вилхимом Мардалом. Шанг Хал, услышав такие известия, впал в ярость и тотчас прибыл к месту событий, взяв с собой тех, кого в книге называли певцами гнева. Эти личности тоже обладали способностями к магии. Их предводитель или мастер по именем Матео Орде сумел вовлечь хиеропатов в заочную войну. Дальше текст становился раздражающе неопределенным и невозможно было понять, что произошло на самом деле, словно автор и сам не слишком разбирался в происходящем. Слова «магия» и «колдовство» встречались довольно часто, но безо всяких определений. Кроме того, были и заклинания, обращенные к темным первобытным божествам, о которых, как полагал автор, читатели должны были иметь некоторое представление. С самого начала книги Локину встречались ссылки на колдовские силы Калагана и невидимые орудия, которые составляли основу могущества Урша. Но тогда он принял эти фразы за гиперболы. Здесь же магия впервые проявилась на страницах книги в качестве свершившегося факта. Земля дрожала, словно от испуга. Небеса разрывались, будто шелк. Многие воины войска Урша слышали шепот погибших. Огонь охватывал людей, но не пожирал их, и несчастные метались из стороны в сторону, тщетно моля о помощи. Заочная война между хиеропатами и певцами гнева длилась шесть дней, а когда закончилась, пустыня покрылась слоем снега, и небо окрасилось в кроваво-красный цвет. Воздушная эскадрилья Рома была вынуждена отступить, иначе плачущие ангелы могли сбросить их корабли с неба и разбить о землю. В конце концов погибли все певцы гнева, кроме самого Матео Орде. На месте Мурингона образовался дымящийся провал, а окружающие стены настолько перегрелись, что превратились в слитки стекла. Но хиеропаты тоже погибли. Голова закончилась. Локен поднял голову. Он был настолько увлечен чтением, что мог пропустить сигнал тревоги или сообщения. В оружейной царила тишина. На настенной панели не было никаких сигналов. Он начал читать следующую главу, но повествование переключилось на события, относящиеся к Северной войне против кочевников, кровожадных обитателей тайги. Локен перевернул несколько страниц в поисках дальнейших упоминаний о колдовстве или самом Орде, но ничего не нашел. Разочаровавшись, он отложил книгу. Зиндерман. Неужели он намеренно предложил ему эту книгу? Для чего? Ради шутки? В качестве завуалированного послания? Локен решил изучить книгу подробно, главу за главой, и задать своему наставнику несколько вопросов. Затем он подошел к панели вокс-связи и нажал кнопку. «Дежурный офицер, чем могу служить? Есть известие от штурмовой группы? Сейчас проверю, сэр. Нет, для вас ничего нет. Спасибо. В случае новостей доложите немедленно. Слушаю, сэр». Локен выключил вокс и снова вернулся к книге. Он оторвал узкую полоску пергамента от одной из копий особого обета и заложил в интересующее его место. Закрыв фолиант, он подошел к потрепанному металлическому рундуку, где хранил свое имущество. Там было всего несколько дорогих ему предметов, слишком мало для такой долгой жизни. Взгляд на собственные вещи напомнил Локену о скудных пожитках Джубала. «Кто будет разбирать эти вещи в случае моей гибели?» – подумал Локен. «Что они сохранят?» В основном там были безделушки, бесполезные трофеи, имеющие значение только для самого Локена. Рукоять боевого кинжала, сломанного о шею зеленокожего орка. Длинные перья, порядком пропылившиеся и поредевшие, принадлежавшие лет десять назад чуть не убившему ему железноклюву с Балтазара. Кусок заржавевшей проволоки с узлами на обоих концах, которую он использовал, чтобы придушить безымянного воина, когда другого оружия у него не осталось. Вот это была битва. Настоящее испытание. Локен решил, что должен как-нибудь рассказать о ней Олитон. Как давно это было? Прошла целая вечность, а воспоминания так же тяжелы и отчетливы, словно это было вчера. Два воина, лишенные в силу военных обстоятельств и их арсеналов, преследуют друг друга в продуваемом ветром лесу. Только опыт и сила воин. Локен чуть не прослезился от восхищения противником, которого убил. Остались только кусок проволоки и воспоминания. А когда не станет Локена, останется одна ржавая проволока. Кто бы ни пришел сюда после его смерти, тот, несомненно, выбросит ее, посчитав просто ржавым обрывком и ничем больше. Но вот рука нащупала предмет, который вряд ли кто решится выбросить. Электронный блокнот, переданный ему карказик. Электронный блокнот-кииллер. Локен присел и стал снова просматривать пикты. Редкие снимки. Десятая рота собралась на палубе перед выброской десанта. Ротное знамя. Сам Локен на фоне развернутого полотнища. Локен, приносящий особый обед. Группа марнивальцев. Абаддон, Оксимант, Таргаддон и он сам вместе с Таргастом и Сидире. Снимки нравились Локену. Это был самый драгоценный из всех полученных им материальных подарков. И самый неожиданный. Благодаря Олитон он может надеяться оставить после себя нечто полезное. Вряд ли среди его вещей появится более важное свидетельство его жизни. Локен свернул пикты обратно в файл. И уже собирался выключить электронный блокнот. Как вдруг впервые заметил еще один файл в памяти устройства. Он, вероятно намеренно, был задвинут в неприметное положение к папке, подальше от любопытных глаз. Только маленькая цифра 2 говорила о наличии второй группы пиктов. Спустя несколько секунд Локен вышел на приложение и открыл файл. Казалось, в папке были только удаленные или заблокированные пикты. Но под заголовок гласил. Секретно! Локен открыл файл и включил просмотр. На маленьком экране блокнота постепенно проявился первый снимок. Он озадачил Локена. Изображение оказалось темным и несбалансированным по цвету и контрасту. Совершенно неразборчивым. Затем последовал еще пикт. И еще один. Локен в ужасе не мог оторвать от них взгляды. Перед ним был Джубал. Или, вернее, то ужасное существо, в которое он обратился в самом конце. Обезумевший сгусток ненависти, ковыляющий навстречу наблюдателей. Были и другие кадры. Их контрастность и свет казались неестественными. Словно пиктор, на котором были запечатлены снимки, сам с трудом воспринимал сюжеты. На переднем плане виднелись отчетливые, прекрасно сфокусированные изображения капель пота и гноя, застывших в воздухе в момент съемки. Но образ за ними, тот, кто стряхнул эти капли, казался расплывчатым и неопределенным, хотя и очевидно устрашающим. Локен выключил электронный блокнот и стал поспешно срывать с себя доспехи. Когда на нем не осталось ничего, кроме прочной искусственной полимерной оболочки, имитирующей кожу, он остановился и натянул длинный балахон с капюшоном, сшитый из грубой коричневой ткани. Локен прихватил электронный блокнот и браслет Вокс-связи и вышел из комнаты. «Неро!» Випус, полностью экипированный для боя, только без шлема, тотчас появился и озадаченно нахмурился при виде одеяния своего командира. «Гарви, где твои доспехи? Что происходит?» «Мне надо уйти по делу», — ответил Локен, торопливо застегивая на руке Вокс-браслет. «В мое отсутствие командиром остаешься ты. Я? Я скоро вернусь». Локен поднял руку с Вокс-браслетом и настроил прибор в режим автосинхронизации с прибором Випуса. Маленькие лампочки на вороте доспехов Неро неярко вспыхнули, затем замигали в унисон с браслетом. «Если ситуация изменится, если поступит приказ наступать, вызывай немедленно. Я не намерен уклоняться от своих обязанностей, но я должен сделать кое-что еще». «Например, я не могу сказать», — ответил Локен. Неро Випус молча кивнул. «Как скажешь, брат, я прикрою тебя и извещу о любых изменениях в обстановке». Випус постоял еще некоторое время, пока фигура Локена в балахоне с надвинутым капюшоном не скрылась в сумраке одного из служебных переходов. Каркази фатально не везло в этой игре, и он решил, что самое время напоить своих приятелей-игроков. Их шестерка вместе с довольно инертными наблюдателями занимала кабинку со столом в передней части убежища, неподалеку от золоченных арок входа. Здесь были и летописцы, и свободные от нарядов солдаты, и корабельная прислуга, отдыхающая между вахтами, и даже несколько итераторов, хотя никто не мог определить, находится итератор на службе или отдыхает. Все смешалось в длинном людном зале. Люди ели, пили, играли и разговаривали. В воздухе висел неумолчный гул голосов, прерываемый звоном бокалов. Кто-то играл на виоле. Убежище стало общественным центром всего корабля. Еще пару недель назад пьяный второй помощник из инженерной службы объяснял Каркази, что на духе мщения, как и на любом другом корабле, никогда не было веселого общества, только тихие пьянки после вахты или замкнутые игорные компании. Это летописцы принесли с собой богемные привычки на военный корабль, и обслуживающий персонал вместе с солдатами привык заглядывать к ним на огонек. Итераторы и кое-кто из старших офицеров с неодобрением отмечали растущую популярность веселых сборищ, но и не запрещали их. Когда Каменнус открыто высказал свое неудовольствие по поводу превращения духомщения в корабль для увеселительных прогулок, кто-то, Каркази подозревал, что это был сам главнокомандующий, напомнил ему, что цель летописцев состоит в неформальном общении с участниками экспедиции. Солдаты и корабельная прислуга стекались в убежище в поисках нищих поэтов, которые могли бы записать их воспоминания для потомков. Но еще больше их привлекала возможность выпить, поиграть в карты и встретиться с женщинами. По мнению Каркази, в настоящий момент это было наибольшим достижением летописцев, напомнить воинам экспедиции, что они тоже люди, и предложить им немного развлечься. И постоянно обыгрывать в карты. Игра называлась «Главный щит», и использовалась для нее та самая квадратная колода, которую Каркази одалживал Мерсаде Олитон. За столом сидели еще два летописца – младший офицер палубной команды, сержант хозяйственной части и артиллерист. В качестве жетонов в ход пошли золотые лепестки, которые кто-то легкомысленно содрал с одной из колонн в зале. Каркази не мог не признать, что летописцы самым ужасным образом злоупотребляли своим положением. Колонны не просто были ободраны до черного железа, но еще и покрыты различными изречениями и рисунками. На фоне неба за плечами древних героев появились стихотворные строки, а сами герои теперь смотрели в вечность поверх пририсованных пушистых бородок или из-под пиратских повязок. В тех местах, где стены были оштукатурены или покрыты обоями, появились целые трактаты новейших сочинений. «Я пропущу эту сдачу!» – заявил Каркази и отодвинулся от стола вместе со стулом, не забыв прихватить оставшуюся у него жалкую горсточку золотых лепестков. «Пойду поищу чего-нибудь выпить!» Остальные игроки одобрительно закивали, а сержант начал сдавать карты. Палубный офицер, низко повесив голову и облокотившись о крышку стола, свел ладони в насмешливых аплодисментах. Каркази поднялся и смешался с толпой в поисках Зинкмана. У скульптора Зинкмана всегда имелся запас выпивки, причем в почти неограниченных количествах, хотя источник этого изобилия для всех до сих пор оставался загадкой. Кое-кто утверждал, что Зинкман завел дружбу с командой климат-контроля, и они делились с ним запасами спирта. С позапрошлого вечера, после незаконченной партии в Мерси-Мерси, Зинкман должен был Каркази по меньшей мере одну бутылку. Он спросил о Зинкмане игроков за двумя соседними столами, а потом подошел к нескольким разрозненным группам, разбросанным по залу. Мелодия виолы оборвалась, и кое-кто стал хлопать взобравшемуся на стол композитору Корнеги. Тот обладал неплохим баритоном, и почти каждый вечер пел популярные оперные арии или исполнял чьи-то заявки. У Коркази тоже была к нему просьба. Взрыв хохота донесся от небольшой оживленной группы, рассевшейся на стульях и кушетках, чтобы послушать отрывки последней работы кого-то из летописцев. В одной из кабинок между когда-то золотых колонн Коркази увидел, как Америсеклас тщательно выводит красными чернилами свое недавнее произведение. Для своего рисунка она выкрасила участок стены, украденный с корабельного склада белой краской. Под слоем краски исчезла часть портрета императора, изображенного после триумфа на Циклонисе. Кто-нибудь обязательно выразит по этому поводу свое недовольство. Вокруг белого пятна остались разрозненные части тела всеми возлюбленного правителя. «Зинкман! Кто-нибудь видел Зинкмана?» – крикнул Коркази. «Кажется, я его видел вон там», – отозвался один из летописцев, наблюдавших за работой Амери. Коркази развернулся и встал на цыпочки, чтобы окинуть взглядом толпу. Сегодня вечером в убежище было как никогда людно. В этот момент у главного входа появилась еще одна фигура. Коркази нахмурился. Чтобы увидеть нового посетителя, не стоило вставать на цыпочки. Закутанный в балахон, с опущенным капюшоном, этот человек настолько возвышался над всеми, что его было видно с любого конца зала. Собравшимися у него явно было очень мало общего. Общий шум в убежище не стал тише, но появление незнакомца бесспорно привлекло внимание. Люди в зале перешептывались и украткой бросали взгляды в его сторону. Коркази оказался единственным смельчаком, чтобы подойти к грозному на вид посетителю. Он стал проталкиваться через толпу. Загадочный посетитель остался подаркой главного входа и явно выглядывал кого-то среди здешней публики. «Капитан!» – окликнул его Коркази, пытаясь заглянуть под капюшон. «Капитан Локен?» «Каркази!» Локен точно чувствовал себя не в своей тарелке. «Вы не меня ищите, сэр?» «Мне казалось, что наша встреча назначена на завтра». «Я ищу... я ищу киллер!» «Она здесь...» «Киллер?» «Нет, она здесь не появляется!» «Капитан, прошу вас, пойдемте со мной!» «Вам не стоит здесь задерживаться!» «Почему?» «Я вижу, как неловко вы себя чувствуете!» «Кроме того, когда мы встречаемся, вы никогда не переступаете границ арки!» «Пойдемте!» Они вышли из-под арки в сумрачный и безлюдный коридор. Мимо прошли несколько человек, спешивших в убежище. «Должно быть у вас серьезное дело!» «Заметил Каркази!» «Раз вы решили сюда прийти!» «Дело серьезное!» «Согласился Локен!» Он откинул капюшон и стало еще заметнее, насколько он напряжен и насторожен. «Я должен отыскать киллер!» «Она не часто появляется в людных местах!» «Наверное, как обычно, в своей комнате!» «Где это?» «Вы можете найти дежурного офицера и спросить, куда ее определили!» «Я спрашиваю тебя, Игнаций!» «Дело важное и секретное!» Сделал вывод Каркази. Локен ничего не ответил, и летописец пожал плечами. «Пойдемте со мной!» «Покажу ее комнату!» Каркази повел капитана в тот конец жилой палубы, где были размещены летописцы. Перила металлического трапа источали холод, стены отливали сталью и хранили следы сырости. Этот участок когда-то был отведен под жилье офицеров армии, но, как и убежище, теперь мало напоминал отсек военного корабля. Из-за некоторых, зачастую полуоткрытых дверей, раздавались звуки музыки. Из одной комнаты послышался истерический хохот, а за другой дверью была в самом разгаре ссора между мужчиной и женщиной. На стенах висели самые разнообразные записки, лозунги и стихи, заметки о природе человека и войны. Местами встречались и рисунки, иногда прекрасные, иногда откровенно грубые. На полу везде виднелся мусор, старый башмак, пустая бутылка, обрывки бумаги. «Это здесь», — сказал Каркази. Дверь в комнату Киллер была закрыта. «Хотите, чтобы я...» — спросил Каркази, кивая на дверь. «Да». Каркази стукнул кулаком по створке и прислушался. Через пару секунд постучал снова, погромче. «Эуфратия! Эуфратия, ты здесь?» Створка отворилась, и в холодном коридоре распространился запах разгоряченного тела. Каркази оказался лицом к лицу с молодым человеком, обнаженным по пояс и в небрежно застегнутых армейских штанах. Мужчина был сухощавым, мускулистым и неприветливым. На обоих предплечьях виднелись татуировки с номерами личного состава. На шее висела цепочка с индивидуальным жетоном. «Что тебе?» — резко спросил он у Каркази. «Я хочу видеть Эуфратию». «Пшел вон!» — бросил солдат. «Она тебя не хочет видеть!» Солдат был явно сильнее, и летописец попятился. «Остынь!» — вмешался Локин, обойдя Каркази и откинув капюшон. «Успокойся, я не стану спрашивать твое имя и номер части». Привидев внушительные фигуры Локина, солдат широко открыл глаза. «Она... ее здесь нет!» — пробормотал он. Локин шагнул вперед. Солдат попытался загородить ему путь, но Локин одной рукой схватил его запястье и аккуратно повернул, так что локоть оказался вывернутым и лишил солдата возможности сопротивляться. «Никогда больше так не делай!» — посоветовал ему Локин и отпустил беднягу, добавив небрежный толчок, от которого тот упал на четвереньки. Комната оказалась маленькой и сильно загроможденной. На полу валялись разбросанные предметы одежды и смятые постельные принадлежности. Настенные полки и низкий столик были заполнены пустыми бутылками и грязной посудой. Киилер стояла в дальнем углу, позади неубранной постели. Она обернула простыню вокруг худенького тела и с презрением смотрела на Локина. Эуфратия выглядела больной и слабой. Волосы потускнели и спутались, под глазами залегли темная тень. «Все в порядке, Лиев!» — сказала она солдату. «Встретимся позже!» Мужчина все еще настороженно обошел Локина, надел рубашку и сапоги, подхватил куртку и вышел, бросив напоследок на Локина сердитый взгляд. «Он хороший человек!» — сказала Киилер. «Заботиться обо мне!» «Армия!» «Да, это называется братания. А Игнацию обязательно здесь оставаться?» Карказий остался у входа и стоял, прислонившись к дверному косяку. Локин обернулся к нему. «Спасибо за помощь!» — сказал он. «Увидимся завтра!» Карказий кивнул. «Хорошо!» — произнес сон и с явной неохотой вышел из комнаты. Локин прикрыл дверь и снова повернулся к Киилер. Она уже наливала из фляжки неразбавленную выпивку в небольшой стакан. «Могу я вам предложить?» — спросила она, поднимая фляжку. «В знак гостеприимства». Локин покачал головой. «А, полагаю, Астартес не пьют спиртного. Еще одна биологическая несовместимость?» «Мы можем выпить достаточно, но при более подходящих обстоятельствах». «А сейчас, надо полагать, они не подходящие?» Киилер поставила фляжку и взяла в руку стакан. Придерживая одной рукой простыню и отхлебывая на ходу из стакана, она прошла к кушетке. Затем уселась, подобрав ноги, и, не переставая пить, стыдливо подтянула простыню. «Кажется, я догадываюсь, почему вы оказались здесь, капитан», — сказала она. «Но я удивлена. Я ожидала вашего появления пару недель назад». «Я должен извиниться. Второй файл я обнаружил только сегодня вечером. До сих пор я, видимо, не очень внимательно просматривал пикты». «И что вы думаете о моей работе?» «Превосходно. Снимки с десантной палубы, на удивление, хороши. Я хотел отправить вам записку с благодарностью за присланную копию. И снова должен извиниться. Но вот второй файл...» «Проблематичен?» — закончила за него Киилер. «Это еще мягко сказано», — кивнул Локен. «Почему бы вам не присесть?» — предложила она. Локен сбросил свой балахон и осторожно уселся на металлический стул рядом с заставленным посудой-столиком. «Я даже не знала, что сделала эти пикты», — продолжила Киилер, не переставая отпивать из стакана. «Наверное, просто забыла о них. Когда первый капитан меня спросил, я ответила, что никаких снимков не делала. Я обнаружила их позже и очень удивилась». «А почему вы послали их мне?» — спросил Локен. Киилер пожала плечами. «Даже не знаю. Сэр, вы должны понять, что я была травмирована. Какое-то время мне было совсем скверно. Я испытала шок. Я была слишком растеряна, но постепенно справилась. Теперь я спокойно, сосредоточен и могу сконцентрироваться. Друзья помогли мне справиться. Игнации, Сади и многие другие. Они были ко мне очень добры. Не позволили себе навредить». «Навредить себе». Киилер, опустив голову, нерешительно повертела в пальцах стакан. «Кошмары, капитан Локен. Ужасные видения не покидали меня во сне и наяву. Я стала плакать безо всяких на то причин. Слишком много пила. Приобрела маленький пистолет и долгие часы размышляла, хватит ли у меня силы использовать его». Киилер подняла глаза и посмотрела на Локена. «Вот в этот мрачный период отчаяния я и послала вам пикты. Наверное, это был крик о помощи, впрочем, не знаю. Не могу вспомнить. Но, как я уже говорила, я справилась. Теперь чувствую себя прекрасно и немного стыжусь, что побеспокоило вас. Тем более, что моему посланию потребовалось несколько недель, чтобы достичь цели. Вы зря потратили время на встречу со мной». «Я рад, что вам лучше», — сказал Локен. «Но время потрачено не впустую. Нам необходимо поговорить об этих пиктах. Кто еще их видел?» «Никто. Только вы и я. И больше никто». «А вы не думали, что надо бы показать их первому капитану?» Киилер решительно тряхнула головой. «Нет, ни за что. Особенно теперь. Если дело дойдет до командования, они конфискуют снимки. Возможно, уничтожат их и расскажут мне сказку о диком хищнике. Первый капитан безо всяких колебаний сообщил, что это было местное животное, какой-то ксенос. И без обиняков заявил, что я должна держать рот на замке. Из соображений морали. В то время эти пикты стали для меня спасительным тросом. Они служили доказательством, что я не сошла с ума. Вот потому я и послала их вам». «А разве я не часть командования?» Гилер рассмеялась. «Локен, вы были там. Вы все это видели. Я воспользовалась случаем. Думала, что вы отреагируете и...» «И что?» «Расскажите мне правду». Локен нерешительно молчал. «О, не тревожьтесь», — успокоила она его и встала, чтобы снова наполнить опустевший стакан. «Теперь я не хочу знать правду. Дикий зверь, дикий зверь. Я справилась с этим. Капитан, сейчас, когда все позади, я не хочу, чтобы вы нарушали клятву и рассказывали мне то, о чем обещали молчать. Это была глупая идея, и я уже жалею, что высказала ее. Теперь моя очередь извиняться». Она подтянула сползшую на грудь простыню и посмотрела на Локена. «Я уничтожила свои копии. Абсолютно все. Даю слово. Остались только те, что я отослала вам». Локен вытащил электронный блокнот и положил его на стол. Для этого пришлось бросить на пол пару немытых чашек. Киллер долгое время созерцала аппарат, потом залпом осушила стакан и снова наполнила. «Представьте себе», – заговорила она, ставя фляжку внезапно задрожавшей рукой. «Я ощутила ужас даже сейчас, когда пикты снова оказались в комнате». «Мне кажется, вы не настолько оправились, как вам кажется», – заметил Локен. «Вот как», – фыркнула она и запустила пальцы в нечесанные светлые волосы. «Ну и ладно, раз вы здесь, пропади оно все пропадом». Она подошла к столику и схватила блокнот. «Дикий зверь?» – одна из форм опасного хищника, обитающего только в этом горном районе. «Простите, но с меня достаточно этого дерьма», – воскликнула Киллер. Резким движением она вставила блокнот в разъем компактного электронного редактора, стоявшего в углу комнаты. На скамье рядом с устройством валялись несколько ее пиктов и запасные линзы для объектива. Редактор, включившись в работу, негромко загудел и вскоре ожил холодный белый экран. «А как вы объясните некоторые несовпадения?» «Несовпадения?» – переспросил Локен. «Да». Киллер привычно ввела команды на панели устройства и выбрала файл. Прикосновением указательного пальца вывела на экран первый пикт, и он появился на экране. «Терра, я не могу на них смотреть!» – воскликнула она и отвернулась. «Выключите их, Киллер». «Нет, смотреть будете вы. Посмотрите на визуальные искажения. Уверена, вы их уже заметили. Такое впечатление, что он здесь присутствует, и в то же время не совсем. Словно на какие-то мгновения выпадает из реальности». Ошибка сигнала. Слабое освещение и климатические условия нарушили настройки пиктора и… «Капитан, я знаю, как пользоваться пиктором, и знаю, что такое слабая выдержка, блики линз и цифровое искажение. Это все не то. Смотрите!» Она вызвала на экран второй кадр и в полглаза посмотрела на него. «Обратите внимание на задний план и на капли крови на переднем плане. Великолепная четкость. Кроме самого существа. Я не могу сказать, что могло вызвать эффект излишнего увеличения. Этот дикий зверь выпал из пространства синхронизации, в то время как все остальные предметы получились превосходны. Именно так я его и видела, капитан. Вы ведь внимательно изучали пикты?» «Нет», – признался Локен. Киллер сменила снимок на экране. Теперь она смогла довольно долго смотреть на изображение, но потом все же отвернулась. «А здесь, видите, остаточное изображение. Это явление прослеживается на всех снимках, но здесь особенно ярко». «Я не…» «Я сейчас увеличу контрастность и немного уберу размытость движения». Киллер ввела в устройство новую серию команд. «Ну, теперь видите?» Локен остолбенел. «То, что раньше виделось размытым и нечетким ореолом, окружавшим существо из ночного кошмара, теперь, благодаря манипуляциям Киллер, исчезло. На фоне отвратительного чудовища появился почти человеческий силуэт, повторяющий позу и движения зверя. Хоть изображение и не было особенно четким, не оставалось сомнений, что это искаженное гримасой лицо и израненное тело Ксавьет Жубала. «Он вам знаком?» – спросила Киллер. «Я его не знаю, но когда увидела, смогла распознать физиогномику и строение тела, характерное для Астартес. И как мог мой Пиктер такое запечатлеть?» Локен ничего не ответил. Киллер отключила аппарат редактора, вытащила блокнот и бросила его Локену. Он машинально подхватил вещицу. Киллер вернулась к кушетке и плюхнулась на сиденье. «Вот я и хотела, чтобы вы мне это объяснили», – сказала она. «Вот почему послала вам Пикты. Когда я была в самой глубокой и мрачной бездне отчаяния, я надеялась, что вы придете и все мне объясните. Но не беспокойтесь, я уже прошла через это. Все в порядке. Дикий зверь. Вот и все. Дикий зверь». Локен посмотрел на электронный блокнот в своей руке. Вряд ли он может представить, через что пришлось пройти Киллер. Потрясение было достаточно тяжелым даже для него. Но ему самому, Нера и Зиндерману помогло испытанное средство. Они знали правду. А Киллер ее не знала. Она обладала достаточной проницательностью и умом, чтобы видеть прорихи в сочиненной легенде, заметить несообразности в словах первого капитана и понять, что в основе этой истории лежит нечто ужасное. И с этим знанием она в одиночку смогла справиться со своими эмоциями. «Как вы думаете, что это было?» спросил он. «Что-то ужасное, о чем нам лучше никогда не знать», ответила она. «Бросьте, Локен. И, пожалуйста, не надо сейчас меня жалеть. И не вздумайте рассказывать правду». «Не буду», — ответил он. «Не могу. Это был дикий звери у Фратия. Но как вы смогли с этим справиться? Что вы имеете в виду?» «Вы сказали, что чувствуете себя хорошо. Насколько хорошо?» «Мои друзья помогли мне справиться с потрясением. Я вам уже говорил». Локен поднялся со стула, взял фуражку и подошел к кушетке. Он присел на краешек постели и наполнил протянутый стакан. «Спасибо», — кивнула Кииллер. «Я нашла в себе силы. Я обрела...» На мгновение Локену показалось, что она скажет религию. «Обрели что?» «Веру. Веру в Империум. В Императора. В вас. В меня?» «Не в вас лично. В Астартес, в Имперскую Армию, в любую военную силу человечества, которая призвана защищать нас, простых смертных. Она сделала глоток и усмехнулась. «Понимаете, Император нас защищает». «Конечно, он защищает», — согласился Локен. «Нет, вы не понимаете», — сказала Кииллер, обхватывая руками закрытые простынёй колени. «Он в самом деле защищает. Он оберегает человечество при помощи легионов, вооружённых отрядов, при помощи военных машин-механикумов. Он сознаёт опасность, видит противоречия и использует все орудия вроде вас, чтобы уберечь нас от зла, защитить наши физические тела от повреждений и гибели, а наш разум от безумия, чтобы спасти наши души. Вот что я смогла понять. Вот чему научило меня перенесённое потрясение, и я благодарна за это. «В космосе существуют невообразимые опасности. Живёт зло, которое человечество не в силах даже осознать, не то что с ним бороться. А Император нас защищает. Есть ужасные истины, способные свести нас с ума при первой же встрече с ними. И Император уберегает нас от них. Вот для этого Он вас и создал». «Это великолепная концепция», — признал Локен. «Тогда в шепчущих вершинах вы спасли меня, не так ли? Вы поразили это чудовище. А теперь вы снова спасаете меня, уберегая от правды. Она причиняет вам боль? Что причиняет боль? Правда, которой вы не можете поделиться?» «Иногда», — ответил Локен. «Не забывайте, Гарви, Император — наша защита и наш свет. Если мы верим в Него, Он защитит нас». «Откуда у вас такие мысли?» — поинтересовался Локен. «От друзей, Гарвин. Меня беспокоит только один вопрос. Постоянная тревога, не дающая успокоиться моим мыслям. Вы, Астартес, преданы до мозга костей. Вы верны друг другу и никогда не сомневаетесь». «И что?» «Сегодня я почти поверила, что вы что-то мне расскажете, но из верности долгу вы остались верны своим братьям. Я восхищена вашей твердостью, но ответьте на один вопрос. Как далеко распространяется ваша преданность?» «Что бы ни произошло там, в шепчущих вершинах, я уверена, что один из братьев Астартес был частью этого происшествия. Но вы сомкнули ряды. Что должно произойти, чтобы вы пожертвовали вашей верностью Легиону ради верности нам, простым смертным?» «Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы понимаете, если один из братьев снова нападет на своих, вы тоже это скроете? Сколько должно произойти таких случаев, прежде чем вы начнете действовать? Один? Сто? Тысяча? Как долго вы намерены хранить свои секреты? Что должно произойти, чтобы вы сбросили братские узы верности Легиону и закричали, «Остановитесь, это неправильно!» «Ваши предположения нереальны. Неправда. Вы знаете, что такое может быть. Вы все так совершенны, идеальны и одинаковы. Вы маршируете в ногу и выполняете любые приказы. Локен, вы знаете хоть одного Астартес, кто осмелился бы нарушить строй? Может, это вы?» «Я...» «Вы посмеете? Если обнаружите гниль, признаки разложения, посмеете ли вы нарушить корпоративную верность и выступить против, ради общего блага всего остального человечества?» «Этого никогда не случится», твердо сказал Локен. «Это невозможно. Вы предполагаете разделение общества, гражданскую войну. Это противно самим устоям Империума, каким его создал Император. Своителям Хорусом, направляющим нас, словно путеводная звезда, такая вероятность абсолютно исключена. Империум велик и крепок и стремится к единой цели. Конечно, у Фратия есть какие-то противоречия, как есть войны, бедствия и эпидемии. Они причиняют нам горе, но не убивают. Мы боремся со злом и движемся вперед. Это зависит от того, заметила Киилер, откуда берутся эти напасти. Внезапно раздался негромкий сигнал, ожил в окс-браслет Локена. Локен поднял запястье, включил передатчик. «Я уже иду», сказал он и снова повернулся к Эуфратии. «Давайте как-нибудь встретимся и еще побеседуем», предложил он. Киилер кивнула. Локен нагнулся и поцеловал ее в лоб. «Выздоравливайте и побольше общайтесь с друзьями», сказал он. «А вы друг мне?» спросила Эуфратия. «Вы сами это знаете», ответил Локен. Он встал с кровати и поднял с пола свой балахон. «Гарвиль», окликнула она. «Да, уничтожьте эти снимки, прошу вас, ради меня. Они не должны существовать». Локен кивнул, отворил дверь и вышел в прохладный коридор. Едва за ним закрылась дверь, Киилер поднялась с кровати и позволила простыне соскользнуть на пол. Оставшись обнаженной, она подошла к небольшому буфету, опустилась на колени и открыла нижние дверцы. Оттуда Эуфратия достала две свечи и маленькую статуэтку императора. Все это она расположила на крышке буфета и маленькой зажигалкой зажгла свечи. Порывшись в верхнем ящике, она вытащила изрядно потрепанную брошюру, принесенную Лиифом. Это было дешевое, плохое издание, небрежно отпечатанное на портативном механическом принтере. На полях осталось несколько чернильных разводов, а текст изобиловал ошибками. Киилер это не беспокоило. Она открыла первую страницу и, склонившись перед импровизированным алтарем, начала читать. Император человечества есть свет и путь, и все его действия направлены на благо людей, на благо его народа. Император есть Бог, и Бог есть император. Так учит нас божественное откровение. И, кроме всего прочего, император защитит нас. Локен бегом несся по переходам отсека летописцев, и Катюшон развивался за его плечами. Раздался в вой сирен. Мужчины и женщины, выходя из комнат узнать, что случилось, провожали его изумленными взглядами. Он поднял Вокс к лицу. «Нера, докладывай! Это Тарик? Что-нибудь случилось?» Из устройства послышался треск, потом из динамика зазвучал слегка искаженный голос Випуса. «Да, Гарвель, кое-что происходит. Но все в порядке. Возвращайся сюда». «Что? Что произошло?» «Корабль, вот что! Только что вслед за нами из перехода в систему вошла боевая баржа. Это Сангвений. Сангвений собственной персоны». Глава 17 Лорд Ангелов Братство в Паучьем Царстве Отлучение За неделю или около того до этих событий, во время одной из регулярных встреч, Локен все же рассказал Мерсаде Олета на великом триумфе императора после Улла Нора. «Ты не можешь себе этого представить», сказал он. «Я могу попробовать». Локен усмехнулся. «Для этого события механику мы разгладили поверхность целого континента, чтобы сделать сцену». «Разгладили?» «Как это?» «Промышленными плавильными установками и геоформерами. Горы раздробили, а образовавшимся материалом засыпали низкие места. Поверхность стала ровной и бесконечной, превратилась в гигантский стол, покрытый слоем сухой щебенки. На это ушло несколько месяцев. Это могло занять несколько столетий». «Ты недооцениваешь мощь наших механикумов». «Для осуществления проекта были высланы четыре рабочие флотилии. Они соорудили достойную императора сцену, такую обширную, что на одном ее конце начиналось утро, а на другом уже наступал вечер». «Ты преувеличиваешь!» восхищенно воскликнула она. «Может и так. Ты замечала за мной такое раньше?» Олитон покачала головой. «Ты должна понять, это было исключительное событие. Это торжество должно было ознаменовать наступление новой эры, и император это знал. Он понимал, что событие должно остаться в памяти. Это было окончание Улан-Орской кампании, окончание похода, коронация воителя. Для Астартес это была возможность попрощаться с императором перед тем, как после двух столетий личного командования он вернется на Терру. После того, как он объявил о своем уходе с военной сцены, мы плакали. «Ты можешь себе вообразить, Мерсадий, сто тысяч плачущих воинов!» Она кивнула. «Мне кажется, непростительно было не пригласить туда летописцев. Такое событие происходит не больше одного раза в эпоху». Это было приватное событие. Она рассмеялась. «В присутствии сотни тысяч воинов, на сцене, сотворенной из целого континента, и ты говоришь о приватном торжестве?» Локен посмотрел ей в глаза. «Ты и теперь не можешь нас до конца понять, правда? Ты все еще меришь нас по человеческим меркам». «Я стараюсь исправиться», ответила Мерсадий. «Я не хотел тебя обидеть», произнес Локен, уловив ее выражение. И все же это было частное торжество. Церемония. Сто тысяч Астартес, восемь миллионов регулярной армии, легионы Титанов, целые лесы стали, сотни отрядов оружейников, дивизии танков, тысячи и тысячи машин. Вся орбита была занята военными кораблями, а вокруг них летали бесконечные эскадрильи истребителей и транспортов. Знамены и штандарты. Множество знамен и штандартов. Некоторое время он помолчал, погрузившись в воспоминания. «Механику мы проложили там дорогу. Полкилометра шириной и пятьсот километров длиной. Прямой тракт, проходивший через всю огромную сцену. С обеих сторон от дороги через каждые пять метров стоял железный шест с черепом зеленокожего. Это были трофеи Улан-Орской войны. Вторым рядом от дороги были бетонные емкости, наполненные горящим топливом. И так на протяжении всех пятисот километров. Жара стояла ужасная. Мы прошли по этому тракту в парадном строю и миновали помост, на котором под навесом из стальных пластин стоял император. Помост представлял собой основание одной древней вершины, и это было единственное сооружение, поднятое над площадкой. Мы прошли парадом, а затем собрались на обширном плато перед помостом. Кто маршировал? Все мы. Были представлены все четырнадцать легионов, или целиком, или породно. Некоторые легионы в то время вели войны в таких далеких регионах, что им не позволили прибыть в полном составе. Но лунные волки, конечно же, присутствовали все до единого. В Мерсаде там были девять примархов. Девять. Хорус, Дорн, Ангрон, Фулгрим, Лоргар, Мартарион, Сангвиний, Магнус, Хан. Остальные прислали своих представителей. Такой вот спектакль. Нет, ты не можешь себе это представить. Я все еще пытаюсь. Локен покачал головой. Я и сам с трудом верю, что был там. А как они выглядели? Ты думаешь, я с ними общался? Я был просто одним из братьев в парадном строю. Леди, за свою жизнь я в разное время повидал почти всех примархов, хотя и издали. С двумя из них я разговаривал лично. До избрания в Марневале я не общался в столь высоких кругах. Я знаю, примархов только издали. А во время триумфа я едва мог поверить, что их собралось так много в одном месте. Но у тебя все-таки остались какие-то впечатления о них? Незабываемые впечатления. Все они казались огромными, гордыми и могучими. Но и в них можно было угадать человеческие черты. Ангрон краснолицый и злой, Дорн твердый и непоколебимый, Магнус окутан тайный. И, конечно, Сангвиний, такой безупречный, такой обаятельный. Я тоже слышала о нем нечто подобное. Значит, ты слышала правду. Его длинные черные волосы были прижаты к голове толстой золотой цепью, застегнутой над лбом. Концы цепи обрамляли черты печального лица. В знак скорби на щеках пролегли две серые полоски. Слуга с кисточкой и краской в руках застыл рядом, готовый нарисовать ритуальные слезы. Но примарх сангвиний покачал головой, отчего цепь тихонько звякнула. «У меня найдутся настоящие слезы», сказал он. Примарх повернулся, но не к своему брату Хорусу, а к Таргадону. «Тарик, покажи мне», попросил он. Таргадон кивнул. Ветер со стоном обдувал неподвижные фигуры, стоящие на пустынном горном склоне, и дождь стекал по их бронированным доспехам. Таргадон подал знак рукой, и Тарвиц, Балли и Люций выступили вперед, держа в руках запыленные реликвии. «Вот эти воины, мой господин», произнес Таргадон неожиданно дрогнувшим голосом. «Эти дети императора самоотверженно разыскивали останки, им и предстоит лично передать их вам». «Вы совершили этот подвиг?» спросил Сангвиний, обращаясь к Тарвицу. «Да, мой господин». Сангвиний взял из рук Тарвица пробитый шлем Астартес и вгляделся в него. Он намного превосходил капитана ростом, а доспехи примарха острепляли блеском рубинов и изумрудов. На груди, как и у воителя, сияло немигающее око Терры. Широкие крылья Сангвиния, как крылья гигантского орла, были сложены за спиной и перевиты серебряными нитями, с нанизанными на них жемчужинами. Сангвиний перевернул шлем и наизнанке увидел метку оружейника. «Восемь рыцарских леопардов», сказал он. Ралдарон, магистр ордена, стоящий рядом с ним, заглянул в списки. «Не стоит беспокоиться, Рал», остановил его Сангвиний. «Я знаю эту метку. Капитан Торос, нам будет его не хватать». Сангвиний передал шлем Ралдарону и кивнул Тарвитсу. «Благодарю за ваше участие, капитан», сказал он и перевел взгляд на Эйдолана. «А вас, сэр, благодарю за то, что так быстро выступили на помощь капитану Фрому». Эйдолан поклонился, словно не замечая мрачного взгляда воителя, брошенного в его сторону. Сангвиний опять повернулся к Торгаддону. «А тебе, Тарик, моя особая благодарность за то, что разрушил этот кошмар. Я только выполнял Торгаддон». Сангвиний взглянул на Хоруса. «Это правда?» Тарик воспользовался некоторой свободой выбора, улыбнулся Хорус. Он шагнул вперед и прижал Сангвиния к своей груди. Никто из примархов не был так близко связан, как воитель и ангел. С момента прибытия Сангвиния они почти не расставались. Великолепный командир Кровавых Ангелов Девятого Легиона отступил на шаг и окинул взглядом унылый пейзаж. Вокруг основания выветренной скалы застыли в молчании сотни вооруженных солдат. Большинство из них были или в чисто белых доспехах лунных волков, или в кроваво-красных цветах ангелов. Лишь изредка виднелись пурпурные с золотом костюмы детей императора. Позади Астартес под дождем замерли военные машины. Блестящие, черные и тихие, словно призрачные плакальщики. Дальше в траурном молчании замерли отряды имперской армии. Лишь развернутые знамена хлопали на холодном ветру. Их транспортные и боевые машины вытянулись эшелоном, и некоторые из солдат забрались на крыши, чтобы лучше видеть происходящее. Штурмовая группа Таргадона расчистила большой участок местности, уничтожив каменные деревья, где бы убийцы установилась терпимая погода. Небо оставалось пепельно-серым, лишь узкие полоски белых облаков нарушали его монотонность, и дождь сеял неторопливо и неустанно, так что дальние горизонты скрывались за туманной дымкой. По приказу воителя, значительная часть находящихся на орбите кораблей спустилась на поверхность в этом относительно безопасном от штормщитов участке планеты. В древней философии Терры заговорил Сангвини. Сказано, что месть это недостаточный мотив и свидетельство слабости духа. Сегодня мне трудно проявлять такое благородство. В память моих погибших братьев и тех, кто пал, пытаясь им помочь, я бы стер с лица планеты эту вершину. Ангел взглянул на своего брата Примарха. Но это не обязательно. Вместе нет необходимости. Здесь свили гнездо ксеносы, безжалостное и чуждое зло, которое отвергает любые цивилизованные переговоры с представителями человечества. Этого достаточно. Как с самого начала похода учил нас всеми возлюбленный император, любая угроза должна быть устранена ради дальнейшего процветания человечества. Ты со мной? Мы вместе убьем убийцу, ответил Хорус. С тех пор, как прозвучали эти слова, Астартес вступили в войну на целых шесть месяцев. При поддержке армии и военных машин-механикумов они атаковали густые дрожащие заросли, которые могли бы послужить прибежищем мегарахнидов. Во многих отношениях это была славная война и не такая уж легкая. Вне зависимости от понесенных потерь, мегарахниды не прятались и не отступали. Они шли и шли вперед, выскакивая из расщелин и складок ржавой почвы, день за днем и ожесточенно сопротивлялись. Иногда казалось, что число их бесконечно, словно в мантии планеты существуют неисчислимые гнезда или неистощимые подземные силы каждый день производят все больше и больше воинов, чтобы восполнить нанесенные имперской армией потери. Воины Империума, в свою очередь, не могли недооценивать врагов, сколько бы мегарахнидов не пало от их оружия. Они были опасными и сильными противниками, и их было так много, что это могло обескуражить любого человека. «Я убил 50-го мегарахнида», заметил как-то маленький Хорус, и одолеть его было так же трудно, как и первого. Локен, как и многие другие лунные волки, радовался развитию событий, поскольку командир лично вел их в бой впервые после своего избрания воителем. В самом начале операции, собравшись вечером в залитом дождями командном шатре, марневальцы пытались отговорить Хоруса от непосредственного участия в боевых действиях. Абаддон осторожно попытался обратить внимание воителя на то, что роль лидера гораздо важнее, чем личное участие в бою. «Разве я уже не гожусь для сражений?» сердито спросил Хорус, перекрывая стук дождя по навесу. «Я хотел сказать, что ваша жизнь слишком ценна для этого, господин», ответил Абаддон. «Это всего лишь один из миров и одно поле битвы. Император получил вам дела многих миров и бесчисленных сражений. Ваша цель Эзекиль», перебил его Хорус, не скрывая своего недовольства. Дальше он перешел на наречиях Тонии. Следовательно, все мысли воителя были обращены только на войну и ни на что другое. «Не вздумай рассказывать мне о моих обязанностях!» «Господин, я бы никогда не решился на это!» поспешно воскликнул Абаддон и склонился в поклоне. «Какой бы ценностью ни обладал этот мир», быстро вмешался Оксимант, поспешив на помощь другу. «Если Хорус в негодовании вскочил!» «А теперь ты подвергаешь сомнению мое воинское мастерство, малыш? Или ты поглупел после моего избрания?» «Нет, мой господин, я...» Только Таргадон, казалось, усмотрел проблеск удовольствия под напускным гневом. «Мы только боимся, что на нашу долю не останется никаких подвигов», сказал он. И тут Хорус рассмеялся. Марневальцы, поняв, что он шутит с ними, тоже захохотали. Хорус хлопнул об аддона по плечу, а Оксиманда ущипнул за щеку. «Мы будем сражаться вместе, дети мои», сказал он. «Так уж я устроен. Если бы тогда на Ул-Ла-Норе я заподозрил, что звание воителя потребует навсегда отказаться от боевой славы, я не принял бы это назначение. Почетное звание досталось бы кому-то другому. Возможно, Жиль Лиману или Леону, в конце концов они к этому стремились». Последовали громкие восхищенные возгласы. В наречии хтонии смех звучит мрачновато и жестко, но голоса лунных волков звучали еще резче. В голове Локена вновь возникло подозрение, что воитель снова применил свой талант политика. Он искусно уклонился от прямого противостояния и обошел все возражения, прибегнув к шутке и взывая к воинским понятиям чести. Таким образом, Хорус в очередной раз напомнил, что при всем его внимании к советам марнивальцев есть определенные вопросы, в которые им лучше не вмешиваться. Локен был уверен, что поводом для такого решения послужило присутствие Сангвини. Хорус не мог оставаться в стороне и смотреть, как его дорогой брат отправляется воевать. Он не хотел упустить Сангвинием плечом к плечу, как это не раз бывало в далеком прошлом. И он не мог допустить, чтобы его славу затмил даже горячо любимый брат. При виде этой пары на поле сражения от восторга захватывало дух. Два божества стремились вперед во главе красно-белой волны. Десятки раз они вдвоем одерживали победы над обитателями убийцы, которые, повернись дело по-другому, могли стать такими же громкими, как Триумфу Ланора. И в самом деле, эта война потребовала от них значительных усилий, которые должны были быть отмечены потомками, тем более, что в экспедиции участвовали элитописцы. Мерсаде Олитон, как и всем остальным ее коллегам, не разрешалась спускаться на поверхность планеты вместе с боевыми подразделениями. Но она собирала все сведения, поступавшие с полей сражений, ежедневные приливы и отливы воинской удачи, сообщения о потерях и победах. В тех редких случаях, когда Локен со своей ротой возвращался на борт флагмана для отдыха, ремонта и перевооружения, она энергично допрашивала его и заставляла описывать все, что он видел. Наибольший интерес вызывали Хорус и Сангвиний, но и все остальные детали не оставались без внимания. Произошло несколько грандиозных по масштабу сражений, где тысячи Астартес вели в бой десятки тысяч солдат армии против бесчисленных полчищ мегарахнидов. Локен с трудом находил слова для описания этих событий и временами ловил себя на том, что используют фразы и обороты речи из хроник Урша. Он рассказал Мерсаде обо всех самых значительных событиях, свидетелем которых пришлось стать на этой войне. Локен рассказал о том, как Люк Сидере повел роту против отряда мегарахнидов, состоявшего из 25 шеренг по сотне воинов в каждой и разбил противника всего за полчаса. Рассказал и о том, как Сакрус Карминус, капитан третьей роты кровавых ангелов, в течение долгого ужасного дня оборонялся от целого роя крылатых мегарахнидов. О том, что Ягтан Круз отбил неожиданное нападение мегарахнидов и доказал, что есть еще порох в пороховницах. О том, как Тибальтмар и Ной за два дня очистил от врагов невысокий горный хребет и, наконец, утвердился в рядах исключительных воинов. О том, как мегарахниды применили в сражениях другие, еще более страшные биологические формы, включая массивное создание со смертоносными крещами, сравнимые с самыми мощными военными машинами. И о том, как Титаны механикумов, идущие в авангарде под управлением Диес Ира из Легио Мортис, разметали их строй и растоптали вместе с черненными металлизированными оболочками. О том, как Тарвиц, сражаясь чаще рядом с Таргаддоном, чем со своим надменным лордом Эйдолоном, своим мастерством и героической храбростью, вернул уважение лунных волков к детям Императора. За время военных действий Таргаддон и Тарвиц побратались и несколько уменьшили напряжение, возникшее между двумя легионами. До Локена дошли слухи, что первоначально лорд Эйдолон высказывал свое недовольство поведением Тарвица. Но только до тех пор, пока не осознал в полной мере, что попал в немилость к воителю. С течением времени, однако, он понял, что его присутствие все же терпят в штабном шатре и остальные офицеры не отказываются поддерживать беседу. Сангвиний тоже постарался разрядить обстановку. Он знал, что его брат Хорус намерен упрекнуть Фулгрима за высокомерие, проявленное его космодесантниками. Хорус и Фулгрим были почти так же близки, как и Хорус и Сангвиний, и лорду ангелов не хотелось, чтобы между ними возникло отчуждение. «Ты не можешь позволять себе ссориться», сказал как-то Сангвиний. «Как воитель, ты должен с особым уважением относиться к примархам, как это делал император. Более того, тебя и Фулгрима слишком давно связывают узы братства, чтобы теперь затевать перебранку». Этот разговор произошел во время короткой передышки между сражениями на шестой неделе войны, когда Ролдарон и Сидире вели главные силы на запад, через несколько долин и узких ущельей к подножию Большого Горного Хребта. Два примарха остановились на день отдохнуть в командном лагере в нескольких лигах от авангардного отряда. Локен хорошо это запомнил. Вместе с другими членами Марниваля он присутствовал в штабном шатре, когда Сангвини поднял этот вопрос. «Я не ссорюсь», возражал Хорус, пока его денщики снимали тяжелые, заляпанные «Дети Императора всегда были известны своей гордостью, но это становится невыносимым. Брат он мне или нет, но Фулгрим должен знать свое место. Мне хватает забот скорвожадностью Ангрона и проклятой сварливостью Пертураба. Не могу терпеть неуважение такого близкого союзника». «А была ли это ошибка Фулгрима или его офицера, лорда Эйдолана?» спросил Сангвини. Фулгрим оставил Эйдолана командующим. Он ценит его заслуги и, очевидно, доверяет ему и одобряет его поведение. «Если Эйдолан воплощает в себе несносный характер всего Легиона, я должен с ним покончить. Не здесь и не сейчас, пока я должен быть уверен в преданности детей Императора». «А почему ты думаешь, что что-то изменится?» Хорус помолчал, пока Денщик умывал ему лицо, затем сплюнул в чашу, поднесенную другим слугой. «Потому что они дьявольски горды». «Разве все Астартес не гордятся своими Легионами?» Сангвини сделал глоток вина и перевел взгляд на марнивальцев. «Скажи, Эзекиль, ты испытываешь гордость?» «До кончиков волос, сэр», ответил Абаддон. «Сэр, позвольте мне сказать», заговорил Таргаддон, «Между нами есть кое-какие различия. У Абаддона это природная человеческая гордость и верность своему Легиону. Между Астартес может возникнуть желание похвастаться или даже соперничество. Но дети Императора отличаются надменностью, словно они выше всех остальных. Хотя, должен признать, они не все такие». В тот момент, как догадался Локен, Таргаддон имел в виду Тарвитца и других приятелей из его отделения. Сангвини кивнул. «Таков их образ мыслей, и так было всегда. Они стремятся к совершенству, хотят стать лучшими, чтобы подражать совершенству самого Императора. Это не высокомерие. Фулгрим сам все мне объяснил». «Возможно, Фулгрим так и думает», сказал Хорус, «но некоторые из его людей ведут себя в высшей степени высокомерно. Когда-то между нами существовало взаимное уважение, но теперь они смотрят свысока на окружающих. Боюсь, они возмущены моим новым званием, я этого не потерплю». «Они вовсе не возмущаются по поводу твоего избрания», возразил Сангвиний. «Возможно, но они отрицают роль моего легиона, возросшую в связи с моим новым статусом». «На лунных волков всегда смотрели как на грубых варваров. Твердость хтонии навсегда оставила след в их сердцах, а пыль ее дорог осталась на доспехах. Дети императора испытывают некоторое уважение только к победам, завоеванным моим легионом в различных войнах. Волки не могут похвастаться пышными нарядами или придворными манерами. Они демонстрируют величие, а мы кажемся им вульгарными». «В таком случае, может, пришло время сделать то, что предлагал император», заметил Сангвиний. Хорус энергично тряхнул головой. «Как лестно ни было бы это предложение, я отказался еще на Уланоре и не собираюсь менять свое решение. Время не остановишь, теперь ты воитель. Все легионы Астартес должны признать превосходство 16-го легиона. Возможно, кое-кому придется об этом напомнить». Хорус фыркнул. «Я что-то не замечаю, чтобы Рус пытался призвать к порядку своих берсеркеров и научить их хорошим манерам». «Но Лемон Рус не воитель», сказал Сангвиний. «По приказу императора твой титул изменился, братец, чтобы все мы не забывали, какой властью ты наделен и с каким доверием относится к тебе император. Возможно, то же самое случится с твоим легионом». Позже, когда четверо марневальцев шагали под дождем вслед за титанами, прокладывающими дорогу через потоки красной грязи и раздувшиеся ручьи, Локен спросил Абаддона, о чем говорил лорд ангелы. «На Улла Норе», сказал первый капитан. «Возлюбленный всеми император посоветовал переименовать 16-й легион, чтобы никто не сомневался в наших полномочиях». «И какое же название он предложил?» спросил Локен. «Сыны Хоруса», ответил Абаддон. Шестой месяц войны уже подходил к концу, когда появились незнакомцы. На протяжении нескольких дней подряд находившиеся на орбите корабли были встревожены загадочными сигналами и эфирными возмущениями, говорящими о появлении поблизости звездных судов. Было предпринято несколько попыток установить источник сигналов. Узнав о сложившейся ситуации, воитель предположил, что можно ожидать прибытия дополнительных сил. Возможно, даже очередной помощи от детей императора. Но не патрулирующие катера, высланные мастером Каменусом, не выставленные пикеты крейсеров, не обнаружили конкретных признаков приближения судов. Однако многие разведчики докладывали о спектральных данных, вроде усиления волновых колебаний, что предвещало близкий переход объекта в реальность. Флотилия экспедиции покинула стоянку на орбите и построилась в боевой порядок. Во главе флотов встали дух мщения и гордое сердце, а на флангах остались мизерикорд и алая слеза, флагман Сангвиния. Наконец появились незнакомцы. Они быстро и уверенно выскочили из точки перехода в реальную систему. Силуэты и ходовые качества трех превосходных тяжелых кораблей не были зарегистрированы в реестрах империума. Чужие корабли подошли ближе и стали передавать сигналы, словно хотели представиться. Характер сигналов был очень похож на излучение автоматических маяков, до сих пор не расшифрованное и, по мнению Хоруса, похожее на музыку. Суда незнакомцев были огромны. Визуальная съемка показала, что у них блестящая, гладкая, серебристо-белая поверхность, форма напоминает королевский скипетр, нос тяжелый и вытянутый, а единственными выступающими деталями были отсеки мощных двигателей. Самый большой из трех оказался вдвое длиннее духомщения. По всей флотилии был передан сигнал общей тревоги, подняты защитные экраны и расчехлены орудия. Воитель приказал готовиться к немедленной эвакуации с поверхности и возвращению на флагманский корабль. Военные операции против мегарахнидов были поспешно свернуты, и наземные войска собрались в одном районе. Каменусу Хорус отдал приказ сделать запрос, а в случае нападения открывать ответный огонь. Эти суда, вполне вероятно, могли принадлежать мегарахнидам из других миров и прилететь на помощь обитателям убийцы. Корабли не передавали непосредственных ответов на запросы, но продолжали транслировать свои собственные непонятные сигналы. Они подошли еще ближе и остановились в пределах досекаемости орудий флотилии. А потом они заговорили не одним голосом, а целым хором голосов, произносящих одни и те же слова, сопровождаемые все теми же непонятными музыкальными фразами. Послание было отчетливо принято не только воксканалом имперской флотилии, но и астропатами, причем оно обладало такой мощностью, что Инг-Майя-Синг и ее адепты вздрогнули. Пришельцы говорили на языке человечества. Разве вы не заметили оставленных нами предостережений, гласило послание. Что вы здесь делаете? Часть третья. Грозный стрелец. Глава восемнадцатая. Не наделать ошибок, дальние родственники, другие пути. неожиданным результатом войны на убийце стал визит к Интерексам. И с первого же дня их совместного путешествия стали раздаваться голоса, призывавшие к войне с ними. Один, и кстати самый громкий, принадлежал Эйдолану, но Эйдолан до сих пор был в немилости, и его мнение можно было проигнорировать. Вторым был голос Малагарста, а также Сидере и Таргоста, Гошина и Ралдорона из Кровавых Ангелов. Мнение этих людей проигнорировать было бы нелегко. Сангвиний воздерживался от советов, ожидая решения Хоруса. Он понимал, что его брату Примарху требуется безоговорочная поддержка. Аргумент в пользу войны, наиболее четко выраженный Малагарстом, состоял в следующем. Интерексы одной крови с нами, и мы произошли от общих предков, следовательно, их можно считать утраченными родственниками. Но они радикально отличаются от нас, а разногласия настолько глубоки и непреодолимы, что имеется законный повод для военных действий. Они категорически отрицают основные догматы имперской культуры, высказанные императором, и этого нельзя стерпеть. На протяжении некоторого времени Хорус терпимо относился к Интерексам, и Локен мог понять его чувства. Воинами Интерексов трудно было не восхищаться. Они обладали грацией и благородством, а после того, как непонимание было устранено, не выказывали никаких признаков враждебности. Случайный инцидент помог Клокену полнее разобраться в ходе мыслей воителя. Инцидент произошел во время путешествия, девятинедельного перехода от убийцы к ближайшему населенному миру Интерексов, пока смешанная флотилия экспедиции шла по следам изящных кораблей чужеземцев. Члены братства Марниваль пришли в личные покои воителя, и тотчас начался ожесточенный спор. Абаддон аргументировал в пользу войны, Малагарст и Сидире его поддерживали. Он был тверд в своем мнении и не собирался отступать. Спор разгорался все жарче. Локен с растущим изумлением наблюдал, как Абаддон и воитель кричат друг на друга. Локену и раньше приходилось видеть Абаддона разгневанным в пылу сражений, но никогда он не видел в такой ярости воителя. Гнев Хоруса его смущал и почти пугал. Как и обычно, Таргаддон пытался разрядить обстановку шуткой, но Локен увидел, что и Тарик потрясен подобным поворотом дела. У вас нет выбора, сердито доказывал Абаддон. Вы видели достаточно, чтобы понять не схожесть наших путей. Вы должны... Должен, взревел Хорус. Я должен? Абаддон, ты марневалец. Можешь советовать и высказывать свое мнение, но не более того. Не воображай, что можешь диктовать мне, как поступить. Я не собираюсь, другого варианта все равно нет и вам известно, что нужно делать. Вон отсюда! Все равно в душе вы сами это знаете. Убирайся! Завопил Хорус и с такой силой стукнул кубком по стальному столу, что тот разлетелся словно стеклянный. Сжав зубы, он сверлил взглядом Абаддона. Уходи, Эзекиль, пока я не решил подыскать другого первого капитана. Абаддон еще мгновение не сводил с Хоруса пылающего взгляда, а потом сплюнул на пол и выскочил за дверь. Все остальные ошеломленно молчали. Хорус, не поднимая головы, обернулся. Таргаддон спокойным голосом окликнул он. Да, господин. Пожалуйста, пойди за ним, утихомирь его. Скажи, если он хочет вымолить прощение, в ближайший час или два я достаточно успокоюсь, чтобы его выслушать. Но лучше бы ему встать при этом на колени и не повышать голоса громче шепота. Таргаддон поклонился и тоже покинул кабинет. Локен и Оксимант переглянулись, смущенно отдали честь и повернулись, чтобы выйти вслед за Тариком. А вы двое останьтесь, проворчал Хорус. Они замерли на полушаге. Когда же повернулись, то увидели, что Хорус покачивает головой, прикрывая губы ладонью. В его широко посаженных глазах мелькнула тень улыбки. Вот, мои сыновья, так в нас иногда зажигается раскаленная лава Хтонии. Хорус сел на один из длинных, заваленных подушками диванов и похлопал рядом с собой, приглашая их тоже присесть. Твердый, как скалы Хтонии, и горячий, как лава в ее сердце. Всем нам известно, какой жар горит в глубоких шахтах. Все мы знаем, что иногда, безо всякого предупреждения, лава устремляется вверх и выплескивается наружу. Но такими уж мы созданы, твердые, как скалы, но с пламенным сердцем. Садитесь, садитесь, налейте себе вина. Простите мою вспышку, вы должны быть рядом со мной. Половина Марни Валя лучше, чем ничего. Они уселись, повернувшись лицом воителю. Хорус достал новый кубок и налил вина из серебряного кувшина. Мудр тот, кто спокоен, произнес он, но Локен так и не понял, к кому обращены эти слова. А теперь посоветуйте мне. Вы оба помалкивали во время нашего спора. Оксимант откашлялся. Эзекииль был прав. Начал он, но умолк, заметив, как брови воителя поползали вверх. Продолжай, малыш. Мы, то есть, я хотел сказать, поход был начат с определенными целями. Два столетия мы придерживались одной доктрины, придерживались законов жизни, законов, на которых основан империум. Эти законы не случайны, они даны нам самим императором. Возлюбленным всеми, добавил Хорус. С самого начала учение императора служило нам путеводной нитью. Мы всегда выполняли его заветы. Оксимант немного помедлил, потом добавил. До сих пор. Так ты считаешь, что это не повиновение, малыш? Спросил Хорус. Оксимант пожал плечами. А ты что думаешь, Гарвель? Ты согласен с Оксимантом? Локен прямо посмотрел в глаза Хоруса. Мне известно, почему мы должны воевать с Интерексами, сэр. Но мне интересно узнать, почему вы против этого возражаете. Хорус улыбнулся. Ну наконец-то, хоть один мыслящий человек. Он поднялся с дивана, осторожно держа кубок в руке, и подошел к первой стене кабинета, часть которой занимала красочная фреска. Панно изображало поднявшегося над миром императора, а вокруг его вытянутой руки кружились созвездия. Вот они, звезды, заговорил Хорус. Видите, как он собрал их все? Созвездия слетаются к нему, словно бабочки на огонь. Звезды от самого рождения принадлежат человеку. Так он мне сказал. Эту фразу я запомнил еще при первой нашей встрече. Тогда я был подобен малому ребенку, созданному из ничего. Он посадил меня рядом с собой и показал на небеса. Ради покорения этих маленьких пятнышек света, говорил он, мы ждали долгие века. Представь, Хорус, каждое из них человеческое общество. Каждое заключает в себе царство красоты и величия, свободное от страданий и войн, свободное от кровопролитий и тирании ксеносов. Не наделай ошибок и они станут нашими. Хорус медленно провел пальцами по кольцу звезд, пока его рука не встретилась с изображением руки императора. Затем он опустил руку и обернулся к Аксиманду и Локену. Подрастая на хтонии, я не часто мог наблюдать за звездами. Небо там почти всегда было затянуто дымом и пеплом, но вы и сами это хорошо помните. Да, отозвался Локен и Аксимант молча кивнул. Но в те редкие ночи, когда небо оставалось ясным, я любовался звездами и размышлял, какие они и что значат для нас. Эти маленькие загадочные огоньки существовали с какой-то определенной целью. Так я проводил в раздумьях день за днем, пока снова не приехал император. И я уже не удивился, когда он сказал, что звезды играют в нашей жизни важную роль. Я скажу вам еще одну вещь, продолжал Хорус, возвращаясь на свое прежнее место на диване. Первая книга, данная мне отцом, оказалась астрологическим справочником. Это был простой текст, детское издание. Она до сих пор со мной. Он заметил мой интерес к звездам и захотел, чтобы я больше узнал и понял. Хорус ненадолго умолк. Как и всегда, когда Хорус говорил об императоре, как о своем отце, Локен весь обращался вслух. С тех пор, как он начал вращаться в высших кругах, это случалось уже несколько раз, и всякий раз дальше следовали поразительные откровения. Среди текста содержались и зодиакальные таблицы. Хорус отпил глоток вина и улыбнулся собственным воспоминаниям. Я выучил их все. За один вечер. Не только названия, но и контуры, ассоциативные рисунки и строения. Все двадцать созвездий. На следующий день отец добродушно посмеялся над моей жаждой знаний. Он рассказал, что ориентирование по зодиакальным созвездиям устарело и слишком ненадежно, что теперь исследовательские флотилии приступили к составлению подробных космологических карт. Еще он сказал, настанет день и все двадцать созвездий будут соответствовать двадцати его сыновьям, таким же как я. Каждый из сыновей своим характером и всей натурой будет воплощать один из знаков зодиака. И спросил, который из них мне больше всего понравился. «И что вы ответили?» спросил Локен. Хорус усмехнулся и откинулся на спинку дивана. «Я сказал, что мне нравятся все созвездия их значения. Я сказал, что был рад узнать имена, соответствующие маленьким пятнышкам света в небе. Естественно, мне нравился лев за его царственную мощь и скорпион за крепкие доспехи и воинственные клешни. Я сказал, что стрелец соответствует моему упрямству, а весы чувству справедливости и уравновешенности. Воитель печально покачал головой. Мой отец сказал, что одобряет все эти варианты, но выразил удивление тем, что я не выбрал один конкретный знак. Он снова показал мне всадника с луком в руках мчащегося воителя. Отец назвал его грозным стрельцом. Самый воинственный из всех. Сильный, неутомимый, неукротимый и уверенный в своей цели. В древние времена, говорил мне отец, этот знак считался самым важным. Кентавр, человек-оконь, воин и охотник был самым почитаемым из всех знаков зодиака. Во времена его детства в Анатолии стрелец был объектом поклонения. Всадник на коне, вооруженный луком. Самый могущественный символ воинства в древние века. Стрелец считался непобедимым. С течением времени мифы объединили всадника и коня в одно целое. Идеальное сочетание человека и военной машины. Вот кем ты должен научиться быть, сказал мне отец. Настанет день, и ты будешь командовать моими войсками, станешь моим оружием, станешь продолжением моей личности. Человек и конь, скачущие по вселенной и сокрушающие любого врага. На Ул-Ла-Норе он дал мне все это. Хорус поставил кубок и наклонился, чтобы показать им потертый золотой перстень, надетый на мизине с левой руки. Время настолько изъело металл, что изображение стало почти невидимым. Локену показалось, что он сумел рассмотреть конские копыта, руку человека и изогнутый лук. Он был изготовлен в Персии за год до рождения самого императора. Грозный стрелец. Он сказал, что теперь перстень принадлежит мне. Мой воитель, мой кентавр, говорил он, на половину человек, на половину конь, воплощенный в легионах империума. Куда ты повернешь, туда повернут и легионы. Куда пойдешь ты, туда последуют и они. Там, где ты будешь драться, они тоже вступят в бой. Странствуй без меня, сын мой, и армии справятся вместе с тобой. Наступ наступила долгая пауза. Теперь вы видите, улыбнулся Хорус, любовь к грозному стрельцу была предопределена заранее, и теперь мы встретились с ним лицом к лицу. А теперь поведаем истинную причину. Неожиданно раздался голос. Все повернулись. В дальнем конце кабинета под аркой за драпировкой из белого шелка стоял Сангвини. Он все слышал. Лорд Ангелов отбросил шелковый занавес и шагнул в кабинет, и края его сложенных крыльев задели за складки блестящего шелка. Он был в простом белом одеянии, схваченном на талии поясом из массивных золотых звеньев. Ангел держал в руке чашу, доставал из нее фрукты и отправлял в рот. Локен и Оксимант поспешно вскочили. Садитесь, он решил открыть вам свое сердце, так что вам лучше узнать всю правду. Я не думаю, начал Хорус. Санглиний выудил из чаши небольшой красный фрукт и бросил его Хорусу. Расскажи им все остальное, весело сказал он. Хорус поймал брошенный фрукт, внимательно оглядел, затем впился зубами в мякоть. Тыльной стороной ладони он вытер сок с губ и снова обернулся к Локену и Оксиманду. Помните начало этой истории? спросил он. Помните, что сказал император о звездах? Не наделай ошибок и они станут нашими. Прежде чем продолжить, Хорус еще дважды откусил от плода, выбросил косточку и проглотил мякоть. Сангвений, мой дорогой брат, прав, поскольку он всегда был моей совестью. Сангвений пожал плечами, что выглядело довольно странно для человека с осложенными за спиной крыльями. Не наделай ошибок, повторил Хорус. Мы посетили три мира. Не наделай ошибок. Я стал воителем по декрету императора и не могу его подвести. Я не могу допускать ошибок. Сэр, осмелился усомниться Оксимант, после Уланора, малыш, я допустил две ошибки. Или частично допустил, но этого вся ответственность за промахи экспедиции в конечном счете ложится на меня. Какие ошибки? Спросил Локен. Ошибки или недопонимания. Хорус задумчиво почесал бровь. 63-19, наше первое предприятие, первое для меня после избрания воителем. Как много крови было там пролито из-за недопонимания. Мы неверно истолковали знаки и дорого за это заплатили. Бедный дорогой Сиянус, мне до сих пор его не хватает. Вся та война, даже тот кошмар в горах, в котором тебе пришлось участвовать, Гарвель, все это результат ошибки. Я мог бы справиться другими способами. 63-19 можно было привести к согласию без кровопролития. Нет, сэр, решительно возразил Локен. Они были слишком упорны в своих заблуждениях, и все их действия были направлены против нас. Мы не могли бы достигнуть согласия без войны. Хорус покачал головой. Ты добрый малый, Гарвель, но ты ошибаешься. Были и другие пути. Должны быть другие пути. Я должен был отыскать способ обратить общество этого мира без единого выстрела. Император так бы и поступил. Я не верю, что он смог бы это сделать, сказал Оксимант. А потом это убийца, продолжал воитель, игнорируя замечания маленького Хоруса. Или паучье царство, как называют его Интерексы. Напомни, как оно звучит на их наречии. Уризарах, услужливо подсказал Сангвини. Но мне кажется, слово имеет значение только в сочетании с соответствующим мелодичным сопровождением. «Значит, обойдемся паучьим царством», сказал Хорус. «Зачем мы попусту теряли здесь время? Каких ошибок наделали? Интерексы оставили нам предупреждение, чтобы мы не вмешивались, а мы не обратили на него внимания. Запретный мир, убежище для покоренных ими существ, и мы вломились прямо в него». «Но мы же не знали», заметил Сангвини. «Должны были знать», резко бросил Хорус. «В этом тоже лежит противоречие между нашими философиями», сказал Оксимант. «Мы не можем терпеть существование чужой злобной расы, а Интерексы покорили их, но отказались от уничтожения, вместо этого лишили возможности совершать космические перелеты и сослали в мир тюрьму». «Мы уничтожаем», согласился Хорус. «А они нашли способ избежать крайних мер. И какой из этих путей более гуманный?» Оксимант вскочил на ноги. «В этом отношении я полностью поддерживаю Эзекиля. Терпимость говорит о слабости, Интерексы достойны восхищения, но они проявляют благородство и всепрощение по отношению к Сеносам, которые не заслуживают пощады». «Это принесло свои плоды и научило жить в согласии», заметил Хорус. «Они научили кенебрахов вот еще один прекрасный пример», воскликнул Оксимант. «Кенебрахи! Они принимают их как часть своего общества». «Я не стану принимать еще одно скоропарительное решение», заявил Хорус. «Я и так принял их слишком много. Еще несколько ошибок и мой титул ввоителя станет синонимом глупости. Я попытаюсь понять Интерексов, узнать их и извлечь из этого выгоду, а уж потом буду решать, как далеко они зашли. Они отличные ребята. Возможно, вместо того, чтобы воевать, мы сможем кое-чему научиться». Привыкнуть к музыке было довольно трудно. Иногда она звучала громко и торжественно, особенно, когда вступали музыканты-метурги. Иногда опускалась до шепота, еле слышного жужжания или звона, но ни на мгновение не умолкала полностью. Интерексы называли музыку ариями, и она была главной составляющей их общения. Конечно, они использовали и слова. Их разговорный язык представлял собой сильно измененный человеческий диалект, более близкий к основному наречию терры, чем язык хтонии, но интерексы давным-давно пользовались ариями в качестве аккомпанемента или средства усиления эмоциональности речи, а также в качестве средства перевода. Во время перехода летописцы постарались досконально изучить арии, но так и не смогли подобрать им исчерпывающее определение. По своей сути, они представляли собой разновидность высшей математики, универсальную константу, преодолевающую все лингвистические барьеры. Но математические структуры выражались особыми мелодическими и гармоническими кодами, которые нетренированным ухом воспринимались как музыка. Цепочки сложных мелодий служили фоном для всех посланий интерексов, а когда они разговаривали между собой один на один, было принято сопровождать речь игрой одного или двух метургов. Музыканты метурги служили переводчиками и посланниками. Эти высокие, как и все представители интерексов люди, носили длинные накидки из блестящего зеленого волокна, украшенные тонким золотым кантом. Благодаря вмешательству хирургов и генетиков, их уши были значительно увеличены и оттопырены, что придавало им сходство с летучими мышами или другими ночными животными. Комлинк, аналог вокс-связи, был вплетен в край высокого воротника накидки и каждый метург нес на груди инструмент. Это было устройство из усилителей, свернутых в кольцо трубок и нескольких клавиш ключей, на которых обычно покоились пальцы метургов. Из верхнего края инструмента поднимался выгнутый, наподобие лебединой шеи мундштук, так что каждый музыкант мог дуть в него, жужжать или петь. Первая встреча между представителями Империума и Интерексами проходила сдержанно и официально. На борт духомщения в сопровождении метургов и солдат поднялись посланники. Все они были одинаково красивыми и стройными, с внимательными, пронизывающими взглядами, короткими стрижками и замысловатыми дерматоглифами, украшавшими левую или правую половину лиц. Локен подозревал, что это были перманентные татуировки. Все посланники были одеты в накидки длиной до коленей, сшитые из бледно-голубой мягкой ткани, а под ней виднелись облегающие костюмы из того же блестящего волокна, что и накидки музыкантов метургов. Солдаты производили более сильное впечатление. Вместе с офицерами их высадилось с катера около пяти десятков. Военные обладали более высоким ростом, чем посланники, и с ног до головы были облачены в металлические доспехи из полированного серебра с изумрудно-зелеными и ярко-алыми нашивками. Доспехи имели изящные очертания и плотно прилегали к телу, не то, что массивная пластинчатая броня Астартес. Солдаты, гливы и сагитары, как позже узнал Локен, обладали почти таким же ростом, как и Астартес, но по сравнению с гигантами-космодесантниками были гораздо еще тоньше из-за облегающих доспехов. Абаддон при первой же встрече шепотом выразил сомнение в том, что тонкая броня интерексов способна выдержать даже легкий щелчок. Вооружение гостей вызвало еще больше замечаний. У большей части солдат ножны с мечами висели на спине. Некоторые гливы несли в руках длинные копья с большими шарами противовесов на рукоятках. Другие сагитары шли с изогнутыми луками, изготовленными из темного металла, а на правом бедре у них висели пучки неоперенных стрел. «Луки?» прошептал Таргаддон. «Вот это да! Они ошеломляют нас мощью и величиной своих кораблей, а потом являются на борт с луками!» «Может, это церемониальное оружие?» предположил Аксимант. Офицерские доспехи были отмечены зазубренными полукруглыми гребнями, идущими через весь шлем. Визоры прилегающих к голове шлемов все выглядели одинаково. Металлический каркас повторял линию лба, скул и носа, а глаза скрывались за прозрачными овальными вставками с голубоватой подсветкой. Защитная пластина для рта и подбородка у них выдавалась вперед, словно упрямая челюсть, и к ней крепилось устройство связи. Во второй солдатами шли более тяжеловесные воины. Они обладали меньшим ростом и плотным телосложением, несли на себе доспехи коричневого цвета с золотистыми вставками. Локин решил, что это тяжелая пехота. Их генный механизм был настроен на создание крепкого костика и плотной мускулатуры, идеального сочетания для ближнего боя, но эти солдаты не несли никакого оружия. 20 таких особей выстроились вокруг пяти изящных серебристых четвероногих механизмов, очень красивого и элегантного вида. Их форма напоминала корпуса лучших скакунов Терры, только без головы и шеи. «Механические скакуны», прошептал Хорус стоящему рядом Малагарсту. «Можешь быть уверен, мастер Регул наблюдает за ними через видеоискатель Пиктера. Надо будет потом посмотреть его заметки». Для церемониальной встречи была полностью очищена одна из взлетно-посадочных палуб. Сосводчатых перекрытий свисали имперские знамена, а в почетном карауле в полном составе выстроилась первая рота. Астартес в боевых доспехах образовали два идеально ровных прямоугольника, неподвижных ослепительно белых фигур, а в первых рядах замерли блестящие черные Терминаторы. Между двумя прямоугольниками стоял Хорус, вместе с Морневальцами, Малагарстом среди которых присутствовала и астропад Инг Майя Синг. Воитель и сопровождающие его воины вышли в полных боевых доспехах и плащах, но голова Хоруса оставалась непокрытой. Массивный катер Интерексов неторопливо опустился на освещенную палубу и встал на полированное полозье. Затем открылся носовой люк, и гигантским леском оригами развернулись белые металлические сходни. Из катера вышли посланники и сопровождающий их эскорт. Вместе с солдатами и музыкантами метургами прибыли около сотни Интерексов. Посланники остановились, образовав ровную шеренгу, а за ними в идеальной симметрии выстроился военный эскорт. Этому напряженному моменту предшествовало 48 часов интенсивных переговоров между двумя кораблями. 48 часов тонкой дипломатии. Хорус кивнул, и все воины первой роты единым отточенным движением подняли к груди оружие и наклонили головы. После этого сам Хорус в развивающемся плаще шагнул вперед и пошел между двумя прямоугольниками. Он остановился лицом к лицу с тем, кто, по всей видимости, был главным из посланников, сотворил знамение Аквиллы и слегка поклонился. «Я приветствую вас, от...» Тоже мгновение, когда он заговорил, музыканты Метурги негромко заиграли на своих инструментах. Хорус умолк. «Это форма перевода», пояснил посол, и его слова тоже прозвучали на фоне мелодии Метургов. «Музыка немного сбивает меня с толку», с улыбкой заметил Хорус. «Сопровождение обеспечивает ясность и более полное осмысление», сказал посланник. «Но кажется, мы и так неплохо понимаем друг друга». Посланник вежливо кивнул. «Тогда я прикажу, чтобы Метурги молчали», предложил он. «Не надо», отказался Хорус. «Пусть все идет своим чередом, по вашим обычаям». И снова посланник ответил коротким кивком. Дальше вся церемония сопровождалась негромкими и странными мелодиями. «Я приветствую вас от лица императора человечества, всеми возлюбленного и от имени империума Терры. От имени общества Интерексов я принимаю ваши приветствия и в ответ шлю наши». «Благодарю вас», сказал Хорус. «Во-первых, хочу вас спросить», поинтересовался посланник. «Вы прибыли с Терры?» «Да». «Со старой Терры, которая прежде называлась Землей?» «Да». «Это действительно так?» «Конечно». Улыбнулся Хорус. «Вам знакома Терра?» Странное выражение, словно внезапная боль, исказило лицо посланника, и он оглянулся на своих коллег. «Все мы происходим с Терры, через наших предков. Генетически. Целую вечность назад это был наш родной мир. Если вы в самом деле с Терры, то важность нашей встречи невозможно переоценить. За долгие тысячелетия Интерексам впервые удалось вступить в контакт с давно утраченными братьями. «Такова цель нашего похода», сказал Хорус. «Мы разыскиваем все разрозненные общества людей, связь с которыми прервалась по различным причинам». Посол наклонил голову и представился. «Я Диатшен, Абракарий. Я Хорус, Воитель». При переводе слова «Воитель» в мелодии Метургов прозвучал некоторый диссонанс. Шен нахмурился. «Воитель?» спросил он. «Это звание было дано мне лично императором человечества, так что я могу выступать в качестве его самого старшего представителя». «Это сильный титул, агрессивный. Ваш поход преследует военные цели?» «В нем имеется военная составляющая. Вселенная таит в себе слишком много опасностей, чтобы странствовать без оружия. Но по виду ваших солдат, а бракарий, то же самое можно сказать и о ваших кораблях». Шен сердито поджал губы. «Вы атаковали Уризарх с излишней жестокостью и кровожадностью, не обратив внимания на предупреждения, оставленные нами на маяках по всей системе. Из этого можно сделать вывод, что военный компонент есть главный элемент вашего предприятия. Мы можем обсудить этот случай позже и во всех подробностях о бракарий. Если потребуется принести извинения, я лично готов это сделать. А сейчас позвольте заверить вас в наших мирных намерениях». Хорус обернулся и подал сигнал. Вся первая рота, все сопровождающие офицеры одновременно опустили оружие и сняли шлем. Ряд за рядом открылись человеческие лица. Они смотрели открыто, безо всякой враждебности. Шен и его спутники поклонились, и посланник тоже подал сигнал, сопровождаемый музыкальной секвенцией. Воины Интерексы сдвинули свои визоры, открыв чистые, сосредоточенные человеческие лица. Но только неприземистые фигуры в коричневых золотом доспехах. Когда были сняты их шлемы, под ними оказались лица совершенно непохожие на человеческие. Их называли кинебрахами. Это была высокоразвитая старая раса, существовавшая как межзвездное сообщество более 50 тысяч лет назад. Их цивилизация воцарилась в нескольких мирах одной из областей Вселенной в те времена, когда Терра переживала первый век технологий. В тот период человечество еще только начинало осваивать солнечную систему, не выходя за пределы скорости света. К тому времени, когда их обнаружили интерексы, общество кинебрахов постепенно клонилось к упадку. После первых пограничных контактов разразилась территориальная война, которая длилась целое столетие. Превосходные технологии не помогли кинебрахам, и интерексы одержали победу, но не стали истреблять чужаков. Благодаря стремлению интерексов сохранить технологические достижения и продолжить развитие межзвездного общения, было достигнуто соглашение о мирном сосуществовании. Получив возможность прекратить военные действия и избежать ссылки, кинебрахи предпочли зависимость от более энергичных интерексов. Их слабеющее и уставшее общество без дальнейших возражений покорилось прогрессирующей человеческой расе. В процессе культурного обмена они оставались младшими партнерами растущей культуры и постепенно делились секретами технологии со своими завоевателями. Успешное сосуществование народов интерексов и кинебрахов длилось уже около трех тысячелетий. Конфликт с кинебрахами был нашим первым крупным опытом в воинах с чужаками, объяснил Диат Шен. Он вместе с другими посланниками сидел в приемном зале воителя. При встрече присутствовали марнивальцы и метурги. Последние, выстроившись вдоль стен, негромко аккапонимировали переговором. Этот случай нас многому научил. Мы осознали свое место в космосе, поняли важность взаимопонимания, сопереживания и сочувствия. Сразу же после первых контактов стало развиваться искусство арии, как превосходный инструмент общения с представителями нечеловеческих раз. Война заставила нас понять, что самая наша человечность или по крайней мере наша глубокая зависимость от человеческих свойств, например языка, могла стать препятствием к полноценным отношениям с другими народами. Вне зависимости от совершенства средств общения Абракарий, заговорил Абаддон, иногда простого знакомства бывает недостаточно. По своему опыту мы знаем, что большинство ксеносов враждебны по самой своей природе. Знакомства и переговоры в этих случаях ни к чему не приведут. Первый капитан, как и остальные присутствующие, чувствовал себя неловко. В зал аудиенции была допущена целая делегация со стороны интерексов и в дальнем конце присутствовали несколько кинебрахов. Это были коренастые, обезьяноподобные существа, с настолько глубоко посаженными глазами, что под нависшими надбровными дугами они казались мерцавшими в тени искорками. Их тела имели синевато-черный оттенок и были изрезаны глубокими складками, а длинный рыжеватый мех, обрамлявший основание массивных угловатых черепов, своей плотностью напоминал перья. Рот и нос объединились в единый орган, представлявший собой треугольную щель на конце выступающей наподобие хобота челюсти. Приоткрываясь, эта щель являла глазу влажную и розовую плоть, издавала фыркающие звуки или обнажала гребенку мелких острых зубов, как в клюве у дельфина. И еще от этих существ исходил довольно сильный запах, который нельзя было бы назвать неприятным, если бы он не был таким всецело и абсолютно нечеловеческим. К такому выводу мы тоже пришли, согласился Шен, хотя подобные случаи встречали не так часто, как вы. Иногда мы встречали существ, которые не проявляли стремления к какому бы то ни было общению и приближались только с грабительскими или агрессивными намерениями. В таких случаях без конфликтов не обойтись. Подобный эпизод мы пережили при встрече с... напомните, пожалуйста, как вы их назвали? Мегарахниды, улыбнулся Хорус. Шен кивнул и тоже улыбнулся. Теперь я понимаю, как образовалось это слово от старых корней. Мегарахниды обладали отработанной организацией, но совершенно не проявляли сознание в нашем понимании этого слова. Они существовали только ради репродукции и возделывания территории. Когда мы их обнаружили, они занимали восемь систем вдоль шартиельской границы провинции Интерексов и угрожали захватом и опустошением двум нашим населенным мирам. Мы вступили в войну, защищая собственные интересы. В конце концов, мы одержали победу, но успеха в переговорах так и не достигли. Всех оставшихся в живых мегарахнидов мы взяли в плен и переместили в Уризарх. К тому же, мы лишили их возможности развивать технологии межзвездных перелетов. Уризарх стал резервацией, где они могли существовать, не представляя угрозы для нас или кого-нибудь еще. В качестве предупреждения мы выставили вокруг этого мира множество автономных маяков. «А вы не задумывались о возможности их истребления?» спросил Малагарст. Шен покачал головой. «Кто дал нам право решать, какие нации следует искоренить? В большинстве случаев есть возможность прийти к соглашению. Мегарахниды стали редким исключением и единственным гуманным решением оказалась изоляция». «Описываемый вами метод производит весьма сильное впечатление», поспешно сказал Хорус, видя, что Абаддон снова готов возразить. «А теперь о Бракарии, как мне кажется, настало время извиниться. Мы не поняли ваших методов и целей на Уризархе. Мы вторглись в вашу резервацию. За это нарушение Империум приносит свои извинения». Глава 19 Посланники и делегации Ксенобия Зал Оружия Абаддон был в ярости. Когда посольство Интерексов вернулось на свой корабль, он созвал Марневальцев и дал выход своим чувствам. «Шесть месяцев, шесть месяцев военных действий на убийце! Так много подвигов, столько наших братьев погибло! А теперь он извиняется, словно это было заблуждением, ошибкой! Эти мерзавцы, любители ксеносов и сами признают опасность пауков, раз решили их запереть!» «Ситуация непростая», сказал Локен. «Это оскорбление чести нашего легиона, и ангелов тоже!» «Чтобы принести извинения, требуется мудрость и сила духа», заметил Локсимант. «И только глупец потакает чужакам», фыркнул Абаддон. «Чему научил нас этот поход?» «Тому, что мы с готовностью уничтожаем всех несогласных», предположил Таргаддон. Абаддон метнул на него сердитый взгляд. «Всем известно, насколько жесток космос и опасен. Мы должны бороться за свое место во Вселенной. Назовите хоть одну расу среди встреченных нами, кто не был бы рад мгновенному исчезновению человечества?» Никто из них не мог ему ответить. «Только глупец потакает чужакам», повторил Абаддон, «или потакает тем, кто это делает». «Ты хочешь сказать, что воитель глуп?» спросил Локин. Абаддон немного смутился. «Нет, не хочу. Конечно, не хочу. Я служу ему. У нас есть определенные обязанности», сказал Аксимант. «Как члены Марни Валя, мы должны прийти к единогласному мнению, прежде чем давать ему советы». Таргадон кивнул. «Нет», возразил Локин, «он ценит нас не за единодушие. Каждый из нас, даже если не согласен с остальными, должен высказать свои мысли и предоставить ему принимать решения. В этом наш долг». В течение нескольких дней продолжали встречи с различными посланниками Интерексов. Иногда их корабли посылали группы представителей на дух мщения. Иногда посольство Империума отправлялось на их главный корабль, и их принимали в залах из серебра и стекла под звуки таинственных арий. Интерексов было нелегко понять. Часто в их поведении сквозил оттенок превосходства или снисходительности, словно они считали посланцев Империума грубыми и необразованными существами. И в то же время они явно испытывали восхищение. Легенды о древней Терре и родстве с человечеством давно стали частью их мифов и сказаний. Как бы не разочаровывала их реальная встреча, Интерексы не могли решиться разорвать контакт со своим драгоценным и далеким прошлым. В итоге было предложено провести встречу на высшем уровне. Воитель вместе со своим окружением должен был спуститься в один из населенных миров Интерексов и провести более детальные переговоры уже не с посланниками, а с представителями власти. Воитель выслушивал все возможные советы, хотя Локен был уверен, что решение уже принято. Кое-кто вроде Абаддона советовал прервать все контакты с Интерексами и держать их в неопределенности до тех пор, пока не соберется достаточно сил для захвата их территорий. Были и другие проблемы, требующие безотлагательного рассмотрения со стороны воителя. Вопросы, которые слишком долго откладывались, пока велась шестимесячная война на убийцы. Петиции и донесения поступали ежедневно. Пять примархов просили личной аудиенции по вопросам, связанным со стратегией похода или местных воин. Один из них, Леон, никогда раньше не предпринимал подобных попыток сближения, и воитель не мог не обратить внимания на потепление их отношений. От 36 экспедиций были получены послания с просьбой дать совет, помочь определиться с тактикой или призыв военной помощи. Накопилось и множество вопросов государственной важности. Совет Терры присылал различные бюрократические запросы и требовал неотложного внимания воителя. Слишком долго он откладывал решения, ссылаясь на занятость военными действиями. Локен едва ли не ежедневно сопровождал Хоруса и теперь начал понимать, какую тяжелую ношу взвалил император на широкие плечи примарха. Хорус должен был объединять в себе и командующего всеми армиями, и лидера согласия, и судью, и стратега, и самого искусного дипломата. За те шесть месяцев, что велись военные действия на убийце, на его орбиту прибыло множество кораблей. Они, словно докучливые просители, окружили флагманский корабль плотным кольцом. Оставшаяся часть 63-й экспедиции под командованием Варваруса, покинула 63-19, оставив ее на попечение одного лишь Ракриса. Прибыли также 14 кораблей 88-й экспедиции под командованием Трагиса Бонифация из региона Альфа. Бонифаций утверждал, что откликнулся на призыв о помощи 140-й и собирался принять участие в сражениях на убийце, но вскоре выяснилось, что его истинной целью было воспользоваться ситуацией и убедить Хоруса силами 63-й поддержать планируемое наступление на захваченные орками территории Каевосбелта. Этот план долго вынашивал его примарх Альфарий, что, как и в случае с Леоном, было поводом для укрепления дружеских связей с недавно избранным воителем. Хорус лично изучил проект Альфария. Операция на Каевосбелте могла занять не меньше пяти лет и требовала в десять раз больше сил, чем Хорус мог выделить в настоящий момент. Альфарий размечтался. Пробормотал он, показывая план Локину и Таргадону. Я не могу увязываться в это мероприятие. На одном из кораблей Варваруса с Терры прибыла делегация администраторов из трибунала Экзектору. По инструкции Всезнающего и Великого, подписанной Советом Терры, Экзекторам надвижало посещать все новые территории разрастающегося империума с целью всеобщего охвата. И по сравнению с этой программой орава летописцев могла показаться мелкой докукой. Делегацией экзекторов руководила Верховный администратор Айонит Радбан высокая стройная женщина с рыжими волосами, высокими скулами и бледной кожей. К тому же чрезвычайно суровая. Совет Терры издал приказ, по которому все экспедиционные и военные объединения, все примархи, командиры и правители приведенных к согласию миров и систем с целью поддержать растущие запросы расширяющегося империума должны были назначать и собирать налоги с подведомственных им планет. Айонит Радбан настойчиво просила встречи с целью обсудить план сбора пошли. «Один мир не в состоянии самостоятельно поддерживать и финансировать такое гигантское предприятие», говорила она слегка визгливым голосом. «Терра не в силах в одиночку нести такую нагрузку. Сейчас мы правим тысячами миров, тысячами тысяч миров. Империум должен позаботиться о себе». «Ну, госпожа, многие миры совсем недавно приведены к согласию», мягко возразил Хорус. «Они еще не оправились от военной разрухи и только начинают восстанавливаться и перестраиваться. Обложение налогами лишь увеличит свалившуюся на них тяжесть». «Император настаивает на этом». «Правда?» «Всезнающий и великий, возлюбленный всеми, поручил это мне и моим коллегам. Подати должны быть собраны и требуется создать соответствующие органы, чтобы в дальнейшем уплата налогов производилась регулярно и автоматически». «Правители миров, оставленные нами на местах, сочтут это занятие неблагодарным», сказал Малагарст. «Они еще устанавливают порядок и свой авторитет. Это преждевременно». «Император настаивает на этом», повторила Айонид. «Значит, император возлюбленный всеми?» спросил Локер. Его замечание вызвало на лице Хоруса широкую усмешку. Радбан недовольно фыркнула. «Не вполне понимаю, на что вы намекаете, капитан», сказала она. «Это мой долг, и я намерена его выполнять». Когда она вместе со свитой покинула личный кабинет воителя, Хорус, оставшись со своими приближенными, откинулся на спинку кресла. «Я всегда подозревал», заговорил он, «что найдутся вредители, которые смогут нас одолеть. Слабые, на первый взгляд, они невероятно изобретательны, и если кто и в силах одолеть человечество и разорвать империум на части, так это скорее всего они. Раньше я мог предполагать, что это будут зеленокожие, бесконечное количество и неизмеримая грубая сила. Но теперь, друзья мои, я уверен, что нас погубят наши же сборщики налогов». Все дружно рассмеялись. Локин вспомнил о лежащем в его кармане стихотворении. Большинство произведений каркази он передавал для оценки Зиндерману, но во время последней встречи поэт характеризовал свою работу как нечто бессмысленное. Локин прочел стихи. Это были непристойные и язвительные куплеты о сборщиках налогов, которые оказались понятными даже Локину. Он уже решил представить их всеобщему вниманию, но лицо Хоруса быстро помрачнело. «То, что я сказал, не совсем шутка», заметил он. Рассылая экзекторов, совет взваливает на едва оправившиеся миры такую ношу, что ее тяжесть может сломать нас. Их действия слишком поспешны, слишком сложны, слишком обременительны. Миры могут взбунтоваться, возникнут волнения. Скажите недавно покоренному народу, что у него появился новый хозяин, и люди просто пожмут плечами. Скажите им, что новый хозяин желает получить пятую часть их доходов, и они возьмутся за вилы. А Энита Радбон и подобные ей администраторы способны разрушить все, чего мы достигли. По комнате снова прокатился смех. Но это желание императора, вставил Таргадон. Хорус покачал головой. Невзирая на все ее заверения, это не совсем так. Я знаю его так, как сын может знать своего отца. Он не мог с этим согласиться. Не теперь, не так быстро. Скорее всего, он слишком занят своей работой, чтобы знать обо всем. Совет принимает решение в его отсутствии. Император не может не знать, насколько хрупка сложившаяся ситуация. Проклятие, вот что получается, когда созданная воинами империя доверяет исключительную власть чиновникам и духовенству. Все взоры обратились на воителя. Я говорю вполне серьезно, продолжал он. В некоторых регионах такие действия могут привести к гражданской войне. А это по меньшей мере может подорвать силы наших экспедиций. В настоящий момент экзекторов необходимо слегка притормозить. Надо завалить их непрерывным потоком материалов для определения уровня сборов по каждому отдельному миру. И добавить к этому непрестанные донесения по поводу индивидуального статуса каждого из миров. Вряд ли это их надолго остановит господин, усомнился Малагарст. Администрация Терры уже составила системные расчеты по пропорциональному начислению налогов для всех миров. А ты постарайся, Мал, попросил его Хорус. По крайней мере придержи немного эту женщину. Дай мне хоть небольшую передышку. Я займусь этим, ответил Малагарст, поднялся и захромал к выходу. Хорус повернулся к собравшимся и вздохнул. И так, протянул он, меня зовет Леон, и Альфарий тоже, и остальные братья, и множество экспедиций, добавил Сангвини. Тогда самым мудрым решением было бы возвратиться на Терру и изложить совету свое мнение по поводу налогов. Сангвини невесело рассмеялся. Но я еще не готов к этому, сказал Хорус. Значит, придется заняться интерексами, господин, сказал Эреп. Эреп, первый капитан 17-го легиона несущих слова, присоединился к ним две недели назад, прибыв с контингентом Варваруса. В гранитно-серых доспехах Марк-4, украшенных чеканными изображениями его подвигов, он казался мрачным и неприступным. Его звание приблизительно соответствовало рангу Абаддона или Эйдолона. В своем легионе он был старшим офицером, приближенным к Корру Фаэрону и самому примарху Лоргару. Его сдержанные манеры и негромкий спокойный голос мгновенно вызывали всеобщее уважение, но лунные волки испытывали к нему дружеские чувства по другой причине. Волки с давних пор поддерживали такие же теплые отношения с несущими слова, как и с детьми императора. И не случайно Хорус считал Лоргара одним из любимых братьев наряду с Фулгримом и Сангвинием. Эреп, со временем преуспевший одинаково хорошо и в воинском мастерстве, и в делах управления, и одинаково серьезно относившийся к этим двум занятиям, искал встречи с воителем по поручению своего легиона. У него, бесспорно, имелись возможности добиться приема, и никто не посмел бы направить Эрепа к посредникам. Но, прибыв на флагманский корабль, он понял, насколько тяжело давление, оказываемое на Хоруса, и сколько дел требуют его немедленного внимания. Эреп решил на время отложить свои проблемы, чтобы не добавлять дополнительных забот воителю. И вместо этого стал надежным помощником и советчиком, не требуя к себе особого отношения. Вот за это марнивальцы и восхищались им, и как Ралдорона приняли в свой тесный кружок. Абаддону и Аксиманду доводилось воевать рядом с Эребом во многих сражениях. Таргаддон был знаком с ним целую вечность. Все трое только и говорили, что о превосходных достоинствах первого капеллана Эреба. Локена тоже не требовалось долго убеждать. Тем более, что Эреб с самого начала приложил все усилия, чтобы с ним подружиться. Послужной список и ранг Эреба производили впечатление и, как казалось, Локену имели определенный вес еще и вследствие его близости к Примарку. В конце концов, он был избранным рупором Лоргара. Эреб разделял с ними обеды, держал совет, отдыхал и выпивал после дежурств, а иногда и посещал тренировочный зал, чтобы поупражняться в воинском мастерстве. Однажды утром он превзошел Таргадона и Оксиманда в недолгих поединках, затем долго бился на мечах с Тарвицем, но в итоге и его уложил на мат. Тарвицем и его приятеля Люция пригласили на тренировку по предложению Таргадона. Затем Локен хотел помериться силами с Эребом в бою на мечах, что теперь его очередь. Марневальцы неплохо относились к Тарвицу, тем более, что на их мнение оказал влияние положительный отзыв Таргадона, но на Люция это отношение не распространялось. Его поведение слишком напоминало манеры Эйдолана. Люций, словно испорченный ребенок, всегда оставался капризным и требовательным. «Что ж, иди ты», махнул рукой Локен, «Если для тебя это так важно, всем было ясно, что Люцию не терпится восстановить честь своего легиона. Он считал, что их гордость пострадала, когда Эреб победил Тарвица мощным ударом плашмя. Выхватив меч, Люций вскочил в тренировочную камеру и встал перед Эребом. Металлические полукруглые решетки опустились, отгородив бойцов от зрителей. Люций широко расставил ноги и поднял перед собой широкий меч. Эреб опустил оружие почти к самому полу. Соперники присматривались друг к другу. Оба Астартес были обнажены по пояс и на их торсах перекатывались выпуклые мускулы. Это была игра, но неверное движение могло покалечить или убить. Поединок длился 16 минут. Это само по себе было примечательно, поскольку он был самым длинным для каждого из соперников. Что еще удивительнее, так это полное отсутствие пауз. Не было ни колебаний, ни остановок. Эреб и Люций одновременно ринулись вперед и стали наносить удары с частотой 3 или 4 касания в секунду. Со стороны это выглядело как непрерывное, неуловимое, словно во сне мелькание танцующих тел и сверкание мечей, издававших почти неумолкающий звон. Абаддон, Тарвиц, Таргаддон, Локен и Оксимант окружили камеру и стали восхищенно аплодировать выдающемуся мастерству бойцов и выражать свой восторг громкими криками. «Он убьет его!» воскликнул Тарвиц. «При такой скорости он непременно его убьет». «Кто кого убьет?» спросил Локен. «Не знаю, Гарви, оба хороши». «Слишком хороши, слишком!» рассмеялся Оксимант. «Локен дерятся с победителем!» закричал Таргаддон. «Не уверен», возразил Локен. «Я видел и победителя, и проигравшего». Тем временем дуэль продолжалась. Рэп дрался расчетливо, повторяя и меняя удары и позиции словно автомат. Люций рвался в атаку, яростно, блестяще, неотразимо. За их движениями было невозможно уследить. «Если ты думаешь, что после этого я стану драться с кем-либо из них», начал Локен. «Что? Неужели не станешь?» насмешливо спросил Таргаддон. «Нет». «Ты будешь следующим», хихикнул Оксимант и хлопнул в ладоши. «А чтобы уравнять силы, мы дадим тебе болтер». «Очень смешно». На 59-й секунде 16-й минуты по хронометру тренировочной камеры Люций нанес свой победный удар. Его лезвие нашло брешь в обороне Эреба и меч несущего слова вылетел из его руки. Эреб отскочил к прутьям решетки, но кончик меча уже был приставлен к его шее. «Браво! Браво, Люций!» кричал Оксимант, включая подъемный механизм решетки. «Мне жаль!» промолвил Люций, хотя по его лицу было заметно, как он рад. Он отвел свой меч и отсалютовал Эребу, блестя вспотевшими плечами. «Прекрасный поединок! Благодарю вас, сэр!» «И тебе спасибо!» тяжело дыша, но с улыбкой ответил Эреб. «В бою на мечах тебе нет равных, капитан Люций!» «Выходи, Эреб!» позвал Таргадон. «Ты среди нас лучший боец!» настаивал маленький Хорус. «Покажи ему, как дерутся лунные волки!» «Умение владеть мечом это еще не все!» протестовал Локин. «Давай, заходи, перестань нас позорить!» прошипел Аксимант. Он обернулся к Люцию, вытиравшему полотенцем вспотевший торс. «Люций, ты готов к следующему поединку?» «Не хватает только соперника!» «Он сумасшедший!» прошептал Локин. «О честь региона!» напомнил ему Абаддон и подтолкнул к тренировочной камере. «Вот это правильно!» обрадовался Люций. «Ты все равно хотел со мной сразиться!» «Покажи мне, как дерутся лунные волки, Локин!» «Покажи, как они побеждают!» «Не только мечом!» заметил Локин. «Как тебе будет угодно!» фыркнул Люций. Эрэп подошел к краю платформы и бросил свой меч Локину. «Похоже, теперь твоя очередь, Гарвель!» сказал он. Локин поймал меч и для пробы пару раз махнул им сверху вниз. Затем он шагнул на помост и кивнул. Полусферы решеток опустились вокруг него и Люция. Люций сплюнул под ноги и выпрямился. «Я небольшой мастер биться на мечах», произнес Локин. «Тогда поединок закончится быстро. Если мы решим драться, это будет бой не только мечами». «Как угодно, как угодно», согласился Люций, наскакивая на противника и отступая назад. «Просто подходи и дерись». Локин вздохнул. «Конечно, я наблюдал за тобой. Ты предпочитаешь атаковать. Я заранее знаю твои действия». «Я вижу тебя насквозь. Наступай». Люций бросился на Локина. Тот отступил на шаг, опустив меч и кулаком нанес Люцию удар в лицо. Тот покачнулся и грохнулся на спину. Локин уронил меч Эреба на мат. «Думаю, я выполнил то, о чем ты просил. Вот так дерутся лунные волки. Разгадать врага и сделать все необходимое, этому ничего не ответил. «Мне кажется, нам пора заняться интерексами, сэр», настаивал Эреб. «Мы ими и займемся», ответил Хорус. «И я к этому готов. Все эти голоса, требующие немедленного внимания, дергающие меня из стороны в сторону, они не могут заставить меня забыть, что интерексы это новая и значительная культура, охватывающая обширный регион космоса. Они тоже люди, мы не можем их игнорировать, мы не можем отрицать их существование, или это друзья, потенциальные союзники, или враги. Нельзя отвернуться от них и надеяться, что интерексы станут терпеливо ждать. Если это враги, если они против нас, то они могут представлять не меньшую угрозу, чем зеленокожие. Я отправлюсь навстречу и поговорю с их лидерами. Ксенобией называлась столица одной из пограничных провинций территории интерексов. Посланники были не слишком откровенны относительно точных размеров их государства, но по всей видимости культурное влияние интерексов распространялось приблизительно на 30 систем, а срединные миры располагались на расстоянии сороконедельного перехода от сферы влияния империума. Местом встречи была выбрана пограничная ксенобия, охраняющая рубежи государства. Назначенное место поразило воображение имперцев. С якорной стоянки межзвездных кораблей на главном спутнике воитель и его помощники в сопровождении эскорта были доставлены в ксенобию главную, величественный процветающий город на берегах обширного аммиачного моря. Он был расположен на склонах широкой бухты, так что постройки ступенями спускались от крепостных валов до самого моря. Берега бухты утопали в густых зарослях джунглей, и пышная растительность повсюду проникала в город, так что здания, башни из бледно-серого камня и высокие дома из латуни и серебра, словно горные вершины, поднимались над зеленым ковром. Растения по большей части имели настолько густой темно-зеленый цвет, что в неярком желтоватом цвете дня казались почти черными. Город строился ярусами, и под сомкнувшимися кронами деревьев к берегу моря в зеленоватом полумраке спускались извилистые улочки и арочные виадуки. На высоких башнях и богато украшенных колокольнях выселись металлические мачты, и теплый ветерок развивал на них знамена и штандарты. Город не производил впечатления крепости. Как и на поверхности, так и на орбите не было заметно никаких особых укреплений, но Хорус не сомневался, что в случае необходимости Ксенобия сможет себя защитить. Интерекции, в отличие от жителей Империума, не носили при себе оружие, но уровень их технологий нельзя было недооценивать. Делегация имперцев насчитывала около пяти сотен человек, и в ее состав вошли офицеры Астартес, отряд эскорта, итераторы, а также несколько летописцев, допущенных по личному настоянию Хоруса. Эта поездка была своего рода разведывательной миссией, и энергичные, любопытные летописцы могли оказать большую помощь в сборе самых различных материалов. Кроме того, как казалось Локину, Хорус пытался изменить первоначально сложившееся мнение. Посланники интерексов казались несколько разочарованными военной спецификой экспедиционной флотилии. Теперь Хорус отправлялся навстречу в сопровождении не только воинов, но и преподавателей, поэтов и музыкантов. Всех их разместили в превосходных помещениях в западной части города, в районе под названием Экстранус, где, как следовало из деликатных объяснений, останавливались и проживали все странники и путешественники. Ксенобия главная была предназначена для встреч торговых делегаций и дипломатических миссий, и квартал Экстранус специально был выделен с целью селить всех чужеземцев в одном месте. Гостям любезно предоставили целый штат метургов, прислуги и офицеров, чтобы удовлетворить все желания и ответить на все вопросы. В сопровождении Абракария имперцам было позволено покинуть тенистый район Экстрануса и осмотреть город. Небольшими группами они посетили самые примечательные места – залы индустрии и торговли, музеи музыки и искусств, архивы и библиотеки. В зеленых сумерках под шерестящим навесом джунглей их провели по красивым улицам и роскошным площадям, соединенным длинными лестничными пролетами. Весь город состоял из прекрасных зданий, и имперцам стало ясно, что интерексы были мастерами не только в старой традиционной архитектуре каменной кладки и металлоконструкций, но и в самых новейших технологиях. Улицы украшали прекрасные статуи и изящные фонтаны, а рядом с ними соседствовали модернистские скульптуры из света и музыки. В старинные стрельчатые окна были вставлены стекла, реагирующие на степень освещенности и температуру воздуха. Двери открывались и закрывались посредством сенсорных автоматов. Свет в помещении вспыхивал по мановению руки, и везде звучали негромкие мелодии арий. В империуме было множество городов крупнее, грандиознее и выше. Супер Ульи Терры и серебряные шпили Проспера, эти изумительные свидетельства величайших научных достижений, своими масштабами намного превосходили строение Ксенобии. Но этот город до последнего камня был изящен и благороден, как ни один из мегаполисов империума. А ведь Ксенобия была всего лишь пограничным городом. В первый же день имперцев пригласили на большой парад, устроенный в их честь старшим офицером Ксенобии, генеральным командиром по имени Джеф Тонаут. В делегации Интерексов состояли чиновники высокого ранга, но было решено предоставить право приветствовать гостей и городскому военачальнику. Насколько Хорус стремился преуменьшить военный компонент своей миссии, чтобы произвести благоприятное впечатление на Интерексов, настолько они старались продемонстрировать свои вооруженные силы. Парад получился масштабным и красочным. Метуурги в пышных парадных костюмах шествовали многолюдными шеренгами и исполняли громкие гимны с целью не только приветствовать гостей, но и создать соответствующее настроение. Гливы и сагитары маршировали стройными колоннами в начищенных до ослепительного блеска доспехах, украшенных гирляндами из листьев и лент. Следом за солдатами человеческой расы вышли отряды кенебрахов, громыхающих тяжелыми латами, и появились сверкающие ряды механической кавалерии. Кавалерийские отряды представляли собой сотни металлических коней, которых люди видели во время знакомства с посланниками. Только теперь эти скакуны больше не были безголовыми. На четырехногих сооружениях там, откуда у настоящих коней должна была расти шея, сидели гливы и сагитары. Доспехи воинов идеально совпадали с формой сидения, удерживая всадника в седле, а ноги солдат были спрятаны в пазуках грудной брони роботов. Теперь они стали кентаврами, средства передвижения и воин объединились в одно целое. Благодаря современным технологиям мифы стали реальностью. Посмотреть парад вышли и жители Ксенобии. Они громко пели и выкрикивали приветствия, усыпая дорогу солдат лепестками цветов и лентами. Конечной целью парада было здание, называемое залом оружия, вероятно, имеющим большое значение для интерексов. Старинный дом с просторными залами выглядел обыкновенным музеем. Он стоял на склоне холма, а внутри имелось множество помещений высотой в два или в три этажа. Встроенные в стены витрины некоторые очень значительных размеров демонстрировали коллекции оружия. От целых лесов, древних мечей и алибард до современных моторизированных орудий. Все экспозиции были окутаны бледно-голубоватыми лучами сигнализации безопасности. В этом помещении собраны как образцы оружия, так и различные военные устройства и средства защиты, пояснил Джефф Тонаут после того, как приветствовал гостей. Наут был высоким, благородного облика мужчиной, со сложными дерматоглифами на правой стороне лица. Его глаза имели приятный золотистый оттенок. Накинутый поверх серебряных доспехов плащ из красных металлических колец с зубчиками по краям при каждом движении издавал негромкий звон. Науда сопровождал офицер в доспехах, носивший увенчанный гребнем шлем командира. Несмотря на то, что все Астартес пришли в полном боевом вооружении, Хорус предпочел доспехам обычный костюм и меховую накидку. Он с большим интересом следовал за Наудом от одной витрины к другой, выслушивал его комментарии и вставлял собственные замечания, когда древнее оружие свидетельствовало об их общих предках. «Они пытаются произвести на нас впечатление», прошептал Аксимант своим собратьям. «Музей оружия? Это все равно, что открыто сказать, как сильно они нас обогнали, как далеки от войн. Можно подумать, что оружие сохраняется только как историческое реликвие. Они смеются над нами». «Никто над нами не смеется», проворчал Абаддон. Вся группа перешла в зал, где в залитых голубоватым светом в витринах хранились еще более странные предметы. В этом зале продемонстрированы образцы оружия кенебрахов. Под аккомпанемент метургов пояснил Наук. «Строго говоря, здесь под строгой охраной собраны образцы всех чуждых рас, с которыми приходилось встречаться интерексом. В знак подчинения кенебрахи отказались от ношения оружия, кроме как в особых случаях, например, в военное время. Их технологии слишком сложны и совершенны, так что многие виды оружия чересчур опасны, чтобы оставлять их без охраны». Наут представил гостям рослого кенебраха в цивильной одежде, назвав его Аширотом, хранителем оружия и ответственным куратором этого зала. Аширот разговаривал на языке людей, но при этом так шепелявил, что в первое мгновение имперцы были рады аккомпанементу метургов. Неразборчивые звуки его голоса благодаря ариям становились кристально чистыми. Большинство выставленных образцов, принадлежавших ранее кенебрахам, вовсе не были похожи на оружие. Какие-то ящички, старые безделушки, кольца и обручи. Наут явно ожидал от имперцев града вопросов, свидетельствующих об их милитаристских наклонностях, но Хорус и его спутники не проявили к экспонатам особого интереса. По правде говоря, в присутствии явного чужака они чувствовали себя неловко. Любопытство проявил только Аген Зиндерман. Он выбрал те предметы, которые все же были похожи на обычные образцы оружия, длинные кинжалы и странные формы мечи. Но генеральный командир, ведь лезвие, оно и есть лезвие, не так ли? Вежливо спросил Зиндерман. Или к примеру эти кинжалы. Как может такое оружие быть настолько опасным, чтобы оставлять без особой охраны? Это оружие сделано на заказ, пояснил Наут. Лезвие из чувствующей стали, созданной металлургами кинебрахов по запрещенной ныне технологии. Такое оружие создается ради определенной цели и становится для избранной жертвы грозным и неотвратимым возмездием. Но как это может быть? Настаивал Зиндерман. Наут улыбнулся. Кинебрахи никогда не могли толком объяснить это явление. Фактор появляется в процессе ковки и не поддается техническому определению. Что-то вроде заклятия, предположил Зиндерман. Наложение чар? Арии стоявших вокруг них метургов при этих словах немного дрогнули. К немалому удивлению Зиндермана, Наут ответил вполне серьезно. Думаю, вы можете именно так объяснить это явление итератор. Группа двинулась дальше. Зиндерман пробрался поближе к Локену и зашептал ему на ухо. Гарвель, я же пошутил насчет заклятия, а он воспринял мои слова со всей серьезностью. Они относятся к нам как к простодушным родственникам, но не напрасно ли мы так превозносим их достоинства? Глава двадцатая Тупик, озарение, волк и луна При появлении воителя все встали со своих мест. Началась одна из регулярных коротких встреч имперцев в просторном зале комплекса Экстранус. Большие окна с экранированными стеклами выходили на заросший лесом город и блестящую вдали полоску океана. Хорус в молчании подождал, пока шесть офицеров и сервитеры из службы мастера вокс-связи не закончат свою обычную проверку на наличие подслушивающих устройств и заговорил только после того, как они подключили портативное подавляющее приспособление, висящее в одном из углов зала. За две недели мы так и не пришли к твердому решению, сказал Хорус, и даже не выработали маломальски определенные схемы своих дальнейших действий. Они поглядывают на нас со смешанным чувством осторожности и любопытства и держат на расстоянии вытянутой руки. Есть какие-то комментарии? Господин, мы использовали все возможности, заговорил Малагарст, но теперь, как мне кажется, попусту тратим время. Они не согласятся ни на что другое, кроме обмена послами, да еще установления и поддержки торговых связей с перспективой некоторого культурного обмена. Их вряд ли удастся убедить вступить с нами в союз. Или привести к согласию, негромко добавил Абаддон. Любая попытка силой навязать свою волю, снова заговорил Хорус, только подтвердит их опасения на наш счет. Мы не можем принудить их к согласию. Можем, возразил Абаддон. Тогда я хотел бы сказать, не должны, ответил Хорус. «С каких это пор, мой господин, мы стали беспокоиться о чувствах людей», спросил Абаддон. «Как они от нас не отличались бы, они принадлежат к человеческой расе. Их долг и предназначение присоединиться к нам и оставаться с нами во славу Терры. Если же они этого не хотят», он замолчал, оставив слова висеть в воздухе. Хорус нахмурился. «Кто еще хочет высказаться? Я уверен, что Интерексы не захотят вступить с нами в союз», сказал Ролдарон. «Они не хотят вступать в войну и не разделяют наши цели и идеалы. Они вполне довольны существующим положением дел». Сангвиний не сказал ничего. Он не возражал против выступления командира от имени Кровавых Ангелов, но свое с Хорусом останутся наедине. «Может, они опасаются, что мы попытаемся их покорить», предположил Локен. «Возможно, они и правы», сказал Абаддон. «Их пути сильно отличаются от наших. Слишком отличаются, чтобы дело обошлось без применения силы». «Мы не станем развязывать здесь войну», заявил Хорус. «Мы не можем себе этого позволить. Нельзя допустить открытого конфликта. Не сейчас. слабых, которые потребовались бы для подавления сопротивления интерексов, даже если имеется необходимость их подавлять». «В словах Эзекиля есть смысл», спокойно произнес Эрэп. «Интерексы, как мне кажется, по каким-то веским причинам построили общество, которое слишком сильно отличается от модели человеческой культуры, предложенной императором. В случае, если они не проявят доброй воли и не захотят адаптироваться, их следует считать врагами нашего дела». «Возможно, предложенная императором модель слишком тесна», решительно ответил Хорус. Возникла пауза. Многие из собравшихся обменивались недоуменными взглядами. «Ну вот», воскликнул Сангвений, нарушив неловкую тишину, «Неужели вы всерьез сможете допустить мысль, что наш воитель замышляет неповиновение императору, своему отцу». Примарх громко рассмеялся собственному предположению, и после этого на нескольких лицах тоже появились улыбки. Абаддон не улыбался. «Император, возлюбленный всеми», заговорил он, «направил нас воплотить его волю и сделать освоенные области космоса безопасными для человечества. Его приказы ясны и определенны. Мы не можем проходить мимо чужаков или псайкеров под властных тьме варпа. Мы должны объединить в одно целое разрозненное ветви человечества. Такова наша цель. Все остальное кощунственное нарушение его повелений». «И одно из его повелений это назначение меня воителем», сказал Хорус, единственным наместником для воплощения его мечты. Идея великого похода родилась в эпоху раздоров из Экиль. «Наше стремление покорять и очищать сформировалось в те времена, когда любая чуждая нам раса представляла опасность, когда любое человеческое общество, не вошедшее в империум, оказывало вооруженное сопротивление. Война была единственным решением. Не было места никаким тонкостям. Но с тех пор прошло два столетия, и мы столкнулись с другими проблемами. Основная тяжесть войн осталась позади, и потому император вернулся на Терру, оставив нас заканчивать работу. Эзекиль, интерексов нельзя отнести ни к ксеносам, ни к откровенным врагам. Хочется верить, будь здесь император, он непременно осознал бы необходимость адаптации. Он не хотел, чтобы мы разрушали все на своем пути, если на то нет веской причины. И он облег меня своим доверием именно на случай необходимости такого выбора. Воитель обвел взглядом лица присутствующих. Он доверил мне принимать решения вместо него. Он верит, что я не наделаю ошибок. От его имени я могу по-своему интерпретировать политический курс. И я не позволю вкинуть нас войну из-за чьей-то безрассудной покорности. Прохладный вечер постепенно спустился по ярусам города. И под густыми кронами деревьев, шелестевшими под дуновением океанского бриза, для освещения тротуаров и лестниц зажглись холодные белые фонари. На эту часть ночи Локину выпало дежурство по наружной охране. Командующий ужинал во дворце Джефтенауда с генеральным командиром и другими почетными гостями. Незадолго до этого Хорус пользуется этим случаем, чтобы в неофициальной обстановке выяснить на данный момент хотя бы принципиальную вероятность признания интерексами императора в качестве истинного лидера человечества. Выносить подобное предложение на официальные переговоры пока было бы рискованно, поскольку итераторы прогнозировали решительный и бесповоротный отказ. И потому воитель решил выяснить отношение городского военачальника к данному вопросу в такой обстановке. где во избежание прямого давления можно было испробовать предположение. Эта идея не слишком нравилась Локену, но в деликатных политических вопросах он полностью доверял воителю. Пошла уже третья неделя их бесплодного визита. Двумя днями ранее примарх Сангвиний все же покинул Ксенобию и вместе со всеми кровавыми ангелами вернулся на территорию империума. Хорус ни за что не хотел его отпускать, но отъезд был обоснован. Только Сангвиний мог обеспечить Хорусу еще немного времени на переговоры с Интерексом. Он собирался заняться самыми неотложными делами, требующими внимания воителя, и тем самым успокоить наиболее нетерпеливых просителей, требующих немедленного возвращения Хоруса. Жилищем Науда оказалось весьма приметное здание, расположенное почти в самом центре города. Шестиэтажный дворец господствовал над одним из самых широких ярусов и был сооружен из черных металлических конструкций, заполненных мозаикой из лакированного дерева и цветного стекла. Интерексы не приветствовали появление в городе вооруженных иноземцев, но ради августейшей персоны воителя было сделано исключение, и ему предоставили право взять с собой небольшую группу телохранителей. Большая часть значительного контингента имперских войск на ночь оставалась в экстранусе. Таргадон с десятью отборными воинами своей роты вошел во дворец в качестве личной охраны воителя, в то время как Локен тоже с десятком своих людей наблюдал за окрестностями. Для этого задания Локен выбрал шестое отделение десятой роты тактическую группу с Валькура. Вместе с ветераном космодесанта братом-сержантом Кайрусом они распределили людей у главного входа и составили схему патрулирования. В доме было тихо, в городе тоже. Океанский бриз шерестел в кронах деревьев, слышались плеск и звон декоративных фонтанов, да негромкие мелодии Ари. Локен переходил от одной комнате к другой, постоянно пересекая границу света и тень. Почти все внутренние помещения освещались скрытыми в стенах источниками, так что наружу падали разноцветные прямоугольные света. Время от времени Локен встречал патрульных Валькура, кивал им и перебрасывался парой слов. Гораздо реже попадались слуги, входящие или выходящие из парадного зала, или часовые из собственной охраны Науда. В основном это были гливы в боевых доспехах. Они ничего не говорили, но в знак приветствия отдавали честь. Дворец Науда был настоящим собранием драгоценных предметов искусства, но некоторые образцы казались Локену загадочными и абсолютно чуждыми его пониманию. Произведения искусства располагались в изящных нишах или стояли на отдельных постаментах, мерцая в свете охранных лучей. Кое-что было понятно и просто. Портреты и бюсты, рисунки и небольшие скульптуры, изображения благородных представителей общества интерексов и их семейств, этюды с животными или полевыми цветами, горные пейзажи, любопытные и искусно выполненные модели неизвестных миров, представленных в разрезе, словно слои луковой шелухи. В нижнем холле восточного крыла дворца Локен наткнулся на одну вещь, которая особенно привлекла его внимание. Это была книга, старинный фолиант, потрепанный, украшенный миниатюрами, освещенный собственным защитным полем. Сначала взгляд капитана остановился именно на таинственных иллюстрациях, изображениях бесов, призраков, ангелов и херувимов. Затем Локен понял, что текст написан на старинном наречии Терры, том самом, что сохранилось со времени предшествующего хроникам Урша, до сих пор лежавшим на его столе недочитанным. Локен стал внимательно разглядывать книгу. Взмах его руки перевернул страницу, не нарушив статического поля охраны. Локен перевернул еще несколько страниц, пока не добрался до титульного листа и не прочел заглавие, написанное золотом на деревянной обложке. Невероятная история зла, да будет предостережением человечеству от злоупотребления колдовством и соблазна демона. Вот что тебя привлекло? Локен поднял голову и обернулся. По близости остановился и наблюдал за ним один из высших офицеров армии Интерекс. Локен узнал его. Это был подчиненный Науду командир по имени Митрасту. Неизвестно было другое. Как он смог так незаметно подойти к Локену? Это любопытная вещица, командир, ответил Локен. Тул кивнул и улыбнулся. Глиф прислонил свое тяжелое копье к стоящей позади колонии и отстегнул визор, открыв приятное и честное лицо. Подобие, сказал он. Что? Прости, так мы обозначаем предметы, которые настолько старые, что свидетельствуют о нашем общем происхождении. Подобие. Я уверен, эта книга для вас значит так же много, как и для нас. Да, конечно, она очень интересная, согласился Локен. Из вежливости он тоже расстегнул и снял свой шлем. Какие-то проблемы, командир? Тул неопределенно взмахнул рукой. Нет, никаких. На сегодня у меня такие же обязанности, как и у тебя, капитан. Безопасность. Я назначен патрулировать дворец. Локен кивнул и снова показал на лежащую на постаменте книгу. Тогда расскажи мне о ней, если, конечно, у тебя есть время. Сегодня тихая ночь, снова улыбнулся тул. Он шагнул вперед и легко коснулся края защитного поля пальцами в металлической перчатке, чтобы перевернуть страницу. Мой господин Джефт обожает эту книгу. Труд был написан в самом начале истории нашего общества, даже до полного его становления, еще во времена исхода Стерры. Осталось всего несколько копий «Норовоучение против практического колдовства». «И твой командир ею восхищается?» спросил Локен. «Ээээ... как ты о ней отозвался? Любопытная?» Голос Тула звучал как-то странно, и Локен наконец понял в чем дело. Впервые его разговор с Интерексом не сопровождался ариями метургов. «Произведения относятся к давним и очень мрачным временам», продолжал Тул. «Такое пророческое и трагическое сочинение. Вообрази, капитан, люди-стерры, вооруженные великими чудесами техники, путешествуют среди звезд и настолько боятся тьмы, что составляют свод предостережения от демонов». «От демонов?» «Ну да, предостережение от ведьм, противоестественных занятий, дерзости и прочей деятельности, от которой человек может обратиться в демона и напасть на своих близких». «Превращались в демонов и нападали на своих собратьев». «Так вы считаете это шуткой, своего рода возвращением к непросвещенной старине?» Тул пожал плечами. «Это не шутка, капитан, просто устаревший, излишне тревожный подход к теме. Интерекция зрелая нация, мы достаточно хорошо понимаем исходящую от каоса угрозу и соответственно относимся к ней». «От хаоса?» «Да, капитан, от каоса. Ты так произносишь это слово, как будто никогда раньше его не слышал». «Мне знакомо слово, но ты так говоришь, словно в нем имеется какой-то скрытый смысл». «Конечно имеется», воскликнул Тул. «Ни одна странствующая в космосе раса не может выжить без понимания природы каоса. Мы благодарны предкам за начальные сведения, но и без их помощи скоро все поняли бы. Нет сомнений, никто не может долго пользоваться имматериумом без того, чтобы не вступить в отношения с каосом». Он внезапно умолк. «Великие святые небеса, так ты не знаешь?» «Чего не знаю?» резко бросил Локен. Тул расхохотался, но это не было насмешкой. «Все это время мы ходили вокруг вас и вашего воителя на цыпочках, опасаясь самого он. Я могу признаться в невежестве и попросить объяснений, но я не потерплю, чтобы надо мной смеялись. Извини, скажи, чего я не знаю, просвети меня». Тул перестал смеяться и взглянул в лицо Локена. В его голубых глазах сверкнула холодная решимость. «Локен, каос это проклятие всего человечества. Каос переживет всех нас и спляшет на наших костях. Все, что в наших силах, это распознать его угрозы и сдерживать насколько хватит терпения». «Этого недостаточно», сказал Локен. Тул печально покачал головой. «Как же мы ошибались», пробормотал он. «В чем?» «Вас! В Империуме! Я должен сейчас же пойти к Науду и все ему рассказать, если бы это только выяснилось раньше». «Объясни мне, в чем дело. Сейчас же!» Тул долго и внимательно разглядывал Локена, словно взвешивая все «за» и «против». Затем он пожал плечами и заговорил. «Хаос — это основная сила космоса. Он гнездится в матерриуме, который вы называете варпом. Это самый опасный источник зла и порока. Это самый грозный враг человечества. Я имею в виду и имперцев, и интерексов, потому что он действует изнутри, словно раковая опухоль. Он очень коварен. Его нельзя победить или ликвидировать, как враждебную расу. Он распространяется подобно болезни. Его корни лежат в основе любого колдовства и магии. Тул снова взглянул на Локена, и в его глазах мелькнула бой. По этой причине мы держали вас на расстоянии вытянутой руки. Вы должны понять, что при первой встрече нас переполняла радость и волнение. Наконец, наконец, контакт с утраченными собратьями, контакт с Террой состоялся после многих и многих поколений. Исполнилась давно лелеемая мечта, но мы понимали, что должны быть очень осторожны. За те столетия, что прошли после разрыва с Террой, многое могло измениться. Миновала эпоха страданий и проклятий. Кто мог поручиться, что существа, имеющие вид людей и клявшиеся, что они пришли с Терры, что действуют от имени нового императора, не были агентами каоса в людском обличье. Не было никаких гарантий, что в то время, когда интерексы сохранили свою чистоту, люди могли заразиться скверной и подвергнуться действию каоса. Мы не... Дай мне договорить, Локин. В своих проявлениях каос жесток, груб и воинственен. Он общего разрушения. Так учили нас предки и кенебрахи, и потому интерексы в своей чистоте всегда настраже. Не проявится ли где-нибудь воинственный лик каоса? А теперь скажи мне, капитан, какими вы перед нами предстали? Многочисленная и громоздкая флотилия, воины, специально созданные для сражений, движимые желанием разрушать, и ваш предводитель, которого вы с радостью именуете воителем. Воитель, что это за титул? Не император, не командир, не генерал, а воитель. Само это слово отдает каосом. Мы хотели бы вас обнять, мы жаждем вас обнять, объединиться с вами, встать плечом к плечу, но мы боимся вас, Локин. Вы напоминаете нам о враге, которого мы привыкли опасаться с самого рождения. Всеразрушающий, неутолимый каос война, бог уничтожения с окровавленными руками. Но мы не такие, ошеломленно выдохнул Локин. Тул энергично закивал. Я знаю, теперь я это понял, в самом деле, мы ошибались в своих опасениях, в вас нет порока, только поразительное простодушие. Я постараюсь не принимать это как оскорбление. Тул рассмеялся и обеими руками сжал правое запястье Локин. Не надо, не надо, мы покажем вам, чего надо опасаться, мы станем братьями и... Внезапно он замолчал и отнял руки. Что такое? спросил Локин. Тул прислушивался к аппарату связи, и его лицо все больше мрачнело. Понятно, произнес он в микрофон на воротнике. Действуйте без промедления. Тул вновь перевел взгляд на Локина. Ограничение в целях безопасности, капитан. Прости это довольно резко не сдашь ли ты мне свое оружие? Мое оружие? Да, капитан. Прости, командир, но я не могу этого сделать. Не могу, пока мой командир еще во дворце. Тул откашлялся и тщательно пристегнул свой визор к шлему. Затем осторожно протянул руку и взял копье. Капитан Локин раздался несколько искаженный голос из динамика доспехов. Я требую, чтобы вы сейчас же передали мне свое оружие. Почему? Проклятие! Я не обязан называть причины. Я патрульный офицер на территории Интерексов. Сдайте оружие. Локин быстро надел шлем. Экран визора был странно пустым. Он попробовал включить вокс-канал внутренней связи и сигнальную систему безопасности, пытаясь вызвать Кайруса, Таргадона или хоть кого-то из его отряда охраны. Все системы, встроенные в доспехе, оказались полностью заблокированы. «Ты подавляешь мои сигналы?» воскликнул Локин. «Их подавляют городские системы. Сдай мне оружие, Локин». «Боюсь, не смогу. Мой долг охранять своего командующего». Тул покачал головой. «О, ты очень умен, очень умен. Ты почти поймал меня. Я чуть не поверил в твое простодушие». «Тул, я не понимаю, что происходит». «Конечно, не понимаешь». «Командир Тул, мы достигли взаимопонимания, как человек с человеком. Почему ты так поступаешь?» «Искушение. Ты почти обманул меня. Все было очень хорошо задумано, но вы немного поспешили. Слишком рано проявили свой характер». «Свой характер?» «Не сделали свой ход. Теперь пришла наша очередь». «Тул», предупредил его Локен, берясь за рукоять меча, «Не заставляй меня драться с тобой». С возгласом разочарования и гнева Тул направил копье на Локен. Интерекс действовал с такой ошеломляющей быстротой, что даже держа руку на мече, Локен не успел парировать его выпад. Он успел лишь приподнять закрытые броней руки, чтобы отразить этот удар и два следующих. Легкие доспехи Интерекса, казалось, способствовали ловкости и быстроте движений. Возможно, они даже усиливали природные способности их хозяина. Атака Тула была профессионально плавной, точные удары длинного копья заставляли Локена покорно отступать шаг за шагом. Тонкий и острый наконечник оставил на броне капитана несколько глубоких царапин. Тул, остановись! Сдавайся немедленно! Локену не хотелось с ним драться, и уж тем более он не понимал, почему Интерекс так внезапно и резко переменил свое отношение, но сдаваться он был не намерен. Воитель еще находился во дворце и, видимо, нуждался в защите. Насколько Локен понимал, все воины Империума в этом районе были лишены возможности воспользоваться Воксом. Не было возможности связаться ни с отрядом внутри дворца, ни с экстранусом, ни тем более с флотилией. Но обязанности Локена были предельно просты. Он был орудием, инструментом, служащим одной цели – защищать жизнь воителя. Все другие проблемы должны отойти на второй план. Локен сосредоточился, он ощутил прилив энергии к резко потеплевшим конечностям, почувствовал, насколько гибкими и упругими стали полимерные мускулы внутренней оболочки его доспехов. В ответ на инстинктивный призыв система брони переключилась на полную мощность и у основания шеи запульсировал источник энергии. До сих пор он только отбивал копье Тула, позволяя наконечнику царапать поверхность доспехов. Хватит. Локен резко повернулся и встретил следующий выпад с сильным ударом кулака по копью. Опытный Тул ловко отступил, крутанулся на месте и, воспользовавшись силой инерции, бросил копье прямо в грудь Локена. Оно не успело долететь до цели. Действуя с той же скоростью и сноровкой, что и Интерекс, Локен левой рукой перехватил оружие у самого основания лезвия и остановил его. Пока офицер стражи не успел отдернуть копье, Локен ударил кулаком по плоской стороне лезвия, так что наконечник мгновенно отломился и, кувыркаясь, отлетел в сторону. Тул отскочил назад и перевернул тяжелое копье рукояткой вперед, чтобы орудовать как длинной дубинкой. Последовало два увесистых удара, но Локен смог отбить их руками в бронированных рукавицах. Тул перехватил копье и внезапно тяжелый шар в рукоятке вспыхнул голубыми искрами электрического заряда. Последовал очередной выпад и шар, прикоснувшись к металлическим доспехам Локена, громко щелкнул. Разряд оказался таким сильным, что его отбросило на противоположный конец холла. Локен приземлился на гладкий пол и по инерции проехал еще несколько метров, а на грудной пластине брони все еще догорали миниатюрные извилистые молнии. Во рту появился привкус крови, а в груди сильный удар вызвал кратковременную вспышку боли. Локен прогнулся в спине и резким прыжком вскочил на ноги до того, как Тул успел приблизиться. Наконец он обнажил свой меч. В разноцветных лучах белая сталь боевого клинка в его руке казалась сияющей ледяной пластиной. Теперь он уже не ждал атаки Тула. Локен ринулся на приближавшегося противника и нанес серию сокрушительных ударов. Тул вынужден был отступить и использовать обломок копья для защиты. Имперская сталь выбила из древка несколько щепок. Тул отскочив назад завел руку за плечо и из ножен на спине выхватил собственный меч. Теперь в его правой руке сверкал серебряный клинок на целых 10 пальцев длиннее обычного меча космодесантника а в левой осталась дубинка копьё. Устремившись на Локена Интерекс начал наносить удары и тем и другим оружием. Обострённые рефлексы Астартес помогали предугадать и отражать все удары. Меч Локена метнулся справа налево, обошёл дубинку и отбил лезвие вражеского меча, издав при этом громкий металлический звон. Клинок прорвался сквозь оборону Интерекса и его кончик задел плечо офицера стражи. Тул снова был вынужден отступить. Локен не давал ему передышки. Он снова сделал выпад и сумел выбить из его руки дубинку копьё. Тяжёлый шар рукоятки упав на пол рассыпал сноб искор. Затем они сошлись снова меч против меча. Разгорелся яростный бой. Локен не сомневался в своих способностях. Он не раз испытывал себя в прошлых боях и не заблуждался на этот счёт. Но вот Тул очевидно был большим мастером клинка и что ещё более важно усвоил методику нескольких различных школ фехтования. Тактики противников оказались совершенно различными словно они пользовались разными наречиями. Каждый удар, каждый выпад и каждое парирующее движение одного бойца были для другого совершенно неожиданными и незнакомыми. Каждая доля секунды промедления могла стать смертельной ошибкой. Поединок почти доставлял удовольствие. Он гипнотизировал, заставлял мгновенно принимать решения, требовал головокружительной скорости. По мнению Локена, такое разнообразие технических приёмов могло доставить истинное наслаждение Люции. Но нельзя было попусту тратить время. Локен парировал очередной молниеносный выпад и крепко зажал правое запястье противника своей левой рукой, а затем точным движением отсёк руку Тулла вместе с мечом. Тул отшатнулся, а из-за брубка фонтаном брызнула кровь. Локен уронил на пол отсечённую кисть и меч. Он схватил Тулла за ворот и уже почти был готов нанести удар милосердия, то есть одним взмахом меча отсечь ему голову, но передумал. Вместо этого он развернул клинок и ударом плашмя оглушил офицера. Тул рухнул на пол. Его тело неловко свернулось и затихло у подножия одного из постаментов. Кровь продолжала вытекать из раны и вскоре образовала большую лужу. «Говорит Локен! Говорит Локен!» закричал он в свой микрофон. В ответ слышалось лишь слабое потрескивание статики и помех. Локен перебросил меч в левую руку, правой рукой выхватил из кабуры Болтер и ринулся вперед. Не успел он пробежать и трех шагов, как в холле появились два сагитар при виде имперца они тотчас нацелили на него луки. Локен выстрелил в стену над их головами, заставив их вздрогнуть. «Бросьте луки!» через динамики своего шлема приказал он. Болтер в его руке по-прежнему смотрел в их сторону, так что сагитары не стали спорить. С отчетливым стуком оба лука ударились о пол. Следом полетели связки дротиков. Кивком Локен не опуская оружие указал на Тулу. «Я не хочу чтобы он умер. Перевяжите скорее рану пока он не истек крови». Сагитары одновременно кивнули и подбежали к Тулу. Когда они снова подняли головы Локена уже не было видно. За холлом протянулась длинная колоннада и там Локен услышал отдаленную болтерную стрельбу. Навстречу выбежал еще один сагитар и выстрелил в него как показалось Локену лазерным зарядом. Светящийся снаряд прошел высоко над левым плечом. Локен прицелился и уложил противника выстрелом в голову. Времени для сожалений уже не осталось. Еще два солдата Интерекса Глиф и сагитар выбежали ему навстречу. Локен на бегу выстрелил в них не дожидаясь пока противники отреагируют. От удара болтов обоих отбросило на стену затем они сползли на пол. Абаддон ошибался. Доспехи Интерексов оказались совсем не слабы. Его снаряды не пробили броню ни одного из них и лишь огромная скорость и масса болтов вывела их из боя. Возможно удар также повредил их внутренние органы. Локен услышал шаги и обернулся. Перед ним появились Кайрус и один из его людей Ольтеренс. Оба держали в руках оружие. Капитан что тут творится завопил Кайрус. За мной приказал Локен. Где остальной отряд? Не имею представления пожаловался Кайрус. Вокс молчит словно мертвый. Связь подавлена добавил Ольтеренс. В первую очередь надо позаботиться о воителе сказал Локен. Следуйте за мной и... Снова вспыхнули лазерные лучи. Реактивные пули летели с такой скоростью что казались просто лучами света. Прежде чем Локен успел определить направление они пролетели сквозь всю колоннаду. Ольтеренс тяжело стукнувшись упал на колени. На грудную пластину его Марк-4 пронзили сразу две неоперенные стрелы. Стрелы пробили броню. Локен еще не забыл удивление Таргадона и предположение Аксиманда. Возможно это церемониальное оружие. Ольтеренс упал лицом вниз. Он был мертв и не было ни времени ни апотекария чтобы извлечь пользу из его гибели. Опять яркие вспышки. Локен ощутил толчок. Пуля Сагитара насквозь пробила туловище Кайруса и он споткнувшись тяжело прислонился к стене. Кайрус не останавливайся капитан протянул Кайрус превозмогая боль. Чистое попадание я излечусь. Кайрус выпрямился поднял болтер и открыл непрерывный огонь. Очередь очистила галерею впереди и Локен отметил что трое сагитаров упали под выстрелами а потом взорвались после неоднократных попаданий. На этот раз их броня не выдержала. Доспехи поддались только после шести или семи последовательных ударов разрывных снарядов. Насколько же мы их недооценивали подумал Локен. Он двинулся дальше и Кайрус хромая поплелся следом. Его рана перестала кровоточить. Усовершенствованная система самоизлечения уже закрыла входное и выходное отверстие а то что повредил дротик интерекса между этими двумя точками без сомнения уже компенсировано дополнительными органами анатомии Астартес. Вдвоем они прорвались в главный зал где проходил ужин. В столовой царил хаос. Таргадон и все остальные члены его отряда прикрывали воителя уводя его к южному выходу. Науда нигде не было видно зато солдаты интерексы активно обстреливали группу Таргадона от входа в противоположном конце зала. Болтерные очереди освещали все помещение. Несколько тел, включая одного лунного волка, неподвижно лежали на полу среди опрокинутых стульев и разгромленных столов. Локен и Кайрус поддержали товарищей, открыв огонь из другого угла. Тарик, рад тебя видеть Гарви, что черт побери здесь происходит? Ошибка, раздался надломленный отчаянием голос Хоруса. Это ошибка, это заблуждение. Ослепительные лучи вонзились в стену рядом с ними. Стрелы сагитаров пронзали задымленный воздух. Один из солдат Таргадона попятился и упал. Дротик интерекса пробил его шлем. Ошибка это или нет, мы должны выбраться отсюда и как можно скорее, крикнул Локен. Закиас, Циклос, Регальд, оставайтесь с капитаном Локеном и прикройте наш отход. За мной, скомандовал Локен. Нет, закричал воитель, не так, мы не можем. Уходите, завопил на него Локен. На то, чтобы вырваться из дворца Науда потребовалось десять минут. Локен и Кайрус вместе с назначенными Таргадоном братьями оставались в Арьегарде, а сам Таргадон выводил воителя на улицу через окно склада в цокольном этаже. Дважды Хорус настаивал на возвращении, не желая оставлять позади никого, тем более Локена. Таргадону удалось убедить его только при помощи слов, которые он никогда не употреблял в присутствии Локена. Когда они выбрались на улицу, к ним присоединились остатки отряда наружной охраны. Все, кроме Джайлдона, Вокруг воителя образовалась живая стена Астартес. Прикрывать отступление оказалось нелегким делом. Шаг за шагом группа Локена пятилась по складской платформе, под непрерывным градом не только стрел с агитаров, но и под смертельно опасными белоголубыми лучами более тяжелых орудий. Один из таких лучей, плавивших стены, мгновенно отсек голову Закиаса, и его тело осталось лежать на платформе. Пронзенный множеством дротиков цикла стал похож на подушечку для булавы. Он еще попытался подняться и продолжить стрельбу, но еще две стрелы пробили его голову и пригвоздили к двери. Кайрус, прикрывая Локена, получил еще один дротик в бедро. Регальду стрела угодила в правую смотровую щель визора, он смог подняться, но очередной дротик пронзил ему шею. Не переставая стрелять, Локен все же сумел вытащить на улицу Кайруса. Я в порядке, сказал он, хотя было очевидно, что это не так. Лучше закрой вот это. Кайрус протянул руку и выдернул дротик из наплечника Локена. Гарвель вспомнил о толчке после первых выстрелов в колоннале. Это пустяки, брат, сказал Локен. Поторапливайтесь, если не собираетесь здесь оставаться, окликнул их подошедший Таргаддон. Он встал рядом с Локеном и тоже открыл огонь по территории склада. Мы здорово вляпались, заметил Локен. Можно подумать, я этого не заметил, откликнулся Таргаддон. С этими словами он сорвал с пояса взрывной пакет и швырнул его на платформу. Взрыв осыпал их обломками и окутал клубами дыма. Мы должны доставить воителя в безопасное место, сказал Таргаддон. Хотя бы в Экстранус. Локен кивнул. Надо, начал он. Нет, раздался еще один голос. Они обернулись, рядом стоял Хорус. Начавшийся в складе пожар освещал его профи. В широко расставленных глазах воителя сверкал гнев. В этот вечер он оделся для торжественного вечера, а не для сражения. Поверх обычного одеяния была наброшена накидка из волчьих шкур. По его лицу было видно, как не хватает воителю надежных доспехов и боевого меча. При всем нашем уважении к вам, сэр, произнес Таргаддон, мы ваши телохранители, мы отвечаем за вашу жизнь. Нет, снова повторил Хорус, можете защищать меня как вам угодно, но я не могу просто так уйти. Сегодня вечером произошла какая-то чудовищная ошибка, все переговоры пошли на смарку, и все же мы должны сохранить вашу жизнь, настаивал Таргаддон. Он прав, господин, присоединился к нему Локен. Сейчас не та ситуация, чтобы... Хватит, хватит, сын, прервал его Хорус. Он посмотрел вверх на шерестящие кроны темных деревьев. Что же произошло? Наут совершенно неожиданно почувствовал себя оскорбленным. Он сказал, что мы нарушили закон. В тот момент, когда все это началось, заговорил Локен, я разговаривал с одним офицером. Он рассказывал мне о хаосе. О чем? О хаосе и о том, что они воспринимают его как нашего общего и самого опасного врага. Он говорил, что в этом кроется причина их настороженного отношения к нам. Они опасались, что мы принесли с собой хаос. Господин, что бы это могло означать? Хорус внимательно взглянул на Локена. Он имел в виду случай с Джубалом, то, что произошло в шепчущих вершинах. Он говорил о Варпе. Скажи, Локен, ты принес с собой Варп? Нет, сэр. Значит, вина лежит на них. Огромная вина, которой император, возлюбленный всеми, заклинал меня опасаться больше всего остального. О, боги, я так хотел, чтобы этот мир был свободен от греха, чтобы он оказался чистым. Я жаждал встретить сородичей и прижать к их к своей груди. Теперь мы знаем правду. Локен покачал головой. Нет, сэр, вряд ли дело обстоит так, как вы думаете. По-моему, эти люди также относятся к хаосу, к варпу, как и мы. Скорее всего, они боятся обнаружить его в нас, и сегодня вечером произошло нечто, что подтвердило их страхи. И что же это? спросил Таргадон. Тул сказал, что загорелся зал оружия. Хорус кивнул. Как раз в этом нас и обвинили. В грабеже, в обмане, в убийстве. Очевидно, кто-то проник сегодня вечером в зал оружия и убил куратора. Кое-какое оружие исчезло. Какое именно? спросил Локен. Наут не сказал, печально ответил Хорус. Он поторопился бросить мне в лицо обвинение прямо за обеденным столом. Вот туда-то мы сейчас и отправимся. Таргадон саркастически рассмеялся. Ни за что. Мы должны доставить вас в безопасное место. Это наш долг, сэр. Воитель перевел взгляд на Локена. Ты тоже так считаешь? Да, господин. Тогда боюсь, мне придется вас обоих отстранить от должности. Я с уважением отношусь к вашим стараниям обезопасить меня. Ваша непоколебимая преданность не останется незамеченной. А теперь ведите меня к залу оружия. Музей был охвачен пламенем. Обширные очаги возгорания в нижних этажах вызывали взрывы и осыпали искрами верхнюю часть здания. Музыкант Митурк, подчерневший от копоти, прихрамывая, вышел им навстречу. Разве вы здесь мало натворили бед? Язвительно спросил он. А что мы по-твоему сделали? Вопросом на вопрос ответил Хорус. Всего не делали? Митурк горько рассмеялся и упал. Помогите ему, приказал Хорус. Хлопья сажи опускались на их головы с темного неба. Пламя перекинулось на деревья и теперь вся улица была освещена огнем. На нижних ярусах собирались привлеченные пожаром жители. Паника и ужас быстро распространились по Ксенобии. Они с самого начала боялись нас, подозревали, а теперь еще и это. Теперь будут считать, что были правы в своих опасениях. На ступенях собираются вражеские солдаты, крикнул Кайрус. Вражеские? Засмеялся Хорус. Когда это они стали нашими врагами? Это такие же люди, как и мы. Воитель поднял голову и выкрикнул проклятие звездам. Затем его голос опустился до шепота. Локен стоял достаточно близко, чтобы расслышать следующие слова. Отец, почему ты поручил это мне? Почему выбрал именно меня? Почему? Это слишком тяжело, слишком трудно. Почему ты оставил меня сражаться в одиночку? Отряды интерексов приближались. За деревьями Локен видел темные тени всадников сагитаров. Отовсюду слышался стук копыт. Стрелы яркими потоками разорвали ночь. Лучи упали на землю и ближайшие стен. Мой господин, нельзя больше медлить, настойчиво произнес Таргадон. Гливы тоже собрались для атаки. Их массивные копья колыхались как черная трава на фоне оранжевых всполохов. Искры взлетали в небо вместе с тщетными молитвами. Стойте! крикнул Хорус приближавшимся солдатом. «Именем императора человечества я требую встречи с Наудом, разыщите его!» В ответ обрушился шквал огня. Рядом с Таргадоном замертво упал лунный волк. Кое-кто пошатнулся, получив ранение. Одна стрела угодила в левое плечо воителя. Не поморщившись, он выдернул ее и отбросил прочь, глядя на капли крови, падавшие к его ногам. Затем Хорус подошел к упавшему космодесантнику, нагнулся и поднял его болтер и меч. «Это их ошибка», сказал он Локину и Таргадону. «Их нелепая ошибка. Не наша. Если они предпочитают нас бояться, что ж, предоставим им для этого веские причины». Воитель поднял меч. «За императора!» крикнул он, перейдя нахтоник. «Просветим их!» «Луперкаль!» «Луперкаль!» раздались в ответ крики горстки бойцов. Атакующих с одной из узких улочек сагитаров они встретили шквальным огнем болтеров. Механические скакуны падали или разлетались на части. Их всадники, бросая оружие, летели на землю. Хорус уже бежал им навстречу. Его меч пронзал стальные корпуса и доспехи. Первым же ударом кулака он опрокинул одного из кентавров, так что копыта забили в воздухе, а человек спиной врезался в ряды идущих средом солдат. «Луперкаль!» крикнул Локен и, схватив меч обеими руками, занял позицию справа от воителя. Таргадон прикрыл его левый бок и опрокинул сразу троих гливов, а затем, выхватив у одного из них копье, смел еще нескольких противников. Солдаты Интерексы были вынуждены попятиться, а кое-кто уже перепрыгнул через каменные ограждения на нижний ярус. Из всех сражений, в которых Локену приходилось участвовать под руководством воителя, это было самым яростным, самым горестным и напрасным. Сверкая оскаленными зубами, нанося удары направо и налево, Хорус в этот момент казался ему еще более благородным, чем когда бы то ни было. Он вспомнит этот бой спустя много лет, когда судьба сыграет свою злую шутку и перевернет все с ног на голову. Он вспомнит Хоруса Воителя на узкой, ярко освещенной пламенем улочке в сражении за честь Империума Человечества. Эту битву должны были увековечить фрески, поэмы, симфонии, чтобы люди навсегда запомнили тот момент, когда Хорус своей мощью в полной мере доказал свою приверженность трону и своему отцу. Больше такого не повторится. Ненавистное будущее поглотило все возможности, поглотило все воспоминания, так что стало невозможно поверить в его благородство. Вражеские солдаты, а теперь они действительно стали врагами, перекрыли улицу, взяв Воителя и немногих оставшихся Астартес в плотное кольцо. Последний бой Как странно, Локен уже представлял себе это как-то ночью в водяном саду, принося клятву. Последний, великий бой против неизвестного врага, рядом с Воителем. Он с ног до головы был покрыт кровью, на доспехах появилось множество пробоин и трещин. Он не колебался. Сквозь дым над головой Локен мельком заметил луну, маленькую луну в уголке чужого неба. И мерцающая поверхность океана в бухте, как и положено, отразила ее. «Луперкай!» закричал Локен. Глава 21. Прощальные выстрелы сыны Хоруса Анафин. «Что же пропало?» спросила Мерсаде Олиттон. «Они говорят, что исчез Анафин», ответил Локен, срывая с себя последнюю деталь сильно потрепанных доспехов. «Но мы ничего не брали. Все убийства были напрасными». Она пожала плечами, вынула из кармана несколько исписанных листков. Это были последние творения Каркази, а Мерсаде взялась передать их Локену для просмотра. Но это услышать рассказ о том, что случилось в Ксенобии. «Ты мне расскажешь?» спросила она. Локен поднял голову. На лице и руках виднелись сгустки запекшейся крови. «Да», ответил он. Бои в Ксенобии продолжались до самого рассвета и охватили почти весь город. При первых же признаках беспорядков, будучи не в состоянии установить связь ни Абаддон и Аксимант подняли по тревоге две роты лунных волков, размещенных в Экстранусе. На прилегающих к этому кварталу улицах народ Интерексов впервые познал истинную мощь имперских Астартус и не раз еще сталкивался с их могуществом в последующие годы. Абаддон был настолько разъярен, что в некоторых случаях Аксиманду приходилось его сдерживать. Отряда Аксиманда первым удалось солдатами Интерексами на верхнем ярусе подле горящего зала оружия, а потом пробиться к нему через строй лучших частей армии Науда. Отряды под командованием Абаддона в это время захватили несколько городских контрольных станций и восстановили связь. Точно же после получения известий об угрозе воителю и всем наземным силам в конфликт вступил находившийся на орбите флот. Затем подтянулись корабли Интерексов, но Сидере и Таргост в сопровождении многочисленного десанта спустились на поверхность. После восстановления ВОК-связи полномасштабное вторжение было быстро скоординировано и имперские силы, покинув пределы Экстрануса, вышли на улицу. Хорус послал еще одно сообщение Интерексам. Он не ждал ответа и не получил его. После таких разрушений и такого количества пролитой крови места для дипломатии не осталось. Тем не менее, Хорус выразил свое искреннее сожаление по поводу такого поворота событий, изъявил сочувствие Интерексам, пострадавшим от силовых действий и снова решительно отверг все предъявленные людям Империума обвинения. Спустя несколько недель, когда флотилия экспедиции возвратилась в район космоса, контролируемый силами Империума, воитель обнародовал свое решение. Марневальцем он сказал, что после долгих размышлений осознал важность определения своей роли и, как следствие его высокого назначения, особой роли 16-го легиона. С этого времени лунные волки становятся сынами Хоруса. Новость была принята благожелательно. Кириллу Зиндерману в дальнем углу архива о ней сообщил один из итераторов. Зиндерман, одобрительно кивнув, снова погрузился в чтение книг, которых никто не касался вот уже тысячу лет. В суматохе убежища летописцы, многих из них именно Астартес вывели из Экстрануса, в честь нового имени веселились и пили всю ночь. Игнаций Каркази выпил стаканчик за легион и капитана Локена в частности, а потом и еще один для уверенности. Эуфратия Кииллер опустилась на колени в своей тесной комнатке, перед самодельным алтарем и в простодушной манере, подсказанной божественным откровением, возблагодарила своего бога, императора человечества, за то, что он послал таких сильных воинов для ее защиты. В покрытых налетом ржавчины трубах и каналах шумели потоки воздуха. В глубоких внутренних помещениях духомщения царила почти полная темнота и сюда редко заглядывали даже сервитеры. Здесь обитали только черви и личинки насекомых, да крысы прогрызли извилистые ходы в подгнивших внутренностях древнего корабля. В лучах единственной свечи он поднял вверх странной формы клинок и залюбовался игрой света на тончайшей кромке. Лезвие по всей длине было рифленым и серым как кремень, но отражало свет подобно алмазным граням. Отличная вещь, красивая вещь, вещь, которая способна изменить космос. Он чувствовал дремлющее внутри меча обещание. Обещание и проклятие. Эрэп медленно опустил клинок, положил его в ларец и закрыл крышу. И это все? Мы пытались, сказал Локин. Мы пытались с ними связаться. Это не было признаком слабости, но проявлением благородства. Война не стала бы такой разрушительной, но все попытки оказались тщетными. Локин кивнул, взял полировочную пудру и лоскут ткани, чтобы удалить царапины и трещины с нагрудника. Но на этот раз шрамы были слишком глубокими. Придется обратиться к оружейникам. Так это была трагедия? Спросила она. Да, признал он, но произошла она не по нашей вине. Я никогда, никогда еще не был так уверен. В чем? В Хорусе, в Воителе, как в представителе Императора. Я и раньше в нем не сомневался, но его поведение там, его попытки что-то предпринять. Я никогда не был так уверен в правильности выбора Императора. А что будет теперь? С интерексами? Я думаю, снова будут предприняты попытки заключить мир. Но вероятность невелика, поскольку интерексы не представляют особой важности и не проявляют желание вступить с нами в союз. Если мирные переговоры сорвутся, будет послана военная экспедиция. А что будет с нами? Ты можешь рассказать мне о планах экспедиции? Локен улыбнулся и пожал плечами. Через месяц мы должны соединиться с 203 экспедиции в районе Сардиса, чтобы принять участие в операции по приведению к согласию звездного скопления Каядис. А по пути сделаем небольшой крюк. Мы должны помочь разрешить небольшой спор, свести счеты, если хочешь. Первый капеллан Рэб попросил воителя стать посредником. Сейчас мы отправляемся туда и будем на месте примерно через неделю. А где это? На маленькой луне, ответил Локен. В системе Довин. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова